Всем привет! Очень рад всех видеть мысленно, слышать тебя. Пообщаемся, поговорим. И давай объявляй сбор на казанку, пожалуйста. На казанку? Мы не просто так посидели. Время – деньги, и надо это использовать. Но председатель наш великий Юрий Нагорный сказал, что казанку будут думать о том, открывать или не открывать, только в следующем году. Пока, говорит, рано. Рано об этом думать. Вот это большая боль, потому что и с точки зрения бренда, и с точки зрения спортивной вертикали, казанка – это самое хорошее, что было с локомотивом, на мой взгляд, за все эти годы ведения диалогов на эту тему о юношеском футболе, о детском юношеском футболе. И вот так всю эту историю прикрыть, конечно, я расстроился, но если бы я оказался за столом, где принималось это решение, возможно, там были какие-то аргументы. Но вот так вот, находясь… Я могу привести тебе эти аргументы, если хочешь, можешь поапонировать с ними. Нет-нет, я это все читал, но еще раз говорю, что я это воспринял так, очень расстроился, я помню. У меня… Ну, мы много разговариваем про казанку, есть и… Ну, я вполне вижу логику в словах Нагорных и в словах предыдущих руководителей про то, почему закрывалась казанка и почему сейчас она не является необходимой. Но как болельщик казанки, как человек, который с удовольствием на нее ходил и даже комментировал один, по-моему, матч казанки, очень-очень-очень сильно хочется, чтобы такая команда появилась, просто потому что я обожаю, когда в течение дня есть какой-нибудь локомотив, который можно посмотреть. В пятницу есть молодежка, в субботу там UFL, в воскресенье – основа, а вот что делать в остальные дни, не очень понятно. Вот появится еще какая-нибудь казанка, будет прям совсем кайф, тем более, что молодые ребята, очень приятно на них смотреть. Ну, вообще, мы как-то с места в карьер начали. Так и всегда делаем. Раз и уже в карьере. Сразу к казанке. Но если кто-нибудь захочет сделать донат, вообще ничего против иметь не буду. Не обещаю, конечно, что он пойдет именно на казанку, но что-нибудь полезное для российского футбола мы обязательно сделаем. Расскажи нашим зрителям, кто-то знает, кто-то меня спрашивал, кто-то не знает, где ты сейчас находишься, чем ты занимаешься и вообще, что у тебя после «Локомотива» случилось в твоей жизни. После «Локомотива» я ушел в середине июля 2018 года, это отдельная история. Я некоторое время так пребывал, ну, некоторое время в прострации. Ну, в основном, да, я искал работу, встречался с людьми. И был такой большой шанс, что и в московском клубе по работаю, или в двух региональных я ввел все эти переговоры. Но сработал самый неочевидный вариант. То есть в декабре 2018 года мы там обо всем договорились уже практически. Я начал работать как руководитель редакции, как главный редактор рейтинга букмекеров, РБ сокращенно. Там сейчас много у нас подразделений, коллектив редакции, больше ста человек. Но нахожусь я сейчас не в Москве, я нахожусь на территории Республики Кипр. Так получилось, что у меня был второй проект, он и остается. Футбольный клуб «Арис» Лимассоу. Поэтому я тут заодно стал чемпионом Кипра. Да, это так. Я вообще, честно говоря, знаешь, я размышлял, стоит ли проводить этот эфир. Я прям пожалел, что мы на эту дату перенесли. Потому что я недооценил этих людей, как они здесь празднуют. Потому что я не любитель всех этих праздников, так сказать, выпивки. Один раз я люблю, но на следующий день нет. А вот здесь вот у меня, по-моему, окосевая физиономия вообще. И выгляжу, наверное, я не так хорошо, как неделю назад. Но мы всю эту неделю нарушали режим. И поэтому... Надо сказать, что чемпионами вы стали не три дня назад. Чемпионами вы стали уже... Не три дня назад мы досрочно стали чемпионами. Да, и вот всю эту неделю... Ну, получилась, кстати, похожая история. Потому что с Локомотивом в предпоследнем туре. И с Арисом тоже в предпоследнем туре. Только вот единственное, что я вспоминаю теперь, что мы так по-колхозному это отметили. Такой позор. То есть Арис, он мне показал... Руководители показали, как надо отмечать чемпионство. Мы, по-моему, с командой четыре раза отмечали. Или три. Я уже тут запутался в подсчетах. Еще как-то отмечали. Ездили на каком-то автобусе. В общем, куча всяких мероприятий чемпионских. И команда, она никуда не уехала ни в какой отпуск. Никто не бежал ни на какой самолет. А все было посвящено тому, чтобы общаться друг с другом. С руководством клуба, с тренерским штабом, с болельщиками. Все обцеловались. Ходили везде с этим кубком, с медалями. В общем... А потом вышли на последний матч? Вышли на последний матч и тоже проиграли. И в Туле мы проиграли, потому что пили шампанское там три дня аж футболисты. И они мне говорили, зачем Юрий Павлович хочет, чтобы я вышел в основном составе. И здесь то же самое. Но здесь дали резервистам поиграть. Но они, конечно, послабее. Чем Борис Ротенберг. Ну, значит, мы играли со второй командой в последнем туре. Аплэл. Они абсолютные фанаты. Крики, вопли, полный стадион. И они нас обыграли 4-3. Но, конечно, и сейчас, знаешь, вот мая 18-го, мая 23-го, конечно, для меня это перекличка определенная. Это некий психологический такой, психологическое продолжение, что ли. Потому что чемпионство локомотива долго не выходило из головы. Оно мне далось большими такими эмоциями. Здесь то же самое. Здесь очень мы прониклись друг к другу. Здесь очень крутой коллектив. Очень хорошие люди работают в клубе. Просто вот Ариас семейный клуб. Когда говорили, что локомотив – это семья. И часто говорили, что это люди, которые на самом деле все делали возможное для того, чтобы локомотив не был семьей. Так вот, у Ариас – это семейный клуб. Это не хорошо, я скажу так. Я считаю, что мы команда, а не семья. Потому что семейные отношения – это не про бизнес. Но когда люди – команда, и как-то у них потом складывается и в плане семьи. Вот, поэтому лозунг очень такой лицемерный зачастую «мы семья». Я, знаете, его надо перепроверять всегда. Я в него верю очень слабо. В общем, ну это тоже отдельная тема. Давай, два слова. Локомотив ждал чемпионства 14 лет. Сколько ждал Ариас чемпионства? 93 года. И, конечно, люди здесь некоторые, ну, рыдали. Потому что понятно, что это определенная финансовая инъекция. Два года назад пришли в этот клуб инвесторы. Они приходили в клуб, который выходил из второго высшей элитной дивизион. И у них на выход в Ярокубке ушел год. И на чемпионство, получается, ушло два года. Это фактически белорусский клуб. Здесь белорусский менеджмент. И из русских разве что я, СММщик и Александр Кокорин. Отмечу особенно, особенный такой момент, что мы сюда приходили. Это был май, два года тому назад. Был Ваня Корш здесь. И он посодействовал, так сказать. Но была такая история, что Ваня... Извини, а Ковальчук, который должен был Академию возглавить? А, Ковальчук, он тоже русский. Он тоже русский. Ну, это так, я вспомню, не все. Конечно, наверное, русских пятеро, может быть, где-то так. Ковальчук, конечно, он русский. Уроженец города Норильска. В общем, самый русский из нас, наверное. Так вот, и мы с Ваней Коржом сюда приезжали. Был разговор с президентом клуба, с директором по маркетингу. Уже тогда они в своей бизнес-белорусской бригадой сбились. И вот ставили уже большие цели. Потому что, когда мы общались, был у нас ужин с президентом клуба. И он вот это все рассказывал. Я ему не поверил. Но выяснилось, что он даже на год ошибся. Потому что чемпионство, борьбу всерьез за чемпионство мы хотели побороться в следующем сезоне. Но вот в этом году так вышло, что с четвертого места сиганули вверх. Была беспроигрышная серия уникальная. И последние три тура, только последние три тура мы лидировали. Но с Ваней не получилось здесь поработать. Он здесь совсем чуть-чуть на удаленочке поработал. Потому что тянул его футбольный клуб Ростов. Он ему предложил возглавить департамент медиа. С Ваней у нас был подкаст. Мы разговаривали. Вот и Ваня поехал в Ростов-на-Дону. Поэтому он не с Арисом. Еще раз говорю, что для меня это был всегда второй проект. Он и остается. Все знают. Потому что не принципиально, чтобы у нас в рейтинге букмекеров сохранилась команда. Несмотря на некоторые переезды. Но у нас большие успехи. То есть новые СМИ, которые мы брали в 2019 году с моей командой, с моими ребятами. Кстати, среди них сейчас в ряд коллегий Вася Осколков, который редактором сайта «Локомотивор» проработал 6 лет. Он возглавляет у нас ММА направление. И делает и продакшн хороший с Володей Мышевым и Егором Нечосовым. И раздел на сайте и соцсети прекрасные. Ну так вот, и мне это важно, что я просто взял определенную паузу с офисной жизнью. Я руковожу удаленно. Не знаю, сколько это продлится. Но мне просто было очень интересно. И спасибо председателю совета директоров нашей компании, что он позволил мне поработать в клубе, соприкоснуться с футболом, с реальным, с настоящим футболом. И вот кто мог подумать, что это путь к чемпионству и в Лигу чемпионов. Будем за это бороться, будет усиление, есть такая цель. В общем, ну так, в этом плане хорошее очень настроение, что говорить. Если ты остаешься в рейтинге букмекеров, то под самый наш подкаст РБ выдал инсайт про Чистякова. Давай, Калис, рассказывай, что это такое вообще. Значит, история следующая, что многие не понимают. В рейтинге букмекеров 8 или 9 отделов. И вот тут новости, идет много отраслевого контента, букмекерского, прогнозного. И в том числе РБ Спорт – это, скажем так, меценатская история. Она не приносит денег. Нам главное, так сказать, с нашим пользователем, нашим читателем разобраться. А спортивный читатель – это меценатство. И наша идея такая, знаете, для имиджа больше. Мы не соревнуемся с главными спортивными СМИ страны. Да, мы идем за чемпионатом по цитируемости, обгоняя Спорт-24 уже. Но это не наша цель. Наша цель – это бизнес. И я объясню еще раз, что рейтинг букмекеров – это 50-50. Это наполовину сервис, наполовину СМИ. И в этом мы выгодно отличаемся от ведущих спортивных СМИ. Ну, в общем, долго рассказывать об этом, наверное, не стоит. Но я скажу так, что РБ Спорт, вот эти новости, я их сам читаю, как читатель. Я не знаю, что там происходит. Понятно. Никита Кириленко возглавляет. Не раскололся. Нет, вот Никита Кириленко, мы его пригласили. Я в него верил и не ошибся. Он приехал из футбольного клуба Ростов, оставил этот прекрасный футбольный клуб. И он приехал, и он возглавляет РБ Спорт, и я очень им доволен. Все супер. Давай потихонечку. Он про Чистякова, это он там где-нибудь нарыв, а я об этом даже не знаю. Да, я думаю, что он хорошо знаком с Чистяковым. Давай плавно будем подходить к чемпионскому сезону. У нас основная тема все-таки, будем много говорить именно про то, что случилось 5 лет назад. Но для начала нам нужно дойти до этой стадии. Как ты вообще оказался в «Локомотиве», кто тебя пригласил, как тебя пригласили и чем ты занимался тогда? Почему на тебя внимание обратили? Ну такая предыстория, что в советском спорте я возглавлял несколько лет отдел футбола. Это большое дело было в те времена. Это наследство от Советского Союза. И у нас курсеть была такая, прям берешь телефонную базу, там корреспондент советского спорта в Норильске. Корреспондент советского спорта в Гетеборге. Я думаю, вот это да. И когда-то выпало такое жребие «Хэккин Спартак» в Гетеборге. Я думаю, надо же, у нас там есть корреспондент. Звоню чуваку, он говорит, да, я корреспондент советского спорта, я ваш корреспондент. Только вы мне не звонили в течение 15 лет. Я говорю, а чем вы там занимаетесь, как дела? Он говорит, я тут работаю автомехаником. Я говорю, давай на матче поработаем «Хэккин Спартак». Он говорит, с удовольствием. Ну то есть это сеть людей. И понятно, что от этого уже ничего не осталось. Но это была большая увлекательная работа. Это, наверное, самый большой мой стресс в карьере, скажем так. Это даже больше, чем локомотив в плане занятости, работы. То есть это действительно, когда мы работали 24 часа в сутки, это плохо, потому что это трудоголизм. От этого все страдают. Друзья, знакомая, семья, все подряд. Но, тем не менее, это были такие годы крайнего напряжения. И очень было интересно работать. Очень. Я возглавлял этот отдел. И в какой-то момент случилась история следующего характера, что перед чемпионатом мира 2014 года, незадолго до него, у нас сменилось руководство. Ушел мой главный редактор Игорь Александрович Коц, который меня воспитал, который сделал из меня хорошего редактора, как все говорили. И спасибо ему за это. За него я бы так не состоялся, как журналист, как редактор, да и как руководитель, быть может. Сейчас, одну секунду, одну секунду, за ним прервал. Нет, донат пришел, он тебя перебивает. Да, с ума сойти. Сейчас, одну секунду. Не ожидал. Всех попросил и не ожидал, и не вывел его на стрим. Поэтому буквально прошу прощения, что перебиваю. Не-не-не, я тебя слушаюсь, ты модератор. Ну, я чувствую, надо же, у меня форма сегодня не стопроцентная, а вот такая семидесятипроцентная. Так что вы меня извините. Я прямо по лицу вижу, что безобразие. Прекрасно выглядишь. Нельзя с этими людьми иметь дело. Я сказал, давайте обсудим чемпионство. Значит, вспомним прекрасные моменты. Потом не помню практически. Вот, но надо сказать, что феерично были празднования. Тебе, точнее, деньги ты прислал мне, но пишет Иван Корж. Андрей, надо рассказать забавную историю, связанную с казанкой. Желание донатеров для нас закон. Тем более таких донатеров, как Иван Корж. Просто любимая моя история, ну, по моему убеждению, присташена все времена казанки должен был быть Женя Кириллов. Он просто вот самое сердце казанки до того, как она появилась. Возможно, он ее зачал вообще. И после того, как Женя Кириллов зачал казанку, случился казус, что мне на совете президента Леонидовича Геркоса один из руководителей очень настоятельно рекомендовал не назначать Женю Кириллову на пост присташей казанки, потому что он не соответствует будущему образу и имиджу казанки. И вот здесь, значит, уже я вступил в такую перепалку. У меня была практически истерика. Я хотел услышать, каким должен быть присташей казанки и что не так в Жене Кириллове. И, в общем, это была драка на ножах, крики, вопли. И Илья Леонидович мне потом сказал, Андрей, пожалуйста, забудьте то, что было. Назначите, идите и назначите Женю Кириллову присташей казанки, как вы хотите. А я вот, к сожалению, вместо того, чтобы смеяться над этим, потому что этот безумный человек, который кричал, что Женя Кириллов не соответствует этому имиджу, я сделал стратегическую ошибку, что я в спор в этот вступил на полном серьезе, доказывая, что Женя красивый мальчик, что у него красиво уложены голосы, он может быть диктором, он грамотный, он любит, знает молодежь, как никто в Москве. Он знает эту молодежь, я ему дал это задание двумя годами ранее. Вот так вот бывало. И вот самая интересная история. Корж заплатил за историю о Жене Кириллове. 10 евро. Кстати, именно Женя Кириллов, ему большой респект. Именно он Коржа привел в локомотив. И Ваня был у нас на подкасте, и Женя у нас был на подкасте, так что всех мы потихонечку собираем, всех мы со всеми общаемся. Я невнимательный и занятой человек, никакого подкаста с ними не прослушивал. А Ваня Корж тебе еще пишет, что у тебя есть неделя на восстановление формы. Уж не знаю, на что он намекает. Так, следующий вопрос. Продолжаем. Все, донат прошел. Можешь снова рассказывать о том, как ты работал в советском спорте, и как тебя помогал локомотив. Ребята, и, конечно, это был страшный момент. Советский спорт входил в большой, сильный, очень сильный, мощный холдинг «Комсомольская правда», где все журналисты до 28-30 лет обзаводились недвижимостью. В общем, это очень было богатое издание. И вдруг они увидели, что, во-первых, они убрали нашего главного редактора, как человека, который, по их мнению, не совсем справлялся с диджитал, и не совсем у нас хорошо шли дела по рекламе, как хотелось комсомольской правде. Был плюс, хорошая прибыль. Таких прибыль их сейчас только мечтают. Но «Комсомольская правда» посчитала, что если идет снижение, 2013-2014 год, то надо что-то делать, продавать это. И вот в этой ситуации, конечно, было не по себе. Ушел главный редактор, и мне прямым текстом заместитель генерального директора комсомольской правды Влад Гемст. Мы с ним в прекрасных отношениях. Но он мне говорит, Андрей, смотри, все может закончиться тем, что мы будем завершать 2014 год с установкой плюс 1 рубль. Нас это не устраивает. Нужно, чтобы было там 5, 10, 15 миллионов рублей чистой прибыли, а не вот то, что сейчас происходит. Я говорю, ну давайте дождемся, чемпионат мира 2014, идут рекламодатели, все будет хорошо. И когда Саша Самедов не забил гол Алжиру, или кому там, Тунису, подождите, с кем мы играли-то, в последний матч групповой, группового там чемпионата мира в Бразилии. Алжиру. Алжиру. Он на последней минуте, но это грандиозный случай, все должны знать, он не забил этот гол. Я просто, я помню, я был в дежурной бригаде, я просто встал на колени и сказал, нет, нет, это все, это точно надо отсюда сваливать, потому что на все эти стадии, если сборная России не выходит дальше, в те годы было принято так, что Джилет снимает всю рекламу, там, тачки, алкоголь, вот все, все рекламодатели уходят. И они на следующее утро отозвали все рекламные контракты на чемпионат мира, там падение бюджета было 30-40%. Сейчас так не работает, но в те годы это было так. И ты пошел лично сказать Самедову, что он был неправ? Я ему об этом рассказывал, он очень смеялся, говорит, все правильно, вот так тебе и надо. Вот, но к тому моменту я просто начал с футбольного рынка затоваривать, чтобы просто уйти, потому что меня ставили перед фактом, что давай уволим Евгений Серафимовича, ловчего. Или давай, давай уволим Артема Лакалова. То есть, я думал, они вообще понимают, о чем они со мной говорят. Это там самый лучший, востребованный автор. Я понял, что если так будет продолжаться, то, ну, все. В общем, у меня были разные контакты с десятками людей, чтобы просто, так сказать, эвакуироваться из советского спорта. Вот. И одним из вариантов был локомотив, вот, потому что в разное время мы это открыто обсуждали с Ольгой Юрьевной и даже с Денисом Новоселовым. И я не буду скрывать, это обсуждалось с футбольным клубом «Спартак». И в общем, там много было всяких работодателей, возможно. И ну, я скажу так, если бы не было бы истории с Кучуком, вот этой, я думаю, никаких бы пертурбаций мы бы не обнаружили, потому что, ну, скажем так, когда я с Ольгой Юрьевной говорил о трудоустройстве уже, это было осенью, ну, то, что она обозначила, я понимал, что как руководитель, конечно, она должна собирать новую пресс-службу, у нее другого выхода нет, вот и все. Но у меня было одно возражение, что новой пресс-службы не будет, должны работать люди, которые хотят, все люди, которые были в пресс-службе, этого хотели. Однако, однако, вскоре стали они уходить, Даша Кнурубаева ушла сразу же и Сергей Томилов. Вот они ушли в течение двух-трех месяцев, хотя я хотел бы, чтобы они оставались. Приходили мы с Костей Выборновым, но он, скажем так, оценил то, что в клубе происходит. У него была и остается до сих пор хорошая должность в Олимпийском комитете России. Я помню, что уже на Новый год там мы проработали полтора месяца с ним, он сказал, нет, я останусь в Олимпийском комитете. Ну, в общем, вскоре он у нас покинет. Давай очертим диспозицию, которая была в Локомотиве, то есть это осень 2014 года. У нас только что ушел Кучук за три месяца до того, который взял бронзовые медали, и Ольга Юрьевна торжественно сказала, что Кучук будет работать именно столько, сколько он сам того захочет. Но потом случился кипрский, кстати, Аполлон, потом случилось еще несколько ничьих и поражений в чемпионате России. И Кучук уходит, война жесточайшая Ольги Юрьевны с болельщиками на тот момент уже была. И каково вообще приходить в такой клуб и что ты увидел в этом клубе? Какое состояние было у игроков, у работников клуба? Я очень хорошо запомнил свои последние консультации. То есть я общался со многими людьми и теперь я понимаю, какая реакция была самая яркая. Это Юра Дудь. Он просто я ему говорю, Юр, ну все, я ухожу. Он говорит, нет, я бы тебя позвал на Спортсру. Нет, только нет, ты сошел с ума. Он просто вот своим голосом он орал в трубку, что я сошел с ума, что я дискредитирую себя, что у меня ничего не получится, что туда нельзя идти и все в таком духе. Я говорю, Юр, смотри, выбора особо нет на данный момент и мне очень нравится все то, что мне было сказано и не только что было сказано, то, что было там обещано определенным образом. Я говорю, мне, как бы, я здесь не останусь в этом советском спорте, потому что, когда в открытую говорят, что увольняй людей и мы продаем советский спорт, кстати, продали они его в начале 16-го года только, то есть, все это время, кстати, я там оставался еще на одном договоре, то есть, все, мы хорошо расстались, я просто стратегически был не готов слушать, что газета продается, издание продается, кому-то там, если она выходит из комсомольской правды, это потеря имиджа, это будет просто ход вниз совершенно точно, не был готов увольнять людей, но мы расстались, вот как сказать, как друзья, и с главным редактором новым, и с генеральным директором комсомольской правды, все было нормально, но, как сказать, оставаться в этом, в этой конфигурации я не мог, то, что издание продается, которому я отдал 13 лет, вот, и я знал, что я буду делать, потому что у меня был опыт, все-таки, да, это мини-футбол, но это были два лучших клуба России, потому что, если не футбольным Динамо, мы были чемпионами страны, и с мини-футбольным клубом Спартак, мы были чемпионом страны, участвовали в Еврокубках, получается, четырехкратный чемпион, я тут где-то написал, четыре чемпионства у меня, получается, тогда, я очень фартовый в этом плане, у меня пять клубов было, четырех из них я стал чемпионом страны, это не считая кубков, суперкубков, ну, так вот, не отвлекаясь, и с Ольгой Юриной был разговор довольно-таки короткий, да, она говорит, у тебя есть какие-нибудь долги перед советским спортом, я говорю, ну, у меня командировка на Лиге чемпионов по футзалу, через две недели в Чехию, Ольга Юрьевна, вот, давайте, через две недели, я попью там пиво, отдохну, наберу сил, идей, и вдруг она говорит, немедленно на работу, завтрак, полудню, ты будешь здесь, значит, я говорю, а что же так, он говорит, немедля, за работу, в общем, такой, в общем, обнадеживающий приказной тон, я поехал на такси, или на машине, я просто помню, что я в тот же день уволился, смог уволиться, на следующий день у меня еще был там эфир, с Максом Калиниченко, там мы проводили такие стримы тоже, и все, и в обед я был уже в локомотиве, все, мы там уже начали что-то делать, работать, то есть, прошло где-то, не знаю, 20 часов с того момента, как она сказала, чтобы я немедленно приступил к работе, и моментом, когда я уже был просто сотрудником клуба, я уже все подписал, 20 часов, не больше, и это, кстати, вот пример такого эффективного управления, на самом деле, потому что потом, в клубе, вот не дадут соврать сотрудники, кто-то устраивался по полгода на работу, кипами лежали после Ольги Юрьевны документы, в общем, описывать это сложно, вот, ну, я просто привел пример, как это все делалось быстро, легко, эффективно, и отдел кадров составлял 2 человека, потом при другом руководителе, этот отдел кадров составлял 10 человек, и никто не мог нормально не уволиться, не приняться на работу, и не только это, вот и все, вот такие примеры на собственной шкуре, как говорится. Слушай, я так понимаю, что ты был знаком с Ольгой Юрьевной, и у вас было какое-то общение, расскажи о том, как в целом ты познакомился с Ольгой Юрьевной, как, ну, персонаж одиозный, очень хочется узнать побольше. Я знаком со всеми президентами футбольного клуба. Но она довольно ярко ворвалась в футбольную жизнь России. Понятно, что самая яркая Ольга Юрьевна, но давайте я расскажу о ней следующим образом, мы с ней познакомились за день до ее назначения, нам дали, так сказать, инсайт, во-первых, советский спорт об этом, когда-то первым написал, что Ольга Юрьевна приходит, в общем, и поехал я. Причем я за локомотив, как сказать, неким образом отвечал, то есть, довольно часто оказывался в всяких командировках, на сборах локомотива. И Ольга Юрьевна, мы с ней присели в одной из вип-лож, и просто общались, и часть была неформальная, так скажем, от издания я какие-то вещи проговорил, а часть была интервью, что было на этой встрече, вот она закурила очень так, как в художественном фильме, очень романтично смотрела на поле стадиона, была такая очень спокойная, размеренная речь, все понятно, никакой суеты, никакого волнения, и довольно-таки четкие, прозрачные тезисы обо всем. Сейчас я уже не помню, о чем это было интервью, но я вот как-то почувствовал, что власть переходит к женщине, которая, так сказать, имеет бэкграунд, с этим ЦСКА, с государственными структурами, банками, и что она знает, что она будет делать. При этом я очень был, скажем, дружен с Николай Алексеевичем Наумовым, и как-то он очень переживал на эту тему, но, говорит, ничего нельзя изменить, у меня был решающий разговор там с Морозовым, это представитель Сергея Викторов, да, в некоторое время. Один из самых непубличных в итоге. Да, да, да. Людей, про которые никто ничего не знает. И как-то вот получился там некий разлом в сайте директоров, Николай Алексеевич в чем-то перестали поддерживать, как я понял. Я просто помню, что он переживал. Переживал, что он что-то не доделал, у него какие-то такие рефлексы строителя, что он говорит, надо было это построить, а как это будет там. Вот он все это переносил, так надо сказать, на нервную систему. Вот. Мы с ним тоже пообщались, он приезжал в редакцию, то есть у меня получилось так, что даже Николай Алексеевич приехал, все рассказал на следующий день до этого Ольга Юрьевна, то есть у меня с ними, со всеми был такой очень откровенный разговор именно как у редактора, как у журналиста. Вот. И потом, когда уже я возглавлял отдел футбола, это случилось в те же времена, там такая история, что я был на связи со всеми руководителями футбольных клубов, с РПЛ, с РФС, мы как-то с Сережей Егоровым в Бигине безызвестной, то есть мы эту работу полностью охватывали и в те времена это было очень важно, то есть сохранялось просто, сохранялось влияние советского спорта вот из тех советских времен, когда оно воспринималось все-таки это как газета, как какой-то знаменатель для многих в медиа. Ну, как пример, что мне звонил Никита Павыч-Симонян и начинал со мной разговаривать, ну, как будто сейчас 72-й год, он говорит, мало воспитания в газете, Андрей, вот ты, молодой редактор, ну, надо же усилить воспитание, не эти сиськи-пиписьки, не эти слухи всякие, надо рассказать, как этот тренер работает, в чем его сильная сторона, как нам улучшить, так сказать, тренерские кадры. И вот это он мне, все на полном серьезе, пытался до меня донести в качестве, в статусе, вернее, вице-президента Российского футбольного союза. Я говорю, Никита Павыч, разные бывают темы, бывает и такая история, не совсем приличная, детишкам лучше не смотреть, но бывает серьезный разговор о футболе, о структуре нашего футбола, о проблемах, все это есть. Приходите, приезжайте, тоже с вами все сделаем, и с Фурсенко, и кто там, и с Мутко, и со всеми этими людьми. Вот так. И да, просто я с Ольгой Юрьевной, еще раз говорю, я с ней общался, как с одним из руководителей, клубов, я с ними с 15 общался постоянно. у нас тут есть вопрос из чата, Антон Епихин, говорит о том, что у советского спорта была своя версия, почему уволили красножана, можешь ли ты вспомнить ту историю, и как вы ее рассказывали? Начинаются вот вопросы, где, конечно, мне нелегко. Значит, давай обтекаем. Ну, нет, ну, сейчас постараемся. Значит, первое, когда вся эта история «Локомотив-Анжи» произошла, Ольга Юрьевна пригласила моего главного редактора, и еще вот людей, которые были, ну, скажем так, в управлении ведущих медиа страны, это не только «Спортэкспресс», там еще был кто-то, где она объяснила, что произошло. Версия очень смелая, версия очень жесткая, но Ольга Юрьевна не сама это выдумала. Ей это преподнесли, ей это расписали, ей это доказали. Безопасники, служба безопасности. Не только. Не только. Прямо скажем, не только. Вот. И мы общались с Юрием Анатольевичем, и он мне сказал такую вещь. Я был неправ. Это вы чего? Он говорит, ну да, как бы, я вел разговоры, как будто вот я в Нальчике, вот по старой памяти. Я вот созванивался с людьми, там, они мне звонили, мы что-то говорили. Не было у нас никакого криминального там подтекста, но я разговаривал неподобающе главному тренеру локомотива. Я совершил ошибку, введя определенные телефонные разговоры. Было жутко обидно, что все это произошло, потому что команда была на ходу, она шла, по-моему, на первом месте. Ну, как минимум, по промежуточной точно было, да. Мы выдвинули, у нас были такие молодые ребята, то есть, кому-то мы сказали, езжай на стадион, ставь там стул, ложись в травку, просто наблюдай за офисом, кто ходит, кто ходит. Шли консультации очень активные, то есть, там приезжали серьезные люди, общались на эту тему. Я так понимаю, что все-таки вот не просто так сайт директоров, решил все-таки эту историю завершить вот этим. Когда я работал в клубе, первое, что я сделал, одно из первых моих каких-то таких движений, решений, и, скажем так, клубе это поддержали, я созвонился с Ильей Казаковым, который был таким очень близким другом, но он близкий друг для многих. Он близко общался с Юрием Анатольевичем, ближе, чем я, Юрий Анатольевич, он такой, знаете, ему звонишь, он так вкратчиво задает вопрос, там, а что там, что тебе нужно? Да, я, ну, не раскрывается, он такой замкнутый довольно-таки. И когда он говорил о каких-то таких инсайдах, он перебарывал сам себя, то есть, он понимал, что ему что-то нужно рассказать. И вот он, он сожалел, что что-то было неправильно, то есть, я понимаю, что это история про какой-то такой футбольный трюк, скорее так, да, и он из-за этого пострадал, потому что по-разному это можно преподнести. Вглубь этой истории сложно, еще раз говорю, сложно в нее всматриваться, сложно ее разбирать, но в клубе мы с определенными людьми решили все-таки Юрия Анатольевича, ну, как сказать, воскресить, не может быть такого, чтобы в музее не висел портрет главного тренера. Я скажу такую вещь, Ольга Юрьевна на определенном этапе сказала, да, Красножан должен быть в этом музее, надо его повесить, ну, мне подсказали, что в первый год уж даже эмоции были, обиды, и бог знает что. В дальнейшем у многих отлегло, что-то там было такое, да, что-то там произошло, и Красножан должен был вернуться в музей, не помню, как он там, возвращался, не возвращался, вот это я уже сейчас не могу сейчас четко сказать, да, не помню, как эта история разрешилась. И мы попытались как-то вот узнать, Юрий Анатольевич, что бы это могло быть, там, он придет, допустим, не знаю, на наш матч, или он там поучаствует в каком-то награждении лока-бола, вот что-то такое витало в воздухе, да, чтобы клуб показал, что ничего такого криминального мы бы не хотели вспоминать, и он должен быть в истории клуба, но чтобы было уважение, да, чтобы не было вот этого вычеркнутого Лаврентия Павловича Берия из Большой советской энциклопедии 1953 года. История замылилась, наверное, да, ничего не произошло, но я бы вот, если вернуться в те времена, я бы сказал, вот как руководитель медиадепартамента, Юрий Андреевич Красножан был нашим тренером, случилось так, что отставка, да, к сожалению, мы были вынуждены принять такое решение, ну, других комментариев не будет, и что мы к нему уважительно относимся. Вот так бы выглядел этот этот спич, но, вот вспоминаю, как все это происходило, да, Ольга Юрьевна собирала вот главных руководителей главных СМИ и объясняла, доносила оппозицию, ну, не свою, а советы директоров, совет директоров принял такое решение. Про Ольгу Юрьевну очень много всевозможных мифов, слухов и красивых образов ходит, она, большинство из них, когда приходит на всякие коммен-шоу, развенчивает, говорит, что такого просто быть не может. ты, как человек, который и знает ее, и работал под ее началом, готов ли ты поверить в эти слухи про то, как она гречку всем предлагала, про... Ох ты, камера сломалась, камера сломалась, не выдержала, сейчас, одну секунду, сейчас все будет. Что-то с камерой у меня происходит в последнее время жесткое, жуткое, все, я вернулся. Про классическое в обороне поуже, в атаке пошире, могло ли такое происходить, позволяло она себе такое, или просто я с другой стороны слышал и другие разговоры про нее, что это абсолютно такой жесткий руководитель, который себе ничего такого позволить не может. Я скажу такую вещь, это жесткий руководитель, который мне, как руководителю департамента, четко давал понять, да, или нет. Я мог организовать работу отдела, я мог организовать дисциплину, и я не вращался в кругу коллег из смежных департаментов, которые пытались без согласования президента клуба как-то, так сказать, перераспределить полномочия, власть и все остальное. Вот такого бардака и кошмара при Ольге веревне не могло быть. Там были свои минусы, свои недоработки, свои проблемы. Но я, как руководитель департамента, который пришел туда работать, я мог задать ей вопрос и получить. И получал я иногда такое жесткое нет, но это была аргументация. Она была, как руководитель, довольно властная, эмоциональная, да, не нежная, но ко мне относилась она с уважением. Я не знал никаких разочарований в ней. Вот два года мы с ней поработали, да, я представляю образ Ольги Юрьевны, я с ней немного спорил, и по кучуку я с ней тоже спорил. Значит, когда мы общались с ней 13 или 12 ноября 2014 года, я говорю, Ольга Юрьевна, вот я с радостью, так сказать, принимаю это ваше предложение, но давайте поговорим о кучуке. Тогда не использовался такой термин, как кейс. Кейс с кучуком, так сказать. Она говорит, давай. И я ей жестких выражений, потому что я писал об этой истории как редактор радиофутбола, там было очень жестко по поводу всей той работы, которую проделали внутри клуба определенные люди, и у меня был к ней вопрос, а что это такое, не столкнулся ли я с этим кошмаром? То есть, как мне это описывали, что пресс-служба не публиковала никаких интервью с Амедова Гильермо, а их прислали определенные люди и сами поставили на сайт. они не работали в пресс-службе. А кто их сделал? А вот их сделал там один человек. Ну, как сказать, фамилия известна, просто не хочу называть и не портить ему, так сказать, ни жизнь, ни карьеру. Мне это резко не понравилось. Я говорю, знаете, Ольга Юрьевна, если со мной такое произойдет, то я не смогу здесь работать, не надо меня тогда, может быть, братья, вот у меня пока еще не поздно, так сказать, вернуться в редакцию, там у меня будет не самая сладкая жизнь, да, потому что все там переигрывалось и продавалось, да, но это будет катастрофа для меня. И она сказала очень простую вещь. Она говорит, я с тобой полностью согласна, Андрей. Она как бы дала понять, что она как президент клуба несла за эту ответственность, что это произошло на официальном сайте, но были определенные исполнители этой истории, она мне четко объяснила, Андрей, ты прав. И вот у меня был камень такой здесь небольшой, он так раз и его не стало, потому что, как сказать, я хотел это услышать, я услышал то, что хотел услышать. В дальнейшем вот с Божевичем отставка, как она прошла? Мягко-мягко у меня с Ольгой Юрьевной не возникло ни одной проблемы за два года работы, ни одного, значит, непродуманного комментария, ни одного непродуманного выхода к людям, ни одного непродуманного какого-то действия, чтобы с болельщиком ссориться. Меня Ольга Юрьевна очень поддержала, она меня послушалась, возможно, я первый человек, которого она послушалась, и я ей очень благодарен за эти два года. И был порядок, понимаете? Порядок, который я люблю и уважаю. Нам не хватало маркетинга, креатива не хватало, но Ольга Юрьевна эти два года по отношению болельщиком в прессе вела себя так, как мне нравилось, правда, искренне говоря. Единственный раз смешной, я думаю, что не... Ольга Юрьевна не обитаемый остров. одну секунду. Людей, кого бы ты взял на необитаемый остров? Единственный был смешной эпизод, сейчас расскажу. Подожди, подожди. Тут белки из Мечерского парка спрашивают трех людей, кого бы ты взял на необитаемый остров? Своего друга Глеба, это мой кум, своего друга Илюшку, одноклассника и свою сестру Веру. Близкие. Она у меня главный тренер по акробатическому рок-н-роллу. Она просто самая крутая девица, которую я видел в этой жизни. Очень полезна на необитаемом острове. Ну, с Ольгой Юрьевной, кстати, если бы четвертого человека, вот с ней бы я не... Вот я бы не голодал с ней, точно совершенно. Мы бы попали на необитаемый остров с Ольгой Юрьевной, я бы, наверное, бы захныкал бы, сел так, я на необитаемом острове, блин, что же теперь делать, надо собраться. У меня некоторое время уходит на рефлексию. А Ольга Юрьевна сказала, встать, вперед, пошли искать кокос там, давай. Вот так бы было бы, ну, это так вот, о чертах характера. Верю. я чуть-чуть вернулся. О чем я говорил, елки-палки, чуть-чуть забыл. Про то, что... Единственный случай, когда мы с ней, ну, так сказать, все это было ужасно. Мы договорились, что мы во время сборов, вот сейчас январь-февраль, мы светим команду, максимально даем контент о команде, будет и видео, и всякие интервью, еще что-то. Какой год уже раз, извини? А? Год какой? Португалии на сборах, не помню какой год. Тренер какой? А? А тренер какой? Черевченко уже? Или Божевич? Черевченко, наверное. Так вот, и все, мы договорились, никаких интервью, ничего. И вдруг Ольга Юрьевна мне рассказывают вещь, от которой мне встают волосы дыбом. Был такой, отец Децела, забыл его фамилию. Толманский. Точно, молодец. Он был этим, одним из акционеров Спортэкспресса. Этот Толманский начал такое устраивать, без моего ведома, просто вот сволочь. Он начал уговаривать Ольгу Юрьевну дать интервью Игорю Робинеру. И подстегивать Игоря Робинера на то, чтобы Ольга Юрьевна встретилась. Но это же провокация, и нам это не надо, потому что Ольга Юрьевна просто будет получать вопросы, от всех ее друзей. Первая встреча Ольги Юрьевны и Робинера до сих пор одно из самых популярных видео на моем YouTube канале. вот к тому моменту они были уже знакомы. Они настолько были хорошо знакомы, что они пошли и пышно отобедали. Они пили вино, они слушали музыку, они там вкусно поели, они расцеловались. У них все было здорово. И только я, сидя в Португалии, я понимал, что катастрофа, что я у них в Москве. Вот я в тот момент как раз понял, что, конечно, не хватало второго человека с моей компетенцией, который бы, так сказать, перекрывал бы какие-то... Подсказали бы Ольге Юрьевна, что это ошибка? Не подсказали, кто-то нужен, нужно было, чтобы кто-то был в Москве в тот момент. В принципе, в этом мы не нуждались. Она говорит, езжайте спокойно на сборы, здесь все будет хорошо. Но выясняется, что не надо в данном случае верить руководителю. Не все будет хорошо, потому что мне постфактум прилетело, что мы тут встретились или встречаемся с Робинером. Уже ничего нельзя было изменить. И мы с Игорем Любом вспоминать эту историю, это смешно довольно, потому что встреча прошла, ну ура, они друг другу понравились, Робинер был счастлив, что он с Ольгой Юрьевной так сблизился, что они выпили вина, что Ольга Юрьевна говорит, он такой, в общем, интересный мужчина. Приходит текст, я хватаюсь за голову. Господи, какой ужас. То есть, там такие вопросы. Почему вы выгнали? Почему вы не любите Юрия Семина? Ответ. Потому что и там дали текст с объяснениями, довольно-таки искренними, но совершенно неуместными для нашего клуба и для этой ситуации. И Ольга Юрьевна, я вижу, что разговор такой душевный, они прямо открылись друг к другу. Но мне эта собака, блин, не надо мне это. Нет, нет, и мне так больно. Я просто иду на пляж, как отец Федора в 12 стульях, и там просто аааа. Я очень помню, что я ходил вдоль моря, просто думал, что мне делать? Там 28 или 48 тысяч знаков огромных, их невозможно вычитать. То есть, они сидели 3 часа, и лишь сколько это было. И я просто позвонил Игорю, главному редактору Спортэкспресса. Я рассказываю, конечно, интересную историю, но ничего страшного, никто не расстроится. Говорю, ребята, как бы, либо мне конец, клубу конец, давайте что-то сделаем. И вот здесь у Игоря случилась истерика, я такого никогда не совершил. Он просто верещал, как будто вот петух Спортэкспрессовский гибнет, просто вот ему отрубают голову, ему гребешок, режут ножницами. Он просто так верещал, я просто узнал, что у Игоря такой фальцет. Он просто вот прям дал такой дискант мальчишеский. Я думаю, ну, я не знаю, я не справлюсь с этой ситуацией. Звоню Максиму, Максиму, главному редактору Спортэкспресса, он говорит, я тебя понимаю, но сейчас подумаем, братан, сейчас будем что-то думать. В общем, мы кое-как утрясли этот текст до того состояния, чтобы, ну, как сказать, чтобы все было хорошо, да? И, ну, как сказать, я Ольгу Юрьевну сказал, ну, пожалуйста, зачем вы с ним встречались? Вот, это был единственный случай, когда она не выдержала, и кто-то, да, кто-то подъехал и начал капать на мозги, что вот, Игорь Рабинер ждет вас и любит, он хочет пообщаться с вами. Вот, все, не прощу ему никогда, да, потому что Ольга Юрьевна верила этому человеку, а он сделал совершенно абсурдную вещь. Ну, пусть пройдет какое-то время, было еще там, были какие-то болезненные, болезненные, так сказать, ощущения после всех этих историй. Дай мне время, дорогой Толмацкий, пусть пройдет какое-то время, пусть люди успокоятся, мы же убрали эти все истории, все, мы дали фокус аудитории на команду, на новости, на всякие, на интервью, мы стали хоть как-то там развлекать народ. Ну, в общем, вот такой единственный эпизод за два года, уверен, что если Ольгу Юрьевну расспросить, какой был работник, наверное, в 3-5 раз будет больше претензий, но я вот откровенно говорю, что один раз у нас произошла такая недисциплинированная история, что Ольга Юрьевна меня не послушалась, в остальном я ей очень благодарен, всегда поздравляю ее с днем рождения, в общем, это один из сильных руководителей по организации офиса, команды, по организации многих процессов, которые я видел на своем пути. Давай приподнимем завесу тайны над еще одной историей, которая была яркой именно в начале твоей карьеры в локомотиве, это Диара и Бусуфа, которые то ли были в локомотиве, то ли не были в локомотиве, один из них вернулся, другой из них не вернулся. Как ты видел эту историю, как ты считаешь, как ее, в принципе, можно было разрулить и как ее разрулили? Значит, по Диара суд был выигран, единственное, мне непонятно, почему. Диара был, значит, под судом, и он был должен денег. Ну, давай, вопрос в том, история про то, что он не приехал на сборы, просто не вернулся в локомотив и его, и захотел прекратить общение с локомотивом. Это так? Ну, это так, единственное, мне кажется, что это произошло уже еще до моего назначения, то есть, Диара я не встретил, я с ним общался, у меня первый язык французский, мы с ним общались, даже созванивались, вот, величайший футболист, конечно, то есть, не все ребята говорили, что это просто вот супергерой для России, такого не может быть, мы поняли, какого мы уровня, в Диара, вот я не помню, как это все происходило, честно, я просто помню, что мы его начали, так сказать, засуживать, Ольга Юрьевна шла до конца, и нам присудили 10 миллионов евро, это, значит, надо у Ильи Леонидовича спросить, пришли эти деньги. А он отвечал недавно в передаче от Футболбрат, что в итоге, ну, понятное дело, что никаких 10 миллионов евро Диара давать не хотел, ни с каким клубом он подписываться не мог, и стрясти с физического лица 10 миллионов они никак не могли, поэтому они пошли на громадные уступки, и кто-то там за него заплатил сумму гораздо-гораздо меньше, но заплатил. Ольга Юрьевна стрессла бы с него 11, вот я могу сказать. Кстати, этот суд был выигран, когда практически была решена история с переходом власти, то есть, это был такой момент, что уже было понятно, что будут менять руководители клуба, и вот пришло такое сообщение, что суд выигран. Диара же продолжил судиться, он пошел уже в гражданский суд, и этот гражданский суд там какое-то решение вынес, он на это гражданское решение гражданского суда еще апелляцию накатал, и суды продолжаются до сих пор у Диара против всего мира. Вот это просто могу, ребят, кое-что уже подзабывать. Ты все помнишь, ты все помнишь, поэтому ты рассказывай. Это история недавнего времени, то есть, Диара в 2014 локомотив покинул, в 2023 год Диара продолжает судиться за то, чтобы вернуть какую-то часть денег, но пока безуспешно. Ну, я перечитал новости о кипрском футболе, о том, что Аполлон Хенти выстрел на трансфер и убрал его. Как так? Бескоманду. Такая звезда. Бескоманду. Про Бусуфа не сказал, потому что Диара не вернулся, Бусуфа вернулся, и первое время там его сначала как-то не ставили в состав, потом вроде начали ставить в состав, потом Бусуфа клятвенно пообещал, что он все расскажет чуть-чуть потом, и на дворе 2023 год, но, к сожалению, Бусуфа так ничего не рассказал. Я с ним сразу поговорил, как я пришел в команду, я с ним сразу поговорил. Он мне сказал так, я работаю, все нормально, произошла несправедливость, но, типа, жизнь покажет. В общем, были у него два состояния, что он был работоспособен, трудолюбив и, в общем-то, в хорошем таком настроении, физическая форма у него была нормальная, но у него была некая претензия, что что-то не так. Какая-то обида и претензия, но в чем обида и претензия, пока никто так и не понимает, а он все никак не рассказывает. Ну, я думаю, что это все уловки какие-то. Короче говоря, с этими ребятами надо построже, и все будет хорошо. Они просто видят, что Россия им платит там полтора-два или, не знаю, в три раза больше. Они видят, что их очень хорошо здесь обслуживают. Когда они переступают определенную грань, которая, как сказать, существует у нас все-таки в России, они не в состоянии, видимо, понять, что есть красная линия, за которую нельзя переступать. И Фернандеш, и Бусуфа, и Диара, они все эти линии переходили, я так понимаю. Единственное, что я могу сказать, что это грандиозные футболисты, это просто великие футболисты, это большое дело, что их Локомотив приглашал, были для этого возможности, соответственно. но это три просто сумасшедших мастера, и таких сейчас в России просто нет. Даже если мы возьмем зенитовских бразильцев, я вот думаю, что Диара их всех бы потоптал. Насчет Бусуфа не знаю, Бусуфа их уровня на самом деле. В общем, надо сказать, что в Локомотиве играли просто великие игроки. Туда же мы Червуку зачислим. я скажу так, Бусуфа у меня проблем не было. Единственное, я рассказывал об этом в интервью, давал интервью Саши Муженик, он попросил меня в 18-м году, а я ему в 21-м году дал это интервью. Думаю, ну, действительно, надо ответить. У нас быстрее все произошло. Спустя три года, да. Значит, Бусуфа однажды дало такое интервью, где он рассказал о том, что вот, что творится в Палестине, вот эти вот обкидывают их ракетами, мой народ страдает, это мои люди, ну, арабы в смысле, да, то есть он хотел об израильско-палестинском конфликте поговорить, да, что это очень плохо, что там происходит, потом он Сирию туда же, еще, то есть вот про арабский мир, про обеды арабского мира. Понятно, что журналисту и журналистам всегда это интересно, наверное, там поговорить на отстраненные темы, но для меня это, конечно, был шок, да, для меня это неприятность, потому что я своей задачей видел все-таки матч-дэй, пригласить людей на футбол, что мы даем интервью для того, чтобы в них был контекст, что вы придете на наш домашний матч, там будет здорово, там будет крутой соперник, похвалить соперника, что это будет настоящая борьба, мы готовим тактический план, вот что-то рассказать о том, что будет в этом домашний матч, чтобы люди пришли, если благодаря этой заметочке придет на 10 человек больше, но я уже буду счастлив, а тут, тут такая история, что разбирайся с Палестиной, Ливаном, Бейрут, бомбили опять, там еще что-то случилось, вот, и он очень переживал, он плакал, говорит, я плакал, вот я, говорит, вчера, вот сидел, смотрел телевизор и плакал, как мне быть, мне очень тяжело, и я понимаю, что вот там находят люди, вот там, крайтер-переводчик, там, какого-то спортивный директор, а вот сидит Бусуфа у меня буквально на руках и рассказывает о том, что он, ну, он не может нормально себя чувствовать, потому что гибнут люди, а они действительно гибнут, да, вот, был такой момент, я его запомнил, как-то не по себе было, но, в общем, договорились, что такое, публикация в таком виде не пойдет, потому что, ну, вот, мы давали возможность сделать это интервью только под условием, что это о футболе, что на наш домашний матч придет побольше людей благодаря этому интервью, а проблемы арабского мира мы все-таки оставим на потом, но вот заноза какая-то осталась необъяснимая, вроде бы я ни в чем не виноват, все сделал правильно, и Бусуфа сказал, да, да, молодец, все, окей, и не журналист говорит, ну, да, да, это было бы перебором, но вот какая-то заноза непонятная, то есть, человек искренне переживал, ужасно убивал все, вот, но я теперь понимаю его ощущения, потому что они у меня примерно схожие сейчас, крипартизировать. Давай закроем тему Ольги Юрьевны, вопрос Коржакова, сформулировал он так, какая у Ольги Юрьевны была действительно классная идея в стратегии развития локомотива, которая по каким-то причинам не реализовалась, и как она видела налаживание взаимоотношения с болельщиками, и видела ли она вообще как-то? Ребят, смотрите, я о своем опыте расскажу, да, и просьба именно это учесть как половину 14-го года и 15-й год, ну и часть 16-го. Что произошло? Мы приходили, и был Костя Выбранов, у которого был опыт руководящий футбольный клуб «Динамо», и он прекрасно представлял себе структуру и возможные бюджеты под то же клубное телевидение, например. И когда мы это обсуждали, я так в общих чертах, я не раскрываю никакие финансовые подробности, я верен, так сказать, договору с клубом, который действует еще 7 лет, что я на эти темы не распространяюсь, но осуждения у меня могут быть. И Ольга Юрьевна о чем сказала? Она говорит, смотрите, что произошло, ребята. Вот вы пришли, а у нас сейчас было совещание по поводу падения рубля. Вы можете посмотреть, что случилось осенью 2014 года. Рубль рухнул. И все руководители клубов РПЛ вели переговоры с легионерами о том, чтобы зафиксировать рубль. Смешно сказать, какая-то смешная цифра, то ли 70 рублей. В общем, какая-то такая, не больная. Тогда он падал где-то с 38 до 75 где-то. Вот, вот, вот. Она говорит, ситуация такая, что у нас рухнувший бюджет. Причем это проблема у всех клубов, вы это прекрасно знаете. Я, как руководитель радио-футбола советского спорта, прекрасно это знал, потому что в некоторых клубах была просто катастрофа, нечем было платить. Да, потому что доллар и евро, тут все упало. Вроде бы этого никогда не было, но опять произошло. По Черномырдину. И смотрите, что не удалось сделать. Мы говорили о том, что нужны вливания инвестиций в клубное телевидение, в соц. медиа. Это было просто главной темой беседы. Было четко сказано, и за что я благодарен руководителю, что он высушил все аргументы, он нас внимательно высушил, ну, не он, а она, Ольга Юрьевна. И было сказано, ноль рублей, ноль копеек. Я сейчас занята тем, что я воюю с РЖД, нам надо что-то делать, что делать непонятно, надо фиксировать контракты футболистов на вот таких условиях, фиксировать по рублю. В общем, была такая, не то чтобы растерянность, была такая ситуация, что сказали ноль. В общем, история такая, я не хотел бы снимать с себя ответственность, потому что, на мой взгляд, мы должны были сделать в два раза больше, в два раза лучше. Многие вещи не произошли в этот период. Я говорю о 14-15, ну, об этом периоде. Планировала ли она... Эту тему, эту тему, я ни с кем не обсуждал, то есть, я принял просто как исполнитель, что у нас ноль рублей, вот теми же людьми мы будем работать. С болельщиками она что-то планировала делать или ее устраивало все, что происходило на трибунах, или она думала, что это все само собой пройдет? Что-то... Тебя-то наверняка касалось, потому что болельщики это непосредственно и потребители твоего, твоей продукции, и они, мягко говоря, не очень любили. Я посчитал, посчитал по головам болельщиков на матче с Мордовией. На матче с Уралом их считал. Это был ужас, да, было очень мало людей, но Костя, конечно, очень мудрый человек, он мне сказал такую вещь, говорит, Андрей, у меня очень хорошее настроение, ты понимаешь, что хуже не будет, а будет только лучше, друг мой. Я говорю, точно, Костя, смотря как на ситуацию посмотреть, вот я это огорчился. Так, конечно же, круто, вот наш первый матч там, вот никого здесь нет. Я помню, мы это с ним обсуждали, очень цинично. Но первые были какие предложения? Конечно, кейтеринг, потому что какая-то была беда с этим. Я вам скажу так, что эту проблему мы сейчас решаем о Варисе. Дело в том, что все стадионы на Кипре муниципальные, то есть будь ты самый крутой владелец клуба здесь, ты на стадионе не хозяин. На хозяине, хозяином всех стадионов на Кипре является муниципалитет, и они там торгуют своими пюрошками, газировкой и отказываются делать шашлыки, еще что-то вкусненькое, они все-таки отказываются делать. ты идешь за километры от этого стадиона, и здесь такая кухня, что тут только разжиреть разве что окончательно. Повторюсь, я это, я в нормальной форме, просто последняя неделя меня, как сказать, праздновали. Я позволил лишнего все семь дней, которые были здесь. И Костя говорил совершенно правильную вещь. Он говорит, как инъекция, как срочные меры какие-то. Давайте сделаем полевую кухню. Контакты у него были, то есть, Динамо это делала, полевая кухня, вот они там делали Льва Лещенко, но Лев Лещенко нам был не нужен, но история с полевой кухней, с какими-то шашлыками, с каким-то кейтерингом, не с этой булкой, да, мы пытались это сделать. Я уже не помню, появился какой-то шашлык, еще что-то, но проблему кардинально решать не удавалось. Кардинально она была решена только при Геркусе, когда он очень классное решение придумал, чтобы футраки бесплатно заезжали и торговали, чем они хотят. Вот это было клевое решение, что просто, просто пустить людей заработать немного, но они нам решат все проблемы, мы этим вообще заниматься не будем. Вот это было, как сказать, смелое, клевое решение. Вот там же были какие-то свои интересы, я не знаю, мы эту проблему не решили в течение краткосрочного периода. Но меня пытались, пытались менять, пытались менять питание, Ольга Юрьевна очень переживала на эту тему, почему, жалуются, что на всех стадионах Европы едят хот-доги, может тут нас хот-дог не такой, и я, конечно, вот тоже очень классный момент, спасибо ей за это, всю жизнь буду вспоминать. Итак, история 21+, да, 21+, про булки, про булки, про хот-доги, значит, девочки могут не слушать, ужасная история. Значит, меня приглашают в кабинет Ольги Юрьевны, что я там вижу? Мы там, некоторые руководители клуба сидят, и теплые хот-доги, булки, всякая еда такая. И она говорит, сегодня день дегустации, Андрей, давай, садись, вот, значит, экземпляр 1, экземпляр 2, экземпляр 3, мы решим эту проблему, хватит, пора решать эту проблему, значит, действительно, я думаю, что плохие хот-доги, сейчас мы это все решим, давай, поехали. И она говорит, поехали. И мы начинаем по очереди есть все эти булки, значит. И я, видимо, переборщил, я одну съел, вторую сосиску какую-то, еще чего-то, ел, ел, мы разговаривали, обсуждали, я плюсики ставил, какая мне булка понравилась больше. Научный подход. Ох. Ну, я вышел из кабинета, и охранник, там охрана была, он говорит, ну, что, как, я говорю, переел. Он говорит, ну, отчитывай 40 минут, 40 минут отчитывай, посмотришь, что будет. А я, я реально пережрал, я просто не остановился, и вот у меня, я идут в коридор, и думал, елки-палки, прям до боли, то есть я ел-ел, весь этот хлеб, весь этот горчица, все эти сосиски, тоже такое проклятие с этими сосисками. Ну, самое смешное, что через 40 минут мне стало плохо, я провел некоторое время возле унитаза, на минус первом этаже, или где-то там, на первом этаже. Но, я честно выполнил свой долг, я оценил, какая булка самая хорошая, она, эта булка совпала по предпочтениям, Ольге Юрьевне, мне она тоже понравилась, и вот мы выставили новую какую-то там булку, которая стала лучше, чем предыдущая. Но, ее я всегда буду вспоминать нехорошими словами, потому что, в таких экзерсисах, я надеюсь, участвовал в первый и последний раз. Но охранник четко угадал, то есть, я посмотрел на часы, когда это все началось, четко, через 40 минут, я не знаю, что это было, но организм отреагировал, что, братан, ты перестарался. Возможно, охранник был первым дегустатором до тебя, может быть, ты был-то лишь второй. Я не знаю, я не помню, как его зовут, надо бы спросить, откуда вы знали, что именно через 40 минут, а не через 45, просто интересно. Ну, как ни странно, смена булки особо много народу интрибута не привела, и последний матч Ольги Юрьевны стал антирекордом по посещаемости локомотива. Что вообще... Не-не-не, Тим, такого быть не может. Это ты про сезон 16-17? 16-17? А, ну да, она была... Там еще пару матчей, да, она провела. последний матч 15-16, когда играли с Мордовией, и там тысячи две, наверное, болельщиков, две с половиной пришло, когда Рифат еще свой гол забил. гениальный гол Бара, Бара ему выдал через Центральную ось, а Жамаледдин его забил. Я не согласен, в этот момент была какая-то посещаемость. Самое ужасное время это именно так, что это после Кучука, потому что там ведь была история, что поднялись цены на билеты. Там апатия жесточайшая. Вот после Кучука, это и моя история много раз рассказывала, что меня прям жесточайшая апатия накрыла, и я тот сезон просто на Автопилоте уже дорабатывал, мы там какие-то ролики пилили, но интерес ко всему происходящему был на Леоне, несмотря на то, что в этот год мы кубок взяли в итоге, кубок России, я на него даже ездил на финал. И я тут. Что? И ты ездил? И я тоже ездил. Ничего себе. Ну, давай, поговорим про переходный период между Ольгой Юрьевной и Смородской, между Геркосом, как это все было, как вы узнали, какие настроения бродили, потому что там много всевозможных разных слухов ходило о том, что все, все теперь. И наоборот, там же еще руководство РЖД сменилось в тот момент. Короче, как вы все это встречали? Ну, ребята в пресс-службе все поняли, все все поняли, по какому, по какой причине. Я взял отпуск, он начинался в июне и длился 22 дня. Зачем мне были эти 22 дня? Мне позвонили из советского спорта и сказали, Андрей, вот ты франкофон, у тебя французский язык, мы без тебя на Евро 2016 работать не хотим. Поедешь в группе с Дзичковским, Локаловым и кто-то там еще. приехал. Я говорю, ребят, слушайте, ну это такой прощальный матч, интересно было бы спустя столько времени получить предложение из родной редакции. Я пошел к Ирине и говорю, Ольга Юрьевна, это было бы, это странно вообще, вот отпуск такой, что всегда и вызвать из этого отпуска могут и прочее. Но вот я хочу этот отпуск провести не на пляже, не где-то там в походе, а я хочу поехать и отработать в последний турнир в качестве журналиста. Мне вот Франция, это моя, ну такая, моя любимая страна после Португалии, вот, и мне хочется там побывать очень. И она говорит, да, да, поезжай, каждый волен выбирать себе отпуск по своему нраву. То, что ты говоришь, я уважаю, молодец, я с удовольствием почитаю твои статьи из Франции. Вот, а ожидалось довольно-таки продолжительное, и продолжительное выпуски, из-за того, что Евро всегда у команды выпуска будет, что-то не 45 дней. И планировалось так, что Новый июнь будет мертвый. Я думаю, он как раз и поработал. Есть ли влиятельные фанаты в соцсетях, за которыми следили в клубе в твое время? Рубашка Кикнадзе спрашивает, есть ли у Локомотива влиятельные фанаты в социальных сетях, за которыми следили в клубе в твое время? Влиятельные какие-то болельщики, за которыми вы в социальных сетях следили? Самый из них выдающийся это Арсений Пеганов. Мы начинали утро с него и вечер заканчивали. Там он так жестко проходился по каждому, обсуждал, в общем, по маме нас посылал. Но нет, я не скажу, что мы прям так следили. Конечно, мы делились, что этот написал, прикольно там, но не придавалось этому такое значение, что за кем-то следили или еще чего-то. Я быстро с этим разобрался. Были какие-то фантомные боли, ну, видимо, при предыдущей пресс-службе не сладко было, на самом деле. Я могу догадаться, что что-то там было такое. Но мне это удалось все просто убрать. Там кто-то мне говорит, вот там... Ну, неважно. Некоторые истории не могу рассказать, что вот этот там плохой, его надо уволить из клуба, он там пишет в мессенджерах чего-то. Давай, его надо убрать. Ну, я иду к Ольге Юрьевне и говорю, если еще раз мне кто-то скажет, что там кто-то что-то пишет, то давайте вообще разберемся. Я хочу с этими людьми работать. На тот момент, как сказать, я не сомневался в том, что, ну, все это выдумки какие-то, да. Все, она брала мою сторону. Но я наживал себе, скажем так, неприятелей, то, что я за кого-то защищаю. Фамилии не буду называть, они знают. Вот. Было такое. Было, что, как сказать, следили за мнениями тех, других, делились, но это не носилось систематического характера. Доносов и докладов Ольги Юрьевне про то, что кто-то там что-то написал, не носили. Единственная была реакция, а, ну, это такая личная история, ну, что Паша Новиков, значит, что якобы пишет Паша Новиков много глупостей в этом гостевых. Я позвонил Паше Новикову, и вот просто дурак, я говорю, Паш, заканчивай там писать, ну, взрослые люди, мы вам уже с тобой сколько лет, хватит, он говорит, кто тебе это сказал? Я говорю, сказали, что ты пишешь, что-то под каким-то там ником, что они тебя знают, просят это прекратить. А я считал, Паш, я очень его уважаю как профессионал, это действительно профессиональный. Порядочный. Один из своих предшественников на посту Рассетта Шелокомотива. Да, он очень хороший, и профессионал, и парень хороший, он такой, может быть, спыльчивый, но у него добрая, порядочная натура. И я ему вот по доброте душевной просто позвонил и забыл, что он спыльчивый. Я говорю, хватит писать там, вот. И он так разошелся, да кто тебе это сказал, что я там что-то пишу? Да идите вы, все нахрен. А я смотрю, ты любишь людей по телефону выводить, то Робинера, то Новикова. Ну, в общем, короче говоря, он разозлился, вот за ним, может быть, кто-то там следил, не знаю, я не знаю, по каким никому он писал. Но это все, вот к этому относился и тогда как-то, несерьезно. Сейчас мне вообще это смешно вспоминать, но кто-то что-то там пишет. Блин, главное, чтобы вот не было истории как с Красножаном, а все остальное, что хотите, ребят, давайте это... Давай вернемся к истории про отпуск во Франции. и вот, и в общем мне поступил звонок от одного человека, чтобы я никуда не ехал. Вот, я не поехал во Францию, было там 4 дня, 4 дня всего лишь, побывал на трех матчах, но я вернулся в Москву, потому что, ну, все, была команда дана, чтобы готовились к смене руководства, никто об этом не писал, Спортэкспресс написал спустя недели три об этом, вот, а мы это все знали, уже нигде это не вышло, так что пресс-служба, когда вот рассказывают, там, вот, сливают еще что-то, знали, человек 20, 15-20 точно знали, что будет, никто нигде не... Но процесс, процесс ухода Геркуса и прихода Кикнадзе проходил не так безболезненно, прямо скажем. Там, сливали со всех сторон все, что только вообще возможно, и мочили друг друга все стороны. В моем случае, в моем случае, мне сказали так, Ротенберг, Ротенберг сообщил... Вот, и значит, из ВХР кто-то из Ротенбергов, я просто неплохо разбираюсь в хоккейных Ротенбергах, сообщил Спортэкспрессу, я знаю автора этого, что вот, грядет... Причем, заметка была, не была названа Геркуса, было так сформулировано, что идут люди, которые знают, они опытные, хорошие, и знают спорт хорошо. Вот так сформулировано. И я скажу такую вещь, что, конечно, исход вот той команды вообще полный треш, конечно, был. То есть, ушли, не знаю, ну там очень много людей ушло. Я для себя решил такую вещь, что я ни с кем эту тему не обсуждаю, что Ольга Юрьевна мне сказала, останься, она мне что-то сказала, он говорит, ты останься, тебя оценят по достоинству, ты профессионал, обо мне не вспоминай, просто останься и все. Притом, некоторые люди говорили, не, я без Ольги Юрьевны здесь не буду, все ушли. Даже из моей, так сказать, из моего отдела один человек позвонил мне и сказал, может, я уйду с Ольгой Юрьевной. Но, может быть, лучше бы он и ушел, но мне хотелось, чтобы он остался и работал в локоманте. Зависы тайны. Как Геркуса встретил, как что-нибудь знал о нем вообще, как он тебе показался на первый взгляд и вот эта вот история про то, что он первым делом пошел на трибуну к болельщикам на юг, это тоже как-то было все согласовано, лично его идея, что это было? Илья Леонидовича я знал по телефонным разговорам, буквально 2-3 каких-то у нас было, он занимался Лигой ТВ, я ему звонил, просто уточнили какие-то вещи, он мне предложил дружить на Фейсбуке, когда-то давно там, вот, тоже, кстати, интересно, что когда уходила команда Ольги Юрьевны и Мариана Михайловна Сухорукова, она мне говорит, ну вы же с Геркусом друзья? Я говорю, да и нет. Он говорит, да не, ну как-то, вы же с ним друзья, у вас все будет нормально. Я думаю, какие мы друзья? Потом выяснилось, что вот как раз кто-то там следил, кто у меня друзья, там всякие, в Фейсбуке много всяких друзей, которых я не знаю, и выяснилось, что кто-то говорит, ну так друзья, и все начали в Кубе говорить, да, Бадров остается, потому что они же с Геркусом друзья. Я его увидел впервые, когда он пришел знакомиться, приехал, зашел в мой кабинет, мы с ним немножко поговорили, мы сидели рядом с Петровичем, Вадимом Петровичем Коротком, он прямо вот к нам пришел, к нему зашел, потом ко мне, вот, то, что он появился на трибуне, я с ним вот ни одного рукопожатия до этого, я его видел на трибуне, прямо вот так вот, я сейчас смотрю, и Юг, как сейчас помню, он оперся о стену, и стоял со своим другом, Виноградов его фамилия, или как-то так, какой-то такой довольно-таки экспрессивный, локомотивский персонаж, вот, это он его привел, ну, что сказать, это было хорошее, правильное решение, потому что клубу предстояло, да, спасать и наращивать аудиторию, вел он себя, в общем-то, правильно, Илья Леонидович, очень хороший пиарщик, он, я с ним скажу, скажу прямо, да, то есть, все, что он говорил, все, что он предлагал, и все, о чем он мечтал, мне нравилось больше всего, за всю мою карьеру в футболе, то есть, мне было приятно с ним общаться, вот, на все эти темы, я почувствовал, что, ну, абсолютно, я с ним вот единомышленник, по всем его маркетинговым активностям, по всем, ну, все, что связано, все-таки, вот, и школа Зенита, она не прошла даром, в общем, вот, мне все понравилось, то, что мы обсуждали, я увидел, что, то, что я говорю, и о чем я говорю, тоже очень здорово, и был такой момент, ну, тоже, он как человек себя повел, нормально, я говорю, ну, получилось так, что, я помню, вот, вот, бывают такие случаи в жизни, ужасные, то есть, первый день Геркусу, первый день Геркусу, а я вот знаю, что у меня бабушка при смерти, ой, я как-то вот, ну, тяжело очень, это давалось, вот, я помню одну вещь, что я захожу в здание, через турникет, мне звонит папа, говорит это, я после этого ничего не помню, я просто помню, что я вошел в пресс-службу на диван, сел, и вот после этого ничего не помню, и кто-то мне принес какие-то таблетки, еще чего-то, и я понимаю, что вот у меня психика не справляется, то есть, я знаю, что вот как бы возможен такой исход, и вот это происходит в первый день работы Геркусу, я и так ночью не спал, ну, всякие дела были, и переживал я на эту тему, вот, но, я пошел к Илье Леонидовичу, говорю, Илья Леонидович, мы с вами договаривались, вот вчера, сегодня, там, вот такие-таки-то дела сделать, я говорю, только что бабушка умрала, просто ничего, ну, правда, ничего не соображаю, он говорит, да, Андрей, ничего страшного, замораживаем, типа, все наши разговоры, там, на день, на два, но мне хватило дня, то есть, я пришел в себя, все нормально, то есть, вот он, как бы, сразу же, ну, в такой ситуации оказывается, что, ну, он приходит из старой команды, фактически остался кто, ну, я, Щигалев, директор академии, ну, Фатахов еще, ну, так вот, руководитель, если сказать так, три человека, и вдруг, вот, как бы, чувак, который, как бы, отвечает за всю эту историю, он говорит, что, вот, бабушка умерла, что-то, я не могу работать, ну, то есть, я понимал, что это для него не самая приятная новость, но выдержать я не мог, эти оставшиеся рабочие деньги, просто, ну, не в состоянии был, вот, наш очень близкий человек к мне был, вот, и, ну, это так, о личном, но вот за два-три дня до этого, конечно, то, что я увидел в офисе, это просто трэш, все ушли, отсутствие людей, ага, ну, отсутствие людей, мне звонили из РЖД, люди, определенные, вот, и, фактически, я вот, ну, наверное, неправильно так говорить, потому что-то все-таки хаотичное, но я остался за старшего в клубе, вот, на пару суток, то есть, они мне звонили, и что-то говорили, при этом, ну, это был абсолютно покинутый офис, с которым, ну, как цель, была охрана, какие-то люди, сотрудники, и вообще полное непонимание, то есть, передачу власти, конечно, можно было бы сделать помягче, потому что не должны сотрудники видеть пустой офис, то есть, день или два было вот так, что, и мне позвонили люди из РЖД, я, я не очень понимаю, почему произошел такой исход, все так любили Ольгу Юрьевну, все так боялись каких-то изменений, или что, или всех подговорили уйти, ну, например, ребят, вот, я когда-то на Матч ТВ сказал, что когда-то вы, все, кто сказали что-то нехорошее про Игоря Геннадия Черевченко в тот день, вы все будете, так сказать, неправы, неправы чуть-чуть, что случилось, Игорь был в неведении, да, он не понимал, что будет происходить, Зауру Хапову позвонил Игорь Корнеев, тоже не самый вообще лучший момент он выбрал, и начал спрашивать, в какой методике работает Заур Хапов, хотя никого еще не назначили, президент там, Ольга Геннадия еще, да, почему не Черевченко позвонили, почему позвонили Зауру Хапову, вы начали спрашивать, по какой технологии вратарском он работает, зачем оказывать давление на уважаемого тирана, зачем это делает Игорь, с Игорем у меня всегда были хорошие отношения, и очень я его любил, как футболиста, я по возрасту помню его, он очень был классный, вот такая вот вещь, ну вот такая вот вещь, зачем Игорь звонит в клуб, где он еще не работает, окей, и узнал Игорь просто в последний буквально день, как все складывается, что команда Геркуса вынуждена, так сказать, работать с кандидатурой Курбана Бикинича-Бердеева, то есть это в принципе на старте конец для самого Геркуса, но это все. И команда ищет, что надо вести Семина или что-то еще, то есть Игорь понимает, что там такие переговоры такого уровня, с такими тренерами, что ему просто, ну нет шансов. Но есть последние дни, когда сет директоров тебе дают так называемый золотой парашют и отправляют в плавание. Мне тут пишут, я знаю, кто хотел уйти из твоих ребят с Ольгой Юрьевной. Вот кто это написал, неправильный вариант. Боюсь, что правильный вариант вас настолько шокирует, что лучше я это оставлю при себе, никому не расскажу. Честно, никто не знает. Вот. Методом перебора догадаются, если ты будешь на каждое отвечать. Да, они догадаются. Я ничего подтверждать не буду. Просто было сложно, что как бы понеслась такая вот, ну как сказать, я был сам на измене, как вот зэки говорят, да, это же зэковское выражение. Не люблю это дело, но вот употребляю грешен. Я не знал, что мне делать, я просто понимал, что я справлюсь со всеми этими задачами, если мне доверять, если у меня будет доверие руководства, если у меня будет та команда, которую я могу усилить и которую я смогу изменить условия. Ну, хотелось им, конечно, сделать зарплату побольше, потому что, ну, это заблуждение, что в футбольном клубе там у сотрудников, ну, скажем так, вот штатных, да, что у них там хорошие условия. Да, они были, честно говоря, ниже рынка чуть-чуть, скажем так. И при этом работали 24 на 7, гораздо менее адекватные условия. Ну, я имею в виду, что работа в футбольном клубе, как и работа, ты мне периодически написывал, работа в федерации, это работа, где ты должен быть фанатиком футбола, и часть зарплаты, это то, что ты приобщен к футболу, а деньги и все остальное, это уже второй план. При этом я, знаешь, вот где-то процентов на 20, вот именно вот так вот в процент, как Леонид Арнольдович Федун, я бы так это обозначил свою повинность, я бы хотел попокаяться, да, то есть где-то процентов на 20 я их перегружал, то есть я сам был трудоголиком, это неправильно еще раз говорю, и у меня не было возможностей, скажем так, добавить бюджетов извне, и мы шли по самому простому, примитивному пути, что мы сейчас здесь все сядем, и будем много работать, и так и происходило. Мне было не жалко, почему, потому что я судил по себе, вот мне в тот момент было там в районе 35, ну я не чувствовал усталости никакой, я думал про себя, ага, им там 23-22, они всегда успеют выпить погулять, они успевали, короче говоря, я понимаю, что организация труда могла бы быть несколько иной, но, подчеркну, для этого не было особых возможностей, на этапе вот 15-16-го годов, не было ее, и просто я думал, что вот мы вместе, и видно было, что отклик идет от болельщиков, потому что, вот ребят, я, казалось бы, пришел в сложный клуб, но на протяжении 14-го, 15-го, 16-го годов, ко мне постоянно, во всех городах, везде ко мне подходили болельщики, и говорили, спасибо, спасибо, нам так нравится, я был таким болельщиком, а? я был таким болельщиком, а ты мне тоже что-то в Ростове сказал, что-то мы с тобой познакомились, там, или в Азове в каком-то, да? Ну, это был Батайск, пригород, молодежка играла. Вот, потому что, ну, нам удавалось в этих условиях делать что-то новое, какие-то лица появились новые, узнаваемые, было видно, что мы отрабатываем каждый день, люди обратили внимание, что действительно мы их отвлекли от этих всех, Смородская-Юг, Юг-Смородская, то есть, кому это интересно, ну, просто кому это интересно, это надо просто в течение месяца-двух переключать, фокус на команду, есть много интересных героев, много у нас истории, Женя Алексеев у нас есть, сейчас мы его там запряжем, у нас 19-22 появилась история, потому что пришла целая делегация, когда мы с ними налажили отношения, включили диктофон, записывали, что если я буду врать, то они потом сообщат, где я врал, вот, поэтому я очень аккуратно разговаривал, аккуратнее, чем сейчас намного, вот, но мы сумели абсолютно точно, чтобы при службе было нормальное отношение, фигачил настолько фактически Арсений Пеганов, но и он, когда мы его пригласили куда-то, я не помню, форму показывали, новая презентация новой формы, формы Adidas, устраивал совместно с футбольным клубом, где-то там в депо, могу вот ошибиться, и мы пригласили Арсения Пеганова, и какой же он оказался лапочкой, вот это все, твою мать, иди вон из клуба, гандоны там, золотая молодежь, вот это все я читал, и вдруг оказывается, что это он милый, такой пушистый, хороший парень, которого хочется приобнять, поговорить с ним, он еще и кулинарный канал ведет с недавних пор, я делал дважды какие-то блюда, под его, так сказать, я подписан на него в инстаграме, и что-то он такое делал, вкусненькое, и хорошо снимает, кстати, и я пару раз что-то готовил моего рецепта, вот, и мы с ним так пообщались, он говорит, вы такие тоже хорошие, сейчас извини, тут снова люди, спасибо за стрим, слушать очень интересно, не кажется ли Андрею, что Ольга Смородская, своего рода Гайдар для локомотива, а после уже было легче делать то, что делал Геркус, благодаря ОЮ, Григорий Баженов отправляет 500 рублей и говорит, спасибо за стрим, слушать очень интересно, не кажется ли Андрею, что Ольга Смородская, своего рода Гайдар для локомотива, а после уже было легче делать то, что делал Геркус, благодаря Ольге Юрьевне? Да, ну, в общем-то, это очевидно, то, о чем говорит Георгий, или Григорий Баженов, Григорий, Григорий прав, прав ты во многом, или вы правы, Григорий, во многом, но я скажу такую вещь, что, еще раз говорю, вот, ребят, я беру свой период, когда я появился в 2014 году, Ольга Юрьевна сидела реально с бюджетом и пыталась понять, как утрясти эти контракты, когда большие в локомотиве были, это очень большие деньги, очень, очень, особенно по нынешним временам, это просто огромные деньги, и вдруг эти деньги, обращаются, так сказать, из-за падения курса рубля, не пойми во что, и вот они это утрясают, и утрясти клуб самостоятельно это не может, делают они это с РЖД, и так получилось, что, приведя аргументы, все взвесив, обговорив, руководитель нас высушил, повторюсь, было сказано, ноль рублей, ноль копеек, и вот с таким вот ноль рублей, ноль копеек, мы пошли в путь, и мы делали то, что возможно, в рамках бюджета, бюджет 2015 года, ничем не отличался для моего департамента, от 2014 года, это о чем-то говорит, говорит, Далее, маркетинг, я считаю, что ребята могли бы работать лучше, то есть отдел маркетинга, он выглядел довольно-таки, ну, как сказать правильно, при Ольге Юрьевне, да, там были молодые ребята, хорошие, которые потом себя и проявили, и Саша Корегин там был, они несколько были как-то демотивированы, или выгорание, вот такие есть термины, но ощущение лично у меня, что к концу правления Ольги Юрьевны отдел маркетинга уже по большому счету был особо не нужен, потому что мало кто, что вообще хотел покупать, вот именно, ладно, ходить мы еще будем, ходить смотреть мы еще будем смотреть, но какую-то вот такую личную вовлеченность, это ну, ты какого гения не поставь. Я скажу так, что там были, там были ребята интересные, с тем же Сашей Корегином, я пытаюсь сейчас работать, и он делал проект для РБ, интересные, сильные проекты, но они себя не реализовывали, я говорю об этом так мягко и любя, потому что, ну, и они обо мне могут сказать то же самое, в общем, этот этап, он был, в этом плане, довольно-таки скромным, скромно мы себя подавали, могли смелее, могло быть все это интереснее. окей, и поэтому, когда Геркус пришел, конечно, с этим опытом, и с людьми, которых он привел, значит, эти люди имели определенную репутацию, определенные навыки, они полностью соответствовали современному футбольному клубу, поэтому, в общем, все было правильно сделано Леонидовичем в этом плане. Тут отмечу, что у меня есть два разного Геркуса, я как бы открыто об этом всегда говорил, есть для меня лично, есть ранний Илья Леонидович Геркус, есть поздний Илья Леонидович Геркус. Вот ранний Илья Леонидович Геркус, это, так сказать, мои мечты, мои тоже какие-то фантазии, маркетинговые, это мой футбол, мое понимание, вся эта история. Поздний Илья Леонидович, ну, не хотел бы его сравнивать с Брежневым, Леонидом Ильичем, но то, что происходило в последние месяцы, его работа, ну, это действительно заблуждение Центрального комитета партии Советского Союза начала 80-х, то есть, все что-то ждали, и фактически это была история про какие-то живые трупы, ну, в известном понимании. Мне этот период неприятно вспоминать, при этом команда подарила нам всем чемпионство, это было чудо. Ну, про чемпионство там еще поговорим, про, я так понимаю, что ты имеешь в виду последние месяцы именно твоей работе, да, то есть, Геркуш, 18-й год, Геркуш, я еще на полгода пережил. Ну, не на полгода, на пять месяцев, и просто это все, вот эти последние месяцы его работы, на последний год, я считаю, что это все было очень грустно. Поговорим об этом, обязательно давай. Сейчас у нас на повестке дня июль-август 2016 года, перестройка в Локомотиве, Черевченко ушел, ставят вроде как Пашинина, Пашинин вроде как не хочет. что вообще происходило, кто управлял командой и что в этот момент в клубе было? Я очень хорошо запомнил этот день, в общем, и один, и другой, когда там у меня были в семье вот такие там события, что хоронили бабушку, значит, потом мне звонят и говорят, Олег Алексеевич упал на базе с дивана, вызвали скорую, увезли. Я ему звоню, он мне не отвечает. При этом я скажу такую вещь. Возможно, это впервые прозвучит. Когда меня Илья Леонидович спросил, как у человека, который остался в клубе от всей этой предыдущей бригады, Марат, он еще плохо знал. Это Марат сейчас с ним как-то ходит, мне рассказывают, что они чуть ли не это, не до этого выступают на рынке футбольном. Ну, я очень рад за них. Никогда бы не подумал, потому что они такие разные, разные люди очень окажутся. Странно, что они совпали. Но в этом вся прелесть может быть. Ну, неважно. Щиголев, а, и был задан вопрос, что я думал об этой ситуации. Я говорю, вот я все, что видел, мы должны просто лечь костьми и сделать все возможное, чтобы Олег Алексеевич Пашинин стал главным тренером. что с ним произошло, скорая, нескорая, но он действительно оказался в больнице и никогда мы с Олегом Алексеевичем об этом подробно не говорили. Я жутко расстроился, потому что я поехал на базу специально, я с ним присел, говорю, Олег Алексеевич, мы сделаем все возможное, чтобы вы были утверждены главным тренером. Пожалуйста, давайте, в общем, настраивайтесь на это. Сейчас будут еще беседы, все будет нормально. Но это было наивно. Это существовало дня, не знаю, 3-4, наверное, с Олегом Алексеевичем, потому что такие пошли слухи, такие переговоры начались, что, ну, понятно, что мы все стали очень маленькими людьми в этой истории. И Геркус был, в общем-то, человеком в данном случае без решающего слова, как мне кажется. И Олег Алексеевич уже не играл никакой роли, ну, потому что когда Бердеев вышел на авансцену, ребят, это просто каток по тем временам. Там Костя Сарсания прицепом, ну, все, это как бы с Костей мы прекрасно общались, царствие небесное ему. Очень хорошо мне всегда и помогало, и всегда с ним было очень приятно. Но я понимал, что Костя Сарсания все эти люди, это каток, это под большие бюджеты, под большие цели, они не остановятся ни перед чем. И с большим собственным штатом людей, которые приходят. Да, 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 то есть, стало понятно, что, в общем-то, Илье Леонидовичу вообще стоит ли кого-то приглашать из Ленинграда или не надо. Вот. Это как сейчас Владимир Леончик, наверное, можно так сравнить, что был бы Геркус. Ну, типа того. Но по усталу в тот момент Геркус был, ну, там такие полномочия широкие, понимаете, это все осталось от Ольги Юрьевны, от Лепатовых, Наумовых. В общем, это были большие полномочия. И что происходит? Конечно, когда мне за пару дней Андрей Березняк, это вот соратник Илья Леонидовича, Илья Леонидович, мы так сели, они говорят, Андрей любил Илья Леонидовича навести интриги, пауза такая, вздыхает. Андрей руки кладет так чуть-чуть на животик и говорит, Андрей, очки, так с ним было приятно, такой он очень был милый человек. Говорит, у нас будет новый тренер и вы его очень хорошо знаете. И я помню, у меня прям мозг взорвал. И понимаете, ребята, это был такой выход, потому что мы решали все проблемы, что болельщики придут, что можно строить из этого, ну, всевозможные интересные истории. С Павычем я все эти годы общался, и вот когда я принял предложение Ольги Юрьевны, я не только с Дудем созванивался, который говорил, чтобы я не смел туда идти, я созвонился с Юрем Павловичем, и он сказал, Андрей, я очень рад, что ты пойдешь в локомотив, потому что я тебя, ну, в общем, прозвучали приятные слова, я тебя знаю, как профессионалы, ты справишься, но у меня одна просьба, не надо обо мне говорить ничего неплохого, нехорошего, и, пожалуйста, поддержи Владимира Петровича Короткого, помогая ему, и Малашкова Анатолий Егорович, вот два человека, которым ты, пожалуйста, помогай, передавай сейчас от меня им привет, обо мне никаких слов не надо, вот, и потом мне что удалось, это я себе не в заслугу, прям я, я, не ставлю, но я разговаривал с Ольгой Юрьевной пару раз, я говорю, слушайте, у нас с Юрем Павловичем какая-то вообще нереальная история происходит, мы должны его чествовать, приглашать, любить, обнимать, да, там, пути разошлись, но, как вы там, что отвечал Ольга Юрьевна, он говорит, Андрей, Юрий Павлович, самый титулованный тренер локомотива, самый успешный, другой такой легенды нет, я не знаю, почему вы этого не делаете, идите и делайте это, я выхожу, думаю, что было для меня, почему вычеркивали Семина из программок, там, еще там что-то, кто этим занимался, если я, сам человек, нет, если я, Ольга Юрьевна, Ольга Юрьевна, мы выглядим диковато с этой всей историей, что мы там с Семином как-то не дружим, что что-то не так, она меня послушала, она сказала, ну, просто вот такие вещи, основополагающие, что это самый-самый тренер, и все это очевидно, и все это понятно, и вот таким, как сказать, такой у нее голос фактурный, он говорит, так идите и делайте это, я помню, что мы отправляли ЛОК-ТВ Ольге Юрьевне, делали репортаж об этом, какой-то там, а, он пожелал нам удачи перед Кубком 2015, потом я с ним созваниваюсь, что-то мы там с ним, в общем, в общем, короче говоря, контакт был абсолютно нормальный, Юрий Павлович реагировал на это спокойно, нормально, он был на, на должности в Мордовии, и такой тоже момент, ну, поймите правильно, все-таки у человека одна психология, когда он занят любимой работой, горит ей, да, другое дело, когда у него перерыв там какой-нибудь, да, в работе, он немножко обозлен, расстроен, я по себе знаю, то есть, вот я с 99 года работаю, но ничего хуже в моей жизни не было, когда меня попросили за локомотив, вот эти полгода, то, что я там не работал, а там, так сказать, искал варианты, ну, вот для мужчины это, наверное, самое худшее время, я вообще тяжело это переживал, сейчас от этого и следа не осталось, но вот я помню, что Юрий Павлович когда-то я там как-то здесь доставал, ну, он так был скептически настроен, ну, после какой-то команды, там, после габалы какой-нибудь, ну, что-то такое, я помню, он так несколько был раздражен, а мы все-таки с ним начали взаимодействовать, когда он работал в Мордовии, и он совершенно нормально реагировал на звонки из клуба, он понимал, что это согласовано с Ольгой Юрьевной, и он совершенно нормально на это реагировал, потом интересный был эпизод, мы отмечали день рождения Ольги Юрьевны, и Владимир Петрович Коротков, он такой галантный человек, очень молодой, хоть и 41-го года рождения, красивый, умеет ухаживать, он женщину наливал шампанское, вот я помню, мы начали пить это шампанское, как-то вот он разливал, разливал, и мы нашли до такого состояния не очень хорошего, что вот Ольга Юрьевна подружка, Марианна Михайловна тоже подружка, можно сказать, вот все у нас весело, и Владимир Петрович, это мой одноклассник, ой, ну вообще, это не хорошая вещь, когда пьешь шампанское на работе, панибратство такое начинается, и начались разговоры про Семина, значит, и она говорит, Владимир Петрович, вы передаете Юрию Павловичу, что он самый лучший тренер здесь, самый лучший, и вы всегда можете, значит, это передать, значит, никаких проблем, ну вот не хватало только вот, чтобы дверь распахнулась, и чтобы Юрий Павлович вошел с букетами цветов, подарил их эти цветы, и сказал, Оля, с днем рождения, давай обнимемся, вот я бы не удивился, и один из тостов, Ольга Юрьевна, она вставала, говорит, так, тишина, сейчас мы будем поднимать тост за Николая Аксененко, и была речь, очень интересная, про то, какой вклад Николай Аксененко внес, в историю этого клуба, в историю стадиона, мы чокались, как бы, за, ну, его уже не было с нами, но мы чокались за, как сказать, за вклад, за то, что клуб вот так вот прекрасно живет и существует, и она вот, ну, со звездой у нас не получалось так, что эту тему я не комментирую, то есть, вот эта тема, почему звезда Николая Аксененко не на месте, это не тема клуба, не тема Смородска, и ничего говорить по этому поводу, я не собираюсь, вот, поэтому, в общем, отношения с болельщиками были вот такие, какие-то, совсем уж нехорошие, все было вот так вот внешне безобразно, обезображено, и мы еще, я помню, как бы на этой теме, в советском спорте, то есть, то есть, там кто-то, 118 или 116, давай на обложку, давай интервью, это из детского дома, женщина рыжая орала, Билич, там, Кучук, вот она на трибуне сидела, как ее, как ее, я забыл, Светла, Света, Света, она воспитатель в детском доме, она больше всех, и громче всех орала, Билич, там, или там, Павлюченко, я помню, она любила, нет, однажды она кричала, Зубко, выйди к людям, скажи людям правду, я думаю, что же она кричит, Зубко, я говорю, какой Зубко-то, а она говорит, Илья Зубко, а Илья Зубко, это журналист российской газеты, я ему позвонил, говорю, слушай, баба там, весь матч орет, что, чтобы ты вышел и сказал людям правду, в чем дело, он так смеялся, он говорит, да, там, я заметку написал, что Билича там хотят уволить или что-то там, какие-то нехорошие дела опять начались в локомотиве, а он говорит, один раз в году спешу про локомотив, и потом, вот, я Зубко, когда вижу, говорю, скажи людям правду, потому что на весь стадион звучало, в общем, короче говоря, в этой истории для меня есть две стороны медали, одна угрюмая, вот эта ужасная, крики, вопли, скандалы и неправильные какие-то действия со стороны клуба, невыберенные, да, непонятно, зачем это было сделано, с другой стороны, вот такие вещи, Андрей, а что ты здесь сидишь, идите и делайте контент про Семина, Андрей, какие проблемы, проблем я не вижу, то есть я думаю, это мне что кажется, что ли, или я придумал. Мы снова скатились в прошлое, давай поближе к золотому сезону, но пока еще 2016 год, Семин приходит, Семин более-менее там находит вдруг неожиданно в дубле, точнее, на Сапсан-арене, бегаю еще вокруг поля Фернандеша, приводит, кстати, Игорь Денисова с Борисом Ротенбергом, что про Игоря Денисова скажешь? Игорь Денисов, значит, у меня с ним знакомство было еще в каком-то там 2004-2005 году, потому что очень часто меня отправляли в Петербург на игры Зенита, мы были вечно недоволены нашим корреспондентским пунктом в Петербурге, в общем, я очень много матчей Зенита посетил, со всеми там передружился, сдружился, многих знал ветеранов ленинградского футбола, вот, помню даже Геркуса на утро в отеле, вместе с фанатами Зенита. А говорил, не видел его. Ну, еще раз говорю, пару рукопожатий у нас каких-то, может быть, и было, мы с ним никогда не общались, до этого, только по телефону. Я его видел со стороны, я не знал, кто он такой вообще. Вот, Дима Манкина, я знал лучше намного, коммерческого директора Зенита, мы не важны. И там, Гарик, конечно, вел себя так, что, да не надо ко мне подходить, я ничего не скажу, да нет, не буду я ни с кем общаться, в общем, так, очень жестко, жестко все. Когда Игоря, мы подписывали, Игорь Леонидович меня пригласил в кабинет, посидели, поговорили на троих. И, что меня удивило, я же, ну, я напугался, что Игорь Денисов у нас, я думаю, он сейчас там запретит интервью давать, будет какая-нибудь эта история про то, что мы закроемся. В команде, когда есть такие течения, когда футболисты там сами решают, что давайте будем там общаться, давайте-ка молодые хватит там базарить, давайте-ка поменьше интервью, побольше тренировок. Есть такая когорта старых проверенных людей, которые это делают. и медиа-клубы от этого страдают, и, в общем, это никому не нужно, в самом деле. Вот. И вдруг я увидел так, что Игорь, он сам что-то говорит, он сам хочет что-то сказать, он хочет сам донести, что все будет здорово, классно, он тут же идет, тут же, вот я просто в течение минут 50, я даже не понял, как это произошло, смотрю, он дает интервью ОКТВ, и он там говорит такие слова, ну, такую обложку, что я обещаю, что все будет здесь, что скандалов не будет. В общем, очень-очень такие дерзкие фразы для, скажем так, для крупных ресурсов. Мы это все даем, потому что это страшно интересно. Цитируем. То есть это была прям его инициатива, потому что выглядело, вот прям те слова, которые хотелось услышать от Денисова, приходящего в локомотив, было сказано в первый же день, собственно, когда представляли Игоря Денисова. Это было очень круто. Он сам, он сам, он сам стал феерить, потом у нас была контрольная игра с кем-то в сентябре в начале. Я смотрю кучу журналистов, я вижу, что Игорь, мне он уже до этого там пару раз позвонил, мы говорили о команде, как все устроено, он меня поддержал, говорит, да, да, правильно. И главная речь такая у него, хорошая речь, будто бы он такой начитанный парень, он говорит без всяких междометий неприличных, он выверенно дает такие тезисы правильные, ну, вот правда, я так удивился, я же знал его много лет. А тут он мне сам, он меня, как сказать, наставляет фактически, я с этим согласен, и он говорит очень хорошие, правильные вещи, и они меня обнадеживают самого. И он обозначает некие проблемы, которые он увидел в команде, спрашивают моего мнения, потому что я, как сказать, с ними работаю уже не один год, и знаю их тоже, мы обмениваемся этим мнениями. Вот, и вдруг такое событие, что какой-то контрольный матч на запасном поле локомотива, и в раздевалке остаются там пару футболистов тройку, один из них Игорь. Я так подсаживаюсь, и говорю, Игорь, там будет много журналистов, и ты знаешь, приехал Live News, приехало много кого, что думаешь? А он говорит, а ты что думаешь? Я говорю, я хочу, чтобы ты что-то сказал. Вот, если будут какие-то вопросы, уйдешь от них грамотно, ты взрослый парень, но если ты появишься сейчас, ну вот, это не только тебе плюс, прям клуб зауважает, все это будет так здорово, Игорь. Он выходит, там он видит Лешу Фомина, он, не любитель его, еще там кого-то увидит, почему фамилия знала. Одну силу, И он, и он пошел, и он... Подожди, подожди, О чем ты жалеешь больше всего за период работы в Локомотиве? Я тебя перебиваю, потому что там на стриме робот вопрос зачитывает. Вопрос зачитывает, он такой, о чем ты жалеешь больше всего за период работы в Локомотиве? Задает парикмахер Тима. Ой, а может еще раз задать? Тут столько переписок. Слушай, все воскресли. Все смотрят? Все смотрят? У меня очень много сообщений, и это... и их очень много. Ничего себе. Это у тебя такая аудитория, Тим? Ну, смотрят по количеству не очень много, но, видимо, они все со знаковыми именами в российском спорте. Вопрос. Бери ручку, все думают, что Айкос. Ни разу в жизни не держал в руках Айкос, это просто ручка, я ее схватил на нервной почве, я ее откинул. Еще раз вопрос, давайте ответим. О чем ты жалеешь больше всего за период работы в Локомотиве? Что ты сделал или что ты не сделал? Сложно сказать. Мне кажется, что если бы эта история повторилась сначала, я бы повторил все то же самое процентов на 80. Да, я знаю, что я хотел, просто объективно этого не могло случиться, то, что я там планировал и о чем мечталось. Но вот каких-то ошибок, за которые я себя бы корил именно в Локомотиве, я их сейчас припомнить не могу, каких-то таких роковых, что я буду всю жизнь жалеть об этом. Нет, все случилось, как случилось, хорошо, что было именно так, а не иначе. Единственное, жалко, что был период в советском спорте 13 лет, в Локомотиве 4, в РБ 4 года. И именно в Локомотиве это единственное моё место работы. Но я вот Спартак мини-футбольный еще могу упомянуть. Фонд развития футбола имени Черенкова Федора Федоровича и мини-футбольный клуб «Динамо Москва». Вот казалось бы, там 6-7 организаций, но именно в Локомотиве я столкнулся с... Ну, не скажу, что это нож в спину, но просто воткнули какую-то хрень. Вот. Было такое. Это случилось внутри моего подразделения. Расскажешь потом? Или это тайна? Нет. То есть этот человек очень любит рассказывать об этом. Много мне скидывали с кринов, как он об этом рассказывает, в узких чатах, о том, какая работа с моими сотрудниками, которым я верил, как их убитали, так сказать, меня как-нибудь подставить, как-нибудь меня огорчить и набрать на меня компроматы, хотя я вообще-то святой. Вот. Но об этом человеке, об этих его действиях я ничего не скажу никогда. Он должен быть спокойным, и пусть у него в карьере все будет замечательно. Вот. И я его простил. Ну, просто мне там неприятно, что именно в «Локомотиве» это случилось. Кто меня не подвел нигде, никогда, кроме него. Вернемся к тому, что ты рассказывал. Я, правда, после этой истории стал... Мои мысли ушли совершенно в другую сторону. На чем мы остановились? Мы говорили про Юрия Павловича, мы говорили про его начало. Если ты не вспомнишь, то можем пойти дальше. Ты там что-то рассказывал так увлеченным. А, ну, про Юрия Павловича, ребят, когда он приехал на «Мерседесе» прямо к базе, он вышел, он поздоровался, кто-то к нему вышел на встречу, а я стоял вообще в стороне. И вдруг он вторым действием, он так как-то отклонился, говорит, «Привет, Андрей!» То есть, он как-то на меня преагировал почему-то под номером 2, и я увидел, что теперь люди так, «Опа, ничего себе!» То есть, Юрий Павлович нашел кого, так сказать, стоящего в сторонке. А, вот, мне напоминает, о чем ты говорил, о том, что Гарик вышел к Фомину, которого он знал. И Гарик отработал это, вот, ему задавали всяких вопросов, и я просто помню, ну, это такой мой маленький восторг, моя маленькая победа. Все на меня вот так вот спялятся, потому что Гарик не давал ни одного интервью с 2003 года. И все так, а что это такое? И вдруг я, вот я, конечно, иногда пранкер, я говорю, ребят, я такое серьезное лицо сделал, так будет всегда, мы работаем. И я помню, что люди прямо вот искренне, они были поражены, что земля сошла с орбиты, буквально, понимаете, вот, но с Гариком все быстренько закончилось, мы с ним очень душевно общались, там все нормально, но был ноябрь или декабрь, очень было уже холодно, зима, и я договорился, что мы дадим большой интервью Спортэкспрессу, и с Мишей Прокопцом его, близким человеком мы это обсудили, и Гарри говорит, да, 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 я на базе, интервью такое, что, вот, конечно, там он жил, он жил в Новогорске, вот от Динамо осталось жилье, там, видимо, какой-то коттедж хороший, а мы в Баковке, ехать, ну, часа три, я смотрю по картам, ну, там три часа, все стоит просто мертвым, ну, мертвое все, интервью там часа через три-четыре со Спортэкспрессом, он решил около дома выдать, и был, вот, при старше Спартака нынешний, Дима Зеленов, он тогда работал в качестве обозревателя Спортэкспресса, он уже готовился ехать туда, в Новогорск, и ко мне поход, а я думаю, не дай бог, что-нибудь сорвется, нет, 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 я даже Гарику не напоминаю, и он сам видит меня, идет ко мне и говорит, Андрей, значит, я и так решил, мне ничего не надо, мне больше ничего и не от вас тоже не нужно, ничего мне не надо, никаких интервью, я вообще больше ничего в этом, я в этом не участвую, Гарик, а почему? Ну, он такой человек, надо знать Гарика, ты понял? Я говорю, да, пока, вот, и все, мы отменили это интервью, и больше у нас не было никаких с Гариком активностей, и я с большим удовольствием посмотрел вот эти подкасты, которые делали с Гариком, два, и с Сычевым, и еще какой-то, не могу сейчас припомнить. Делал Нобель, а был еще отдельный фильм Денисов сам про себя, точнее, ну, в общем, контора про Копца сделал, и он там тоже рассказывал про всякие вещи. То, что я посмотрел, то, что я увидел, меня согрело и порадовало, и мы с Гариком, я так понимаю, он сменил номер телефона, где-то еще год-два общались после этого прекрасного чемпионского сезона, ну, потом я чувствую, что-то отправлялось, с днем рождения поздравил, не прочитано, наверное, до сих пор, видимо, меняет номера, или что-то в этом роде, я его так сам не искал. Недавно, ну, тоже могу... А, еще последнее, с Гариком, вот я с папой играл в шахматы и, знаете, в детстве, и он всегда говорил, давай на время, не больше 10 минут, мы на время играем. Гарик в Хабаровске говорит, давай, типа, давно планировали, потому что я люблю шахматы, и Гарик любит шахматы, он в основном с Андрюхой, с массажистом играл в шахматы, а тут я на обратном пути из Хабаровска, это где выиграли, пенальцы забили на добивание. Вот, и мы летели, и реально час сорок, и он так мучительно играет, то есть он говорит, будем думать, сколько нужно. И час сорок мы играли, и сыграли в ничью с ним, вроде бы, сейчас я скажу, что я сдался, вот просто ничья, вот ничья, просто ничья, я говорю, Гарик, ты понимаешь, что ничья? Он говорит, нет, будем играть. Но, понимаете, уже час сорок прошло, кто-то там отвлек, что-то сказал, в туалет я сходил, вернулся, там что-то у меня спросили ребята, я сажусь и делаю ход какой-то идиотский, и он говорит, опа, нет, не ничья, я выиграл, ну там пешку я зевнул, или что-то неправильно, короля двинул, я говорю, ну Гарик, елки-палки, какой же ты упрямый, сумасшедший человек, но вот только с такими становятся чемпионами, и то, как он отработал в команде, это просто высший пилотаж, высший, Гарик просто красавчик, и не знаю, у меня к нему такое огромное уважение, ну вот как к футболисту, а вот с точки зрения медиа, он бы мог, конечно, по-другому себя позиционировать, но как получилось, так получилось, он от этого менее легендарным не стал, повторюсь, что для меня Денисов, Фарфан, Фернандеш и братья Мирончуки это основные игроки, которые сыграли ключевую роль, которые сыграли ключевую роль чемпионства. Про Денисова, он же стал тренером, он у Нобеля уже показывал свою команду, и он теперь активно играет в соревнованиях Московской Федерации футбола, Москва у Чилдернс Лиг, со своей командой, не очень успешно, насколько я знаю, но недавно засветился на КДК, потому что ему не очень понравилась судейская работа, и мы ему запретили на несколько месяцев вести футбольную деятельность. Ну, Денисов отлично, все, что он сказал про детский юношеский футбол, меня поразило, это было сильно, так что это... Кстати, вот у меня, видишь, какая идея возникла, я не знаю, может мне задонатить свою кипрскую медаль золотую на Казанку? Ничего себе! Вот смотри, смотри, как она выглядит. Вау! Я чемпион Кипра! Красава! В смысле, в смысле, ну да. Я готов, если Казанку вот завтра воссоздадут, вернут Жене Кириллову туда, я отдам золотую медаль, которую мне наградил президент Кипра, между прочим. Вот так вот я склонился, и он ее так-то и повесил, сказал, красавцы типа. Ну ты... Не знаю, такими вещами дорожить надо, это золото. Ладно, я пошутил, я пошутил. Но просто, честно говоря, все мы понимаем, что если вот кто-то медальками хвастается, рассказывает, что он чемпион, но это ненормальное состояние, потому что, ну, чемпионство это тренерский штаб, футболисты, массажисты, врачи, вот весь этот персонал вокруг команды, но все-таки давайте так говорить, что пресс-служба это то же самое по статусу, должно быть как там юристы, не знаю, повара, там разные специальности. Мы не готовим футболиста, его мышцы, мы не выходим на поле, и это просто, ну, мы просто коллектив, мы просто получаем медали как помощники, как единомышленники, но вот ключевую роль, как в советские времена давали только вот футболистам, которые 51% матчей сыграли, вот это мне чуть-чуть даже ближе, наверное, потому что, когда я увидел, что Спартак, Москва перед нами становился чемпионом, и вот бедные бабушки, всякие уборщицы в Тарасовке продавали эти медали, вот было грустно, потому что по 250 тысяч шла такая медаль, а в клубе говорили, блин, мы хотели сделать как лучше, но всех, но всех не будешь контролировать, и продавали реально спартаковские медали за 250 тысяч. На ВИТО были. Я, кстати, скажу такую вещь, однажды, вот просто еще последняя история на эту тему, чтобы никто не обижался на футболистов. Боря Ротенберг мне подарил майк. Я говорю, Боря, хочу твой майк. Хотя я не любитель, не собрал никогда и жалею об этом иногда. У меня есть там 20 майк, среди них Червук, Глушаков, Дзюба, ну там хватает людей, 25 может быть. И одна из них, Боря Ротенберга. Ну вот, хотелось мне Боря Ротенберга заполучить. Он провел матч, может быть, в Самаре, какой-то кубковый, что-то такое было, а я хотел потную майку, то есть я их не стираю, я их храню там в сумке специальной, не стираю майки такие. И он говорит, давай сядем поговорим. Я говорю, да, он говорит, поклянись мне, что ты никогда, никогда никому ее не отдашь. Я говорю, ну Боря, конечно, она останется у меня. Он говорит, точно? Ну и выяснилась такая история, что он очень расстроился, что мальчики, в том числе там на инвалидных колясках кто-то просили это и вдруг там молоток ру это появляется, Ротенберг. И он прочекал это все дело и выяснилось, что реально его майка ее продают, да, свежая причем. Поэтому вот если вы знаете случаи, когда футболисты вам отказывают в майках, ну я считаю, пожалуйста, отнеситесь к ним с пониманием, это непростая история. Вот я привел пример Боря Ротенберга. То есть футболисты? Медали из Спартака. Футболка Ротенберга в фонд возрождения Казанки не идет. Он ее сам воскресит, я думаю, Боря. Но мне говорят, что он там порядок навел, все хорошо. Ну я тоже это вижу. Отклики хорошие, что Боря очень заряжен, он заряжает коллектив, ребят, своей работой, своим отношением. Я в этом не сомневаюсь, потому что вот очень часто меня подкалывали, ну как там у вас Ротенберг там в основе? Ну я скажу так, для команды, для тимбилдинга и в принципе для глубины состава Боря был нормальный, обычный, подходящий и профессиональный футболист. Да, он без каких-то особенных талантов. Да, он больше всех работал в этой команде. И самое основное, что к нему футболисты и тренеры испытывали уважение не потому, что там фамилия, они видели, что это член команды, который справляется с нагрузками и с заданиями. Да, мы можем сказать, что он не выдающийся футболист, но без уничижения уж точно. Варисе бы заиграл? Думаю, что... Ну тут такая история, вот если честно сказать, Арис это не уровень Зенита, ЦСКА, Спартака, но это четвертое, пятое место было бы в России сейчас. Вот, чтобы вы понимали, ну многие люди тут тоже не понимают, что такое Кипр. Кипр это слабая школа местная, слабая сборная и всегда так будет, потому что здесь нет должной инфраструктуры для воспитания молодых футболистов, здесь отсутствуют технологии, как сюда не присылай, там немцев каких-нибудь, голландцев, чтобы они потренировались здесь детишек, все равно детишки будут такие, в общем сосиски чуть-чуть, но в лиге профессиональной вводятся денежки и там приезжают профессионалы, вот, и лига растет, в лиге появляется больше денежек и Хенти, он не только в локомотиве не потянул, он не потянул в пятой команде Аполлон Лимассоу, то есть его тут попросили, да, его тут попросили, потому что пока не тянет. Возвращаемся в сезон 16-17, у меня на самом деле есть две только темы, про которые хочется поговорить, и главное, это, наверное, взятие кубка 16-17, потому что это было очень яркое событие, но перед взятием кубка локомотив шел ни шатко, ни валко, и я слышал, слышал кулуарно такую историю, опять же, подтверди, опровергни, или просто скажи, возможно ли такое, или это просто абсолютный бред, такого быть не могло, что команда была не очень довольна тем, как она играет, и что не очень была довольна Юрием Павловичем Семеном, и образовалась некая группка из довольно влиятельных футболистов, которая после того, как Павлович давал некую установку, выходила и говорила, так, давайте играть теперь вот так вот, вот так вот, и вот так вот, и выходила, играла уже по-своему. Могло такое быть? Я считаю, что нет, всегда возможны такие, ну, как сказать, ребята-то опытные собрались, Денис Тарасов. Собственно, это были те люди, которые собирались. Виталий Денисов, это люди такого возраста и таких заслуг, и они все, ну, как сказать, говорливые, они довольно-таки, ну, они с мнением все, это не какие-то ребята без мнения. Там, допустим, Саша Куламетьев, он был скромным парнем, работящим, у него, допустим, не было таких качеств, но люди много говорили друг с другом, это хорошо, они могли что-то обсуждать, но, когда у тебя в штабе Пашинин, Васьков, установка такая, в общем, Батуренко, Семин, все все видят, все все делают, нет, нет, конечно, они могли разговаривать, но это не выглядело так, как ты это, может быть, так чуть-чуть невольно преподнес, это выглядело, что существуют определенные такой Игротский совет, это всегда как-то сбиваются, такой совет, кучу, понимаешь, что есть тут я, многие не поймут сейчас, я все-таки приведу пример, потому что много лет занимался московским Спартаком, как журналист, был такой момент, что Володя Быстров при Старкове, тренере, он очень плохо себя вел, хулиганил, вот как его приучили подворотни Питерской, очень плохо себя вел, вообще безобразие, матерился там, что-то хулиганил, а Старков стоит и молчит, он как бы так наблюдает за этим и копит информацию, как бы, я увидел, что Ковалевский, Егор Титов, Дима Оленичев, Юра Ковтун, ну, пять человек, опытных спартаковцев, они позвали Володю утром и сказали, Володя, если ты еще раз кого-то обидишь из персонала, если ты еще раз там крикни что-то и сделаешь это, то мы тебя уроем. И все, и Володя стал лучший друг. Но эту проблему решил не главный тренер, эту проблему решили ветераны. И в Локомотиве всегда вот так тоже там могли общаться, но то, что ты говоришь, нет, категорически нет, Юрий Павлович, главный тренер, он поставил эту игру, и я готов очень много рассказать именно про такие, про наблюдения тактического характера, как команду готовили на сборах, я даже знаю момент, когда я понял, что команда здорова и готова играть в нормальный футбол. Я именно про 16-17 год, когда у команды не очень получалось, то есть дальше понятно, но 16-17 разговоров слышал достаточно много про то, что Семеном недовольны, что как раз опытные футболисты не сильно горят желанием продолжать с ним работать. Фигня, фигня, но понимаете, какая может быть вещь, например, Гарик Денисов, он работал со спалетти, и он видит, что технология определенная у спалетти есть, которая соответствует современным нормам и которая дает эффект, что команда может играть так, как ставил спалетти Лига чемпионов с Зенитом, где они играли в такой шикарный футбол. А здесь другая история, что Юрий Павлович может быть консервативен, он что-то там не так дает, и Гарик Денисов, как капитан команды, на вопросы Ильи Леонидовича, своего ленинградского товарища, может, как сказать, ответить на вопросы, которые ставят ему президент клуба. Это и хорошо, и плохо такая связь, но то, что говорил Гарик, это священно, он капитан команды, и я считаю, что вклад огромен, но я полагаю, что он мог там какие-то комментарии по этому поводу отпускать. Как имя там распоряжался Илья Леонидович, это уже не мое дело, я об этом не знаю, единственное, что я знаю, что эту команду делал Юрий Павлович Семин, все, других у меня ответов нет. Вот, и взрослый игрок, состоявшийся, который выиграл в Еврокубке, чемпионство, или, в принципе, игрок, там, возраст которого приближается к 30, он уже окреп, и как мужчина, и как спортсмен, он все знает, все умеет, они имеют право сбиваться в группы, рассуждать о чем-то, ну, если что-то выливалось в общественное пространство, ну, и фиг с ним, это не столь существенно. Главное, что вот в феврале 17-го года были проведены такие сборы, что команда, я просто увидел, что она стала играть в футбол, прямо стала играть в футбол, я просто понял, что вот следующий сезон 17-17 это борьба за тройку, вот это я четко себе пометил. Можно ли сказать, что переломным вообще моментом во всей вот этой вот истории локомотивской нового времени стал финал кубка, который прошел в Сочи, что если бы мы не вышли в этот финал, что если бы мы его проиграли, что вся история вообще бы пошла бы по-другому, и вполне вероятно бы мы не увидели ни чемпионства, ни последующей Лиги чемпионов и все такое? Это вот в мемуарах Илья Леонидович расскажет, потому что это совершенно нормальная история. Ну, по ощущениям, да. Абсолютно нормальная история, что президент, спортивный директор могут, имеют все права и полномочия задумываться над тем, что может быть главный тренер. Я эти разговоры не комментирую, вот, я очень рад, что мы там выиграли кубок, все были искренни и абсолютно счастливы, и совершенно нормально, что всегда были варианты Б, абсолютно, я считаю, это нормально. А я здесь, извините, я здесь даже вообще не про то, что там Семина могли отставить, я сам всегда говорил о том, что, ну, у нормального руководителя клуба у тебя точно должны быть альтернативные варианты, чтобы тебе это не было сюрпризом. Я именно про формирование команды. А, ну, я просто как пример, вот Динамо, да, вариант Б, он опрашивался там еще в апреле, в марте, сих пор вариант Б не сработал. Кто страдает? Ну, что, а руководителях сейчас, ну, что, они под большим прессом, я думаю, им очень тяжело, тренеры открыто им отказывают, ну, потому что ситуация, сами понимаете, это не с Динамо связано. и что, что в этом хорошего? Ничего хорошего. Вот, поэтому Лео Леонидович, который там консультировался с кем-то, ездил там, Санчелотти встречался просто так, кстати, это было не по локомотиву, а задание Адюкова, говорится, Санчелотти. И мне почему-то доставалось от Юрия Павловича за это, что я тоже там это, Анчелотти хочу, тренеровый. Анчелотти у вас будет, вот Анчелотти спросишь, вот приедете на базу, а там Анчелотти, вот-вот он тебе интервью и даст. Блестящая пародия. У меня, кстати, многие на подкасте разговаривают голосом Юрия Семина. У тебя пока лучше всех получается. У меня было много ночных с ним разговоров. Ну, в общем, короче говоря так, с Юрием Павловичем, вот знаете, был такой момент, что когда меня убирали из клуба, это забегу вперед, чуть-чуть, Юрий Павлович, я ему позвонил, попрощался, вдруг он мне говорит такую фразу, вот это чуть-чуть, да, не расплакаться бы, он говорит, Андрей, прости меня по-православному, я иногда, знаешь, такое тебе говорил, а говорил всякую ерунду, ерунду, что там, я что-то там, человек с Мородской, потом что-то я там, ну, то есть он проверял, ему надо кого-нибудь атаковать, он отходчивый, но вот что-то ему не так, он что-то придумывает, начинает препираться, что-нибудь придумывает или звонит мне ночью, и мы с ним выясним отношения, было такое, но у нас с ним всегда были такие очень, очень теплые отношения, вот, и вот он мне в тот день говорит, знаешь, Андрей, там, прости меня по-православному, я вообще, тебе вот только с уважением, ты большой молодец, ты чемпион, мы с тобой выиграли чемпионство, и вот какие-то слова такие прозвучали, абсолютно закрывающие какие-то там инциденты, которые могли бы быть, да, да их и не было, вот, и он потом пошел на свет директоров и выступил, он говорит, а почему мне убирают, Андрей, вы же там его, так сказать, попытались вывести с руководящей должности, сделали пресс-старшей команды, уже там, в конце сезона, а вот, если он пресс-старшей команды, почему я здесь ничего не знаю, почему я здесь не решаю этот вопрос, он меня полностью устраивает, почему вы его убираете, объясните, что вы делаете, Юрий Павлович, вот представь себе, он воспринял, как сказать, мой уход, а мой уход, он был, ну, наверное, вот такой, не согласован, и такой, там, Виталька Денисова отдавали в аренду, Касаев тоже куда-то там уходил, ну, такие обычные процессы, а то, чего он не понял, это было связано со мной, и он, кстати, директоров, это только, как сказать, разозлило там участников, но Юрий Павлович вот пошел вот на такой шаг, что он начал спорить из-за меня, как бы, ну, в общем, спасибо ему за все, не знаю, что здесь добавить, вот, но мы с ним дискутировали очень часто, очень часто приходилось его уговаривать, что-то ему там не нравилось, но он действительно отходчивый, то есть, потом мы как бы о деле говорим, и все нормально, и вот яркий пример, это вот товарищи, господа решили, что я буду уговаривать Юрий Павловичу снять фильм про чемпионство, это было 5 апреля, и в принципе мы наняли стереотактик, они очень крутые ребята, просто, они, во-первых, дорогие, во-вторых, они крутые, что говорить, особенно по тем временам, и Леонидович совершенно резонно размышлял, что хоть мы не гарантировали себе на положение на 5 апреля фильм, но надо срочно его снимать, срочно, и прямо мы с Женей, это режиссер, девушка, по-моему, так ее зовут, мы поехали в Баковку, там еще были какие-то люди от продакшена этого, и мы садимся, он говорит, что приехали, что, ну, сразу такая стойка, агрессивная, я говорю, вот так и сяк, вот приехали люди, хотят снимать фильм, не надо мне никакого фильма, и вот мы с ним сидим полчаса, я им объясняю, что исторический момент может быть, но может и не быть, мы просто снимем фильм про команду, он говорит, нет, я знаю, зачем вы этот фильм хотите снимать, вы мне спугнете все наши успехи, вы все испортите, уходи, давай, все, не надо мне фильмов никаких, интервью возьмите, сейчас вот там, Farfant даст интервью, и что, зачем вам еще что-то нужно, вот, но, еще и форму заставят с белой сменить на зеленую, нет, я вот, да, я это вспомнил, кое-что, был такой фильм, Невозможный Бесков, не помню, кто режиссер, он выпуска 88-го года, про команду чемпионскую 87-го года, и режиссер с камерой, да, он был именно режиссер и камера, именно так, вот, они ходили за Бесковым на матч, например, Динамо Киев-Спартак, где 100 тысяч зрителей, они в раздевалку приходили, все снимали, они сняли все раздевалки, разговоры Буб, вот то, что мы видим сейчас, Бубнов спорит там с Мостовым, это, из этого фильма, Невозможный Бесков, эта картина была, ну, про чемпионство Спартака 87, я говорю, Юрий Павлович, это был аргумент, который сработал моментально, это вот мы, зачем мы припирались эти 20-25 минут, я не помню, девочка очень испугалась, говорит, ну, как же так, Юрий Павлович, мы же снимем фильм, а зачем мне ваш фильм, команда готовится, я говорю, девочку к Павловичу послали, совсем сумасшедшим, нет, я говорю, невозможный Бесков, я начинаю расходиться, вот как сейчас, я немного, может быть, говорливый, я начинаю ему описывать, как там Бесков разговаривал с Мыстовым, что там Мыстовым, ответил Бубнову, как это было красиво, что тренера показали, и раз, я смотрю, он так паник, слушает меня, потому что он видел этот фильм, ему было лет 40, там 42, когда он вышел, ну, нет, 41, там 42, и Павлович понял, о чем вообще речь идет, и вдруг он говорит, это вот, ну, многомиллионный бюджет этого фильма, и он так говорит, а, снимайте, вот, я не знаю, знаешь, что они начали снимать, вот, я даже такую формулировку использовал, почему, почему я понял, что фильм удался еще в апреле, а потому что я вхожу в раздевалку, Динамо, Локомотив, 04, или что-то такое было, химия, да, захожу в раздевалку, там команда еще, там, голая, ну, вот это все, пар, дым, все, без нижнего белья, я иду в комнату, где там массаж, еще что-то, и вдруг я вижу оператора, я, ну, первый выхватил оператора, я думаю, а что он снимает, и вдруг я вижу, что он снимает, как Игнатьеву, Владу, наш врач, Никита Корлицкий, зашивает голову пробитую, кровь прям вот такая свежая струится, все в крови, в бинтах, и Влад просто лежит спокойно, и тот ему зашивает голову и комментирует, говорит, ты понимаешь, в больницу везти не надо, надо зашивать всегда на месте, не будет рубца, если проходит 2-2,5 часа, то может быть рубец, но мы же хотим, чтобы Влад был красивым, и Влад смотрит телефон, при этом там, у него, значит, ему шьют голову, и оператор это снимает все из угла, я думаю, красавчик, то есть ты проник в раздевалку, мне не пришлось там никого упрашивать опять, то есть он сам туда вошел, и Юрий Павлович уже не обращался, не обращал внимания, что какие-то камеры в раздевалке, и вот мы всегда страдали из-за этого, потому что у Лока ТВ всегда были возможности и желания, они ребята креативные, они знали, как это сделать, мы бы поставили камеры, и гоупрошки сделали бы, и на легких камерах бы ходили, поснимали, но это же так легко уже было в те времена, но мы ничего не делали, и вот контент из раздевалки, наверное, вот единственный достался этому фильму Пи Павловичу, до чемпионства включительно, потому что потом-то я этим не занимался, они наснимали, и получился, на мой взгляд, прекрасный фильм, учитывая те сроки, в которые он наснимался, его снимали вместе с Гаком, с небольшим, все получилось, просто красавчики, поэтому вот здесь вот респект руководству клуба, что все это организовали, вот правда, молодцы, потому что то, как мы отработали чемпионство, фу, вспоминать не хочется, там уже, так сказать, на уровне ЛОКО ТВ такого со Стасом Редикюльцевым, ну, это там двойка, позорище, я бы выгонял, при том, что мы коллеги, но я считаю, что люди, которые там работали над освещением чемпионского матча, ну, как бы, прямым текстом, что хотите, делайте там, корпоративная этика, еще что-то, позорище, мне написал один человек, что я слишком внутрики рассказываю, я так не считаю, ничего особенного не рассказал, так мы же ради этого здесь и собрались, разве нет? Ну, я не люблю внутрики, но, так сказать, такой формат общения, мне кажется, нормальным, я здесь никого, не рассказываю ничего такого, чтобы люди не хотели себя услышать, вот я считаю так, а Рэдди, я сказал, еще тогда, что это позорище, то, что ты сделал, поснимали, хрен знает что, ну, просто за этот, ну, как сказать, в тот момент за это отвечал за работу департамента другой человек, вот, ну, давай, об этом у меня целый блок есть, я тебе и с фамилией накидай и поспрашиваю. Как их вообще подпустили к этой камере, к диктофону? У меня, безусловно, очень много вопросов про то, что делала пресс-служба локомотива именно в вторую половину чемпионского сезона, но пока у меня все-таки вопрос про чемпионский матч, про который, ой, не про чемпионский матч, господи, про финал кубка, про который я тебе сказал, именно не в контексте того, убирали Семина, не убирали Семина, про это мы очень много знаем, и это вопрос явно не к тебе. Вопросы, что вот как мне кажется, что финал кубка в Сочи очень сильно повлиял именно на формирование команды, что после того, как они выиграли кубок России, они уже были не просто командой там с девятого места, с восьмого места, они уже были командой, в которую потом в предсезонке Игорь Денисов и Фарфан говорили, ходили и говорили о том, что мы можем стать чемпионами. И если бы не было этой победы, то мне кажется, что вот таких вот победных реляций у них, возможно, в голове бы и не было, а не было бы их, то, возможно, и никакого там хорошего старта из последующего чемпионства. У тебя вообще как есть такие ощущения, нет? Таких, ну как сказать, ощущения в чем-то, в чем-то они могут совпасть, то, что сейчас рассказал. Но я отметил бы вообще один факт, который мне врезался в память. Это Игорь Денисов. Человек, который говорит, мы будем чемпионами, мы будем драться за это. Как такой клуб? Почему вы там, ну, в общем, распекал людей? Распекал людей, футболистов распекал, меня распекал. Он говорит, расскажи, почему мы... Вот это я очень хорошо запомнил звонок. Снимаю трубку, Гарик. Привет, как дела? Привет. Слушай, а почему? Вот ты же в Москве живешь, москвич. Почему вы никогда не были чемпионами? Я что-то там тяп-кляп, там вот при Кучуке там были вот такие два матча, там что-то такое. Ну почему там мы были 2002-2004? Он говорит, нет. Ну вот сейчас, клуб-то сейчас был все эти годы богатым. Почему не чемпиона? Это что это такое? Что-то мне там рассказываешь. Кучук, там, Семин, ты еще про прошлый век вспомни. Вот такой разговор, такой чуть-чуть сумбурный и не дипломатичный. И я думаю, что он от меня хочет? Ну почему я должен что-то говорить? Я не знаю, что сказать. Но я ему говорю, вот там были разные времена. и вдруг он как начал вещать мне. Мы будем чемпионами, тут надо навести порядок, бороться, всем работать. Красавчик вообще. Это вот предусмотрение, что у нас был очень такой активный период общения, и он меня вот поразил тем, что он все делал правильно. Может быть, это был артистизм с его стороны. Может быть, ему не хотелось особо вот так вот выпендриваться, говорить что-то. Но он своим примером, он дал этот пример работы, он дал пример от важности, вот такой преданности футболу. Ну просто вообще он меня настолько удивил. Потому что я всяких футболистов видел, но таких своеобразных, как Игорь, никогда. Но это правда, что он с финала кубка моментально уехал и не праздновал? А постоянно это было. Это чемпионство и финал кубка. А он раз, причем оба раза я ему звонил. Я ему звонил, он не брал трубку в одном случае. В одном случае что-то взял трубку, мне сказал, я в аэропорте, что-то такое. А в другом он не взял трубку. Я говорю, Илья Леонидович, а что с Игорем? Игоря нет. Мы там фото командное будем делать. Еще что-то. Это все в пылу, в спешке в какой-то. А он говорит, Андрей, а он уехал. Вот это меня вообще поразило. А самое смешное, что Геркуса я возвращал с парковки в Сочи. Он взял, куда-то ушел. Я говорю, а вы-то где? Гаррика, нет, а вы-то где? А я ушел, я тут на парковке, мы уезжаем. Я говорю, вы что, с ума сошли? Вот реально, человек о чем думает? Вы нет, вас нет на фоток, Илья Леонидович. Вернулся. Ну, вы говорите, ну, как-то походите там с кубком, команда. Да-да, Андрей, спасибо. Но, может быть, это шок такой, потому что все поздравляют. И он куда-то идет, там вот, все в море включается. то есть у него отключились эти, ну, потому что мы людей поздравляли, он, видимо, отвлекся, не понял, куда ему идти. Ему надо, в раздевалку надо было идти. Там же весь сейшн. Вот, я помню, что Геркус обязан мне этими фотографиями совершенно точно. А потом, конечно, у меня любимая фотка, это когда Юрий Павлович, мы что-то сидим, а я искал микрофон, вот, вы потеряли микрофон, даже у меня в Инстаграме есть, это можете посмотреть. Есть фотка такая, как-то она, я неловко держу микрофон где-то подмышкой. Вок, это вы потерял микрофон. Я возвращаюсь в раздевалку, ищу микрофон, схожу, нашел микрофон, это я должен был этим заниматься. Короче говоря, нашел микрофон, подмышку его, и тут Юрий Павлович мне говорит, Андрей, давай, подержи кубок, мне хочется попить шампанского. И я думаю, вот это, вот эта история, с ума сойти, я даю Павловичу попить из кубка, это вообще, ну вообще, это нереальное что-то. И я понял, да, там надо было, главное, зубы не выбить ему, то есть, аккуратно держать чашу, потому что она очень тяжелая, прямоличные, ну движение, она просто сломала бы челюсть переднюю. И я очень аккуратно думаю, зачем он меня попросил, это вот лучше без человека делать, без помощи самому, контролировать. Но очень аккуратно подержал, он попил, причем так раз, глоток, два, я прям запоминал. Вот, и был у нас такой прекрасный сотрудник Бавок Родион, вот, хорошо, что не подольский. Короче, Бавок меня сфоткал в этот момент, вообще красава, я ему очень благодарен, потому что дать отпить Павловичу, это, конечно, это вообще, причем это естественная какая-то непостановочная история, но вот мне об этом кубке что-то есть вспомнить. Еще мне звонила, он сейчас смотрит эфир наверняка, один ультрас, короче говоря, у нас завелся дружеской компанией, ну, вот у меня подруга есть близко, Вера, вот, и у Веры есть муж, который, ее помладше, и который ультрас локомотив, вот так девушки, очень образованная, милая девушка, у нее муж вот такой вот, и она вдруг звонок, она мне звонит, говорит, его забрали, он где-то там, он выбежал на поле, а теперь что-то там будет, и вот не дала она мне нормально отметить, потому что она очень переживала, и она говорит, его забрали, что же теперь будет, вот дурак, зачем он это делал, а он побежал, прорыв был на поле, и он побежал. И многих забрали, и многим запротивил потом. И вот я помню, что я был вынужден, вынужден звонить по каким-то отделениям нашей службы безопасности, КБ наш, говорит, вот такой-то, такой-то, в общем, выбежал на поле, жена убивается, что теперь будет. В общем, какие-то такие воспоминания, но это лишняя история, наверное. Он живут, о нем нельзя. Мы наконец-то дошли спустя примерно 2 часа с начала трансляции, даже 2.40. Мы дошли до чемпионского сезона. С какими мыслями после того, как закончился сезон 16-17, после того, как прошла предсезонка, после того, как стало понятно, что Палыч остается, что по большому счету усиление летом не приехало, по-моему, только Рыбуса взяли, да... Ну, понятное дело, что Кверквелия и Фарфан, они были еще с зимы. С какими вообще ощущениями вы встречали, команда встречала? Вот мы знаем о том, что Фарфан и Денисов были уверены, что способны стать чемпионами. Об этом много кто говорил. Как ты думал, что на что вообще вы рассчитывали и в команде какие мысли были? Были великолепные сборы летом. Бат, Кляр, Кирхайм. Ну, это самое райское место на Земле, я считаю. Палыч его очень любит. Говорят, что Батуренко даже выложился там в недвижимость. Ну, это действительно рай. Там только местное население. Это в долинах. Это надо далеко ехать. Там нет никаких производств. Это то ли... Ну, вот я не помню. В среднее горе. Там сочная трава, деревья, фрукты, овощи, какие-то вообще блюда нереальной вкусноты. И все это вот... Забыл я просто. Я помню, что я писал об этом Ваше справку, почему там надо тренироваться. Более разреженный воздух или что-то там вроде. В общем, я это забыл. Это Палыч в Киевском Динамо. Вроде как он этому научился, этому месту. Технологиям вот этой местности. Вернее, так. Чуть-чуть заговариваюсь. Ну, только вот. И были великолепные сборы. На сочной траве, с таким воздухом, с таким солнцем. Вообще класс. Я почувствовал, что команда очень хорошо готовится. Это первое, что я почувствовал. Я увидел, что вот эта креативная история заработала Миранчуки, Фарфан, Фернандеш, Денисов. Денисов как столб, вся эта история. И все остальные перечисленные как креативщики. И мне что запомнилось, что уже так чуть-чуть Палыч уже рассматривал других ментальных лидеров в новом сезоне. И он Лёше Миранчуку говорит, Лёш, ты больше никого не слушай. Ты почему слушал? Он после тренировки его оставил. Говорят, вот смотри, была тренировка, и тебе кто-то крикнул, ты от него поперёк. Ты почему его слушал? Лёша там, он там опытный, кто-то по флангу ему крикнул, молодой отдай. Брат, отдай. Не отдавай. У тебя была возможность самому врезаться в защитника, пофинтить, что-то сделать, придумать, ударить. Ударь. Говорит, ударил? Ты ударь, ошибёшься, но ты ударь. Будь смелее, ты понимаешь? Да-да-да-да, я понял. Потом, общаюсь с Лёшей Мирничуком, он говорит, слушай, Ману и Фарфан, это, конечно, просто, они меня по-другому раскрывают. Понимаешь, мы с братом по-другому, по-другому всё делаем, так, как нам мечтается иногда. Они нам говорят, давай, давай, ты молодец, брат, у тебя креатив-то в голове, какой? Давай вот так. В общем, мне показалось так, что Зенит или мы. Я вот чётко это запомнил, но я не делал прогнозов. Только в Хабаровске. Я всем сказал, что мы чемпионы, потому что пошёл чемпионский фарт. Мне сказали все, чш, не помолчить. Саша Погребняк мне, Саша Погребняк мне в микроавтобусе сказал, он говорит, Андрей, здесь вот так не надо говорить, там, Павычу донесут, ты чего? Я говорю, Саша, всем похрен, я надеюсь на меня. Ничего я лишнего не говорю. Ну, Саша мне напомнил, что типа не надо такое говорить. Вот. Опытный у нас такой сотрудник. Но, тем не менее, в Хабаровске, я-то знаю, что такой чемпионский фарт. Этот пенальти, который там Коломейцев и Фарфан его организовали. Вот. Это они эту пометочку сделали. Я считаю, что это был чемпионский матч в плане того, что это будет. Вот. Но, ребята, я сейчас скажу не очень приятную вещь, наверное, и, может быть, несколько опрометчиво. Хотите, верьте, хотите, нет. Если бы, ну, давайте так, давайте по-другому сформулируем. Вот когда Костя Сарсания умер, извините, это все произошло, да? А там четче что началось в команде. То есть он держал легионеров, понимаете? Там даже не тренерский штаб, а по большому счету Костя этим всем занимался. И когда Костя скончался, неожиданно, и мы с Геркусом писали, я помню, я был дома, выходной, и с Геркусом мы быстро составили вот такое письмо в Зенит с Прескорбием, потому что Илья Леонидович его знал хорошо, я его знал хорошо. Костя всегда мне помогал лично и редакция нашей, в общем, как бы было очень грустно расставаться. Я думаю, что сказалось то, что у нас стало одним конкурентом меньше. Еще раз говорю, я же ничего не сказал про чемпионство локомотива, мы не знаем, как было, но Зенит рухнул, просто рухнул из-за этой истории. И с этим тренером, который там был, они не сошлись, все там у них стало плохо, и я думаю, что борьба могла бы быть ожесточеннее. Но, да, вот это моя такая, знаете, как человека, который был погружен в внутренние процессы в то время, я думал, что это сказалось на Зените очень сильно. Ну, это трагические события, безусловно, Сарсанья очень большая фигура для всего российского футбола в целом 21 века, наверное, но как бы цинично, наверное, не звучало, в любом клубе всегда происходят какие-то события, и, соответственно, в каком-то году там локомотив сливался неожиданно, когда там Филатов, не знаю, Муслина убирал или еще по каким-то причинам. Я упомянул просто об этом по какой причине, что главной проблемой Зенита в то время, что он стал плохо играть, стало вот не то, что там они там в плохой форме или еще что-то, а что Костя их лучше не пасет. Это вот, ребята, это такой очень важный момент. Многие сейчас, может, меня не поймут, что я рассказал, но это вот чистое футбольное... Ну, приближено к правде, скажем так. Еще раз говорю, мы не говорили вот в этом отрезке беседы о чемпионстве локомотива, потому что я видел, как эта команда строилась, как она общалась все это время, как они бились, и огромное уважение всем, кто был в этой команде, они просто красавцы, и очень грустно осознавать, что тот локомотив это последний чемпион России, не Зенит, мне кажется, еще на ближайшие годы, там кто-то говорит, что Зенит, ребят, если бразильцы, вот эти бразильцы останутся, но они же топчут всех. Далее, вот в новом сезоне, я думаю, что вот эта компания, Пеняев, Гошенков, Дзюба должен пригодиться, он только в порядке. Я думаю, что именно локомотив и ЦСКА станут основными претендентами на чемпионство наряду с Зенитом. В остальных я не верю. Но буду надеяться, что у тебя ощущения примерно такие же, как в семнадцатом году. Правда, ты на этот раз не был на сборах и вряд ли посетишь их, если только вдруг неожиданно локомотив не решит готовиться на Кипре. На Кипре не пустят. Мы здорово начали чемпионский сезон. Мы классно, ну точнее, вряд ли мы классно играли, но победы мы добывали где-то на зубах, где-то вырывали их. И начался сентябрь, мы были в верхней части таблицы среди лидеров. И одна из вообще очень неожиданных для меня вещей, которая произошла, это то, что локомотив взял и отправился еще раз на сборы дорабатывать форму или еще что-то. Ты помнишь об этом, как принималось решение, как они, почему вдруг решили еще раз? Просто не до, не после, в сентябре, во время паузы на сборной локомотив взял и еще раз поехал в Австрию на сборы, что, в общем, для локомотива всегда было нонсенсом. Выпал из памяти, я помню только сочинский сбор. Ну, в Сочи, понятное дело, ездят, а тут именно еще раз, в Среднегорье еще раз поехали для того, чтобы там спустя 6-7 туров... Я вспоминаю, что-то такое было. Слушай, ну ты такие вот вещи вспоминаешь, которые я забыл, наверное, уже после выигрыша чемпионского титула в 2018 году. Были сборы у Палыча, значит, он очень хотел сборов все время. То есть, он понимал, что сборы дают ему лучшее управление командой, что уединение, такая сосредоточенная работа, в этом есть определенный шанс дополнительный. Все окружение Палыча, это люди, которые воспитаны этим сбором. Батуренко, Васьков, вот они вспоминали, как они в 90-х годах экономия ради жили на сборах по 3-4 недели. Здесь клуб мог себе позволить такие путешествия. Я еще могу вспомнить вот такую историю, что когда Штофельсхаус, Эрик, он придумал сборы в США, по мне кажется, какие-то коммерческие, что-то в этом роде. было такое. Вот разразился, так сказать, нет, не буду использовать это слово. А, потому что Палыч в книге своей много писал, поэтому ты можешь говорить об этом смело. Я все книги наискосок читаю, поэтому я уже не помню, что там написано. Но я помню, какая суета была и как Палыч жестко это отверг. Никаких США, мы никуда не полетим. Вот. То есть, было две точки зрения, что спортивный директор хотел организовать какие-то турниры, видимо, это выносилось на себя директоров. Палыч это в такой жесткой форме отвергал. Он говорил, что сборы будут такими, какие я их вижу. Я помню все эти волнения. Вот. Но, короче говоря, я бы про сборы сказал так. Всегда ко мне подходил на сборах Владимир Петрович Коротков и почему-то видеооператор. Забыл, как ползавод. Такой тихо навалит. Ну, с бородкой. Как же вызвали-то? Сгоев Борисов. Конюхов. Конюхов. Блин, С камерой. Он стоян. Они мне говорят, Андрей, ты понимаешь, что главное в сборах? Главное бегать. И вот команда, она возродится через бег. Об этом надо написать, рассказать людям, объяснить, что только бег, 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 это победа, это здоровье человека. Почему-то вот они эту тему... И я сам стал в это верить, то есть я наслаждался тем, что команда много бегает, и она действительно стала бегать на поле. Почему я еще так полюбил то, что Семин их пичкает бегом, и что он очень хочет на сборах это делать, побольше бы дней сбора, побольше бы, я это очень хорошо помню. Конечно, на контрасте с Меодрагом Божьим, потому что Меодраг, я не понял, я вот с 2000, ну, с начала 2000-х ездил в эти командировки и выучил все эти сборы наизусть. Я в Турции знаю каждый отель и каждую собаку. И я наблюдал за всякими тренировками, конечно, полный трындец это Кубань и Ковенко. Я когда приезжал туда, я думал, ну, ненормально, я говорю, Андрей Тихонову, ему уже было за 30. Я говорю, Андрей, как вы это выдерживаете? Четыре тренировки человек устраивал по системе Лобановского четыре раза в день какой-то ужас. А он говорит, ну, мы только просыпаемся, встаем, что-то едим, падаем, бежим. Он говорит, война в Вьетнаме. А Палыч, вот как бы он на фоне Меодрага, конечно, дал команде нагрузку раза в два больше. Потому что с Меодрагом эти сборы были зимние, мои первые. Я не понял, что это было, потому что бегал Янбаев по флангу без сопротивления и навешивал. Опять берет мяч, бежит без сопротивления, навешивает. И я не понял этой концепции, потому что, ну, честно говоря, там с Фернандошем история, которого добрый Меодраг отпустил там на два-три дня отмечать свой день рождения на родину со сборов. Вот это было просто... Это был номер. Если бы Палыч кого-то отпустил день рождения исправлять, я бы не поверил. Меодраг отпустил в феврале и Ману улетел на три дня где-то там отмечал. Видимо, важная дата была. А, кстати, важная... А, нет, 29 лет ему исполнилось, наверное, февраль 2015-го. Да, это было ему 29 лет, значит. Ну, неважно, 29-летие он отметил не на сборах, хотя должен был там находиться. Но Меодраг, конечно, в этом плане с ним было попроще, чем с Палычем, тоже я его давно знаю, знал. И Меодрага вот попросишь о чем-то? Да, конечно, ты профессионал, ты делай. Вот все, что не попросишь, все он делал для нас. Вот абсолютно безотказный человек, и у меня было много тренеров в карьере. Ну, я причисляю сюда Алексея Николаевича Шпилевского в Арисе, потому что очень молодой, очень классный специалист, очень я его уважаю, но он строгий, он строгий, и он здесь при службе, ну, как сказать, он участвует во всех акциях, пиво разливает, еще что-то, но когда он говорит, ребята, вот здесь я не хочу вообще там никаких контактов с внешним миром, вот у Меодрага такого не было, конечно, потому что он был, вот на первом месте у меня по вседозволенности, по такому принятию моего решения, это был Меодраг, он говорит, Андрей, как ты скажешь, так и будет, вот, и, то есть, у меня из всех тренеров, конечно, на первом месте Меодраг, по простоте общения, на втором Шпилевский, но с Паучем, на самом деле, тоже нормально, просто вот с ним, его надо, ну, преодолеть, отправить к нему нужного сотрудника, который тоже умеет уговаривать, меня он послушает, поворчит, скажет, окей, но каких-то смелых съемок, раздевалках, там еще что-то, ну да, у нас не было. Я просто, почему эти сборы запомнил, и почему тебе, в принципе, о них говорил, потому что, ну, во-первых, это нонсенс для Локомотива, мы на эти сборы никогда в сентябре, ну, может быть, там в Сочи, вот сейчас, периодически ездим в Сочи, потому что в Москве плохая погода, а можно ехать в Сочи и там более-менее заниматься, но Среднегоре это другая штука, и у Локомотива всегда одна и та же проблема, и она затем продолжалась и повторялась, начинается осень, начинаются Еврокубки, и Локомотив, который хорошо стартует в начале, вдруг потом выдает потрясающие серии из поражений там в 10 матчей. В случае чемпионского сезона Локомотив после этих сборов не только не сбавил, Локомотив настолько набрал темп, что если поначалу мы чудом набирали очки, ну, не чудом, но выгрызали их, то потом пошли такие победы, за которые прям, ну, вообще хорошо, и вишенка на торте, это Зенит 3-0, который мы обыграли там в Питере, и поэтому мне эти сборы очень сильно запомнились, а параллельно мы играли в Еврокубках, мы параллельно, ну, вышли из группы, да, нормально у нас все было, и поэтому вот мне кажется, что эти сборы они прям очень сильно дали, а затем, потом уже была Лига Чемпионов, потом была еще одна Лига Чемпионов, но в сентябре всегда пауза 2 недели на сборы, но Локомотив уже никуда не едет, Локомотив готовится где-то у себя в Москве, в Баковке или, ну, дай бог, куда-нибудь в Сочи, и все, начинается осень, в Лиге Чемпионов плохо, в чемпионате плохо, и весной только потом стараемся выгрызти обратно свое второе место, вот поэтому я это запомнил. Вопрос, естественно, не в этом, вопрос в том, что осенью, как раз примерно во время этих самых замечательных сборов, Илья Леонидович Геркус берет и собирает встречу лидеров мнений, как это нам охарактеризовали, я был на той встрече, и это был, ну, такой культурный шок, я вообще стараюсь не пересекаться ни с какими руководителями, не иметь никаких дел, и я прихожу на эту встречу, и Илья Леонидович вот в такой манере примерно, как ты его показывал, очень спокойно сидя, ручки положил, начинает рассказывать такие вещи, от которых волосы просто дыбом встают, и ты сидишь и смотришь в турнирную таблицу, видишь там локомотив примерно на втором-третьем месте впервые за последние 5-6 лет, а тебе Илья Леонидович рассказывает, что в локомотиве все очень плохо, что Юрий Павлович Сёбин команду, ну, практически не контролирует, что на сборах он посмотрел, как готовят, и у него волосы не самые многочисленные, но тоже дыбом встали, и медицинский штаб просто герой, и что мертвую физически команду, они чуть ли не силком поднимают, и они хоть как-то бегают, я сижу, и я просто не понимаю, вот зачем всё нужно, это вот в такой момент, когда команда вдруг неожиданно, ну, для меня лично неожиданно, потому что я всего этого не видел, и для меня это команда там с 9-го места, которая очень давно уже никуда наверх не забиралась, она вот именно здесь, сейчас ей нужна поддержка, ей нужна помощь, а мы сидим на встрече и слушаем, как президент клуба, ну, фактически говорит о том, что, ну, дай бог, если Локомотив прямо вот сейчас не начнёт проигрывать по 0-5, то это будет чудо из чудес, вот примерно в таком духе Илья Леонидович всё это рассказывает. Ты был пресс-аташе команды в этот момент, что ты чувствовал, что ты видел, и какие реакции ты видел потом после этой встречи, я так понимаю, тебя я не видел на этой встрече, по-моему, не было. В этот момент я был начальником управления по связям с общественностью футбольного клуба Локомотив, и пресс-аташе через слэш. Прямо так и было мы с ним. Значит, первое, когда я узнал, что это произошло, я позвонил Геркусу и говорю, как вы там оказались? Он говорит, это не я, это меня привёл Киричек. Я звоню Алексею, уважаемому, и говорю, а это как случилось? Потому что мы договаривались, что, ребят, вы новые ребята, ну, вы новые люди, новые руководители, но если вы меня сохранили на этой должности, я руковожу департаментом и всеми вашими встречами тоже. Что это было? Почему Ольга Юрьевна, значит, у неё всё на столе чисто, все документы подписаны, всё чётко расписано, все всё знают? Никаких несогласованных встреч не происходит, за исключением, когда я упустил Робинера. Я говорю, вы что творите? Ну, вот, болельщики пришли, 21.00 была встреча, я ещё помню. Да, это было вечером. И, ой, какой ужас. Ну, короче говоря, это всё, что я могу рассказать по этому поводу. Алексею, я сказал, я его очень уважаю, мы с ним сотрудничаем, я его привлёк как эксперт арбобизнес, потому что он очень ценный, очень знающий человек. Я думаю, что, ну, не знаю, вот был бы выбор, я бы его назначил президентом клуба, честно. Вот. Его деловые качества, его знания экономики, его знания футбола позволяют, скажем так, иметь такое желание назначить Киричика. Ну, неважно, всё это он организовал и зачем-то отправил Леонидовича погибать. Может быть, ну, это тоже, знаете, такая неприличная история, ну, в 21.00, может, Кирклс не знал об этом, может быть, человек выпил вина, вот допустим. Вот я сейчас не выпивал ничего, я стал им брезвый, но я честно, откровенно говорю, что у нас было такое чемпионство, что я вот, ну, поставил я все рекорды за последние лет 10. Я пил неделю с разными людьми и мало работал, да, вот видно, что я не свеженький, вот я смотрю на себя и вижу, что все мои достижения по здоровому образу жизни, они за неделю пошли на смарку, наполовину, наверное. Но, неважно, я просто офигел, я был уже в городе где-то и узнал, что в 21.00 пришли какие-то люди или они зачем там рассказывать все, что он считает нужным. Это катастрофа. Я помню, что я всю ночь разговаривал с парнем, я не помню, кто он, я на него вышел через каких-то наших болевых в Эллен Апп. Эллен Апп, да, наш читатель в чатике есть. Да? Да, в ней знакомый. И мне так было обидно, что все может пойти к чертовой матери, что все, что мы делаем, все, что задумано, разбивается о том, что президент идет и рассказывает какие-то интересные истории болельщикам. И они мне все подтверждают, что он сказал это, 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 это и это. Сейчас я не собираюсь это держать в тайне. Да, это было так. И Илья Леонидович должен мне просто сказать спасибо вместе с Киричиком. Да, может они это узнают и услышат. Я разгребал за вами эту встречу три дня, ни один из болельщиков нас не подставил. Об этом никто не узнал, об этом никто не написал. Фолина написал на гостевой в ту же ночь. ничего подобного. Он, нет, он это все сгладил. Я с ним очень долго разговаривал. Вот, потому что он был единственным, кто собирался все это, значит, однородовать. Что он написал в клубе, погром начинается, что-то в этом роде. Короче, вот эта история, которая меня как бы дико расстроила, да, и если там ты спрашиваешь, ну вот так случилось, что не надо назначать никаких встреч на 21.00. Ну почему эта встреча была назначена без моего участия? Это к ним вопрос. Если они читали в тот момент, что они самые умные, ну что из этого получилось? Что я за ними разгребал. И пускай попробуют мне предъявить претензии, что я эту историю вспомнил. Вот я ее так вижу, ничего страшного. Будет урок на будущее и им. Ну вспомнил не ты, вспомнил я и это был очень яркий эпизод из чемпионского футболка, который мне... Скажем так, были у Лилии Леонидовича были у Лилии Леонидовича амбиции, что вот, может быть, мы не так работаем, хорошо, что Палыч помог, там еще что-то. Вот, но мое туберное убеждение, что Палыч не помог, что Палыч организовал эту команду и стал чемпионом. Да, там были всякие, ну как сказать, все что угодно можно говорить, сейчас вот современная школа тренеров, у нее какие-то свои по программе ПРО уже требования, там психология, там я смотрел эти Талмуды, там ну что есть. Может быть, представление спортивного директора из Германии, это все какие-то там устаревшие разговоры, устаревшие терминологии. Но футбол-то от этого не стало Палычу хуже. Игроки стали играть в футбол, они до этого не играли в футбол, а вдруг стали играть в футбол. Вместо того, чтобы радоваться, люди начали строить какие-то теории, что они предложат там председателю совета директоров успешные кандидатуры. Я где-то частично мог согласиться с Геркусом. Вот он мне рассказывал, что существует в Германии, он там стажировался, различные модели построения клуба. РЖД делает ставку на то, чтобы Локомотив сформировал еще лучше Академию, чем есть, чтобы появилась вот эта команда Казанка. Вот много-много всяких ступеней, связанных с подготовкой юношей, должны появиться в Локомотиве, и все это должно быть по науке, и желательно по немецкой науке. И Эрик знает, что делает. И во главе этой пирамиды должен быть тренер, который даст основной команде, дублирующей, молодежной, детишкам, юношам, даст единую модель построения игры. Ну, как-то они очень ускорились, потому что, ну, Павлович идет вверх, ну, зачем эти разговоры вести? Не знаю. Пусть это, как говорится, останется там на совести Леонидовича, я еще раз говорю, я категорически был недоволен, он повинился, он сказал, Андрей, я так больше не буду. Это цитата. Ну, вообще, свалить на Киричка, что Киричек отвел его на эту встречу. Вот. Ну, Алексей, в общем, наверное, тоже понял, что он погорячился, потому что эти разговоры, ну, были очень ненужными в тот момент. Ну, это такая ошибка грандиозная. Ну, неважно, надо прощать эти ошибки, тем более, люди поняли, что, ну, вы же аннули, честно говоря. Вот. И, да, вот сейчас, вот пример прекрасный, Алексей Николаевич Шпилевский, с которым мы, интервью сегодня вышло, я там, и мы с ним общаемся, и он мне показал там что-то из тренировочного процесса здесь. Он для него рангник бог. И он вот этих киприотов, киприотов, правда, у нас три человека в команде, но он кипрского модели, вот это, он ее начал стягать, нагайкой, бежать, интенсив, встал, побежал, очень жестко такое, ай, свайд, драй, быстро. И он просто фанат рангника. И вот мы с ним в этом интервью... Шпилевский работал с рангником, насколько я помню. да, Шпилевский из этой, он выходец. Он и Гиздаль, я просто, ребята мне говорят, ты знаешь, на нашей трибуне, на фан-секторе сидит Гиздаль. Я говорю, матч какой-то, никому не нужный, Олимпиакос, там, аутсайдер, Арис, гостевой. И почему-то с фанатами сидит Гиздаль. Я увидел только потом походки, и причем она такая размытая, он сидит в дождевике. Я говорю, да вроде Гиздаль. И все такие, ребята, офигеть, что делает Гиздаль на нашей трибуне? В непонятное время, в непонятном месте. Я спросил у Шпилерского, позвонил Гиздаль, который его тренировал в 18-летнем возрасте, и попросился на матчи, дай тебе билет. Но ему дал клуб, потому что у нас нет ВИПов никогда, гостевых, так здесь не принято. И президент клуба, и владелец, они все идут на фанатку. И Гиздаль оказался на фанатке. Да, и вот Шпилерский, для меня... Все мы знаем, кто этих немецких тренеров на Кипр приводит, на С начинается, на Энт кончается. Салон. Вот, значит, да. И понимаешь, и Шпилерский говорит, то, что произошло в локомотиве, говорит, в моем мозгу, Алексея Николаевича Шпилерского, не укладывается. Что-то не может быть такого. Это боги, я так радовался за локомотив, когда рангник им достался, все эти люди. И я вот прямо там в этом интервью говорю, это, вы знаете, ну как-то ругательное слово. Я сам смотрю на это все со стороны. Какой-то ужас, что они вытворяли. Какой-то просто... Вот что они не сделают, у меня это вызывает просто ужас. Вот. Но, тем не менее, вот существуют такие теории про немецкий футбол. И у Штофельсхауса это было, она не прошла эта идея, потому что было сопротивление. И, пожалуйста, это все организовал нам этот человек. Все-таки немецкая история случилась. Вот чем все это закончилось. Каким-то непонятным вообще выхлопом. Мне кажется, растеряли только молодежь, все перессорились. И еще такую вещь скажу, что вы все, что угодно можете говорить, ребят, но то, я думаю, что Ольга Юрьевна и Илья Леонидович, а еще тем более Николай Алексеевич, когда они услышали суммы, которые выделены были на трансферные дела при этом руководстве, ну вы знаете, такого они себе не то, чтобы представить не могли, но не знаю, это невозможно просто. Такого не бывает. Возвращаясь к встрече, непосредственно про нее не будем говорить, но что всегда меня удивляло, как человек, как представитель болельческого сообщества, человек, который что-то делает про локомотив и постоянно пишет уже к тому моменту лет 10, я и в передаче появлялся Лог ТВ и в журнале, в предматчевой программке мы там писали интервью с Фенини в свое время. Никогда локомотив вообще не не организовывал таких встреч с болельщиками, никогда не спрашивал их мнения, ничего, ну то есть была встреча с болельщиками, мы понимаем, но это формат собрать в зале ЦДКЖ или еще где-нибудь огромное количество людей, чтобы там 5 человек вышли к микрофонам, задали смешные вопросы и на этом все. Общение локомотива с болельщиками, вот как раз там с локомотив инфо, как вот собственно сделали в итоге Герк, с локомотив инфо, в КЛМ Ньюз, с блогерами, которые там на Ютубе что-то ведут, кто-то на Ахе пишет активно, кто-то, ну просто является представителем Лока Востока или чего-то такого. И такого локомотива почему-то не делал. Он не делал этого не при Наумове, да, когда там Паша Новиков был, он не делал этого при Ольге Юрьевне Смородской, он не делал этого при Геркусе. Ну вот при Геркусе один раз сделал, ты его отчитал и все, и на этом тоже, в общем-то, закончилось. первое такое более-менее вот уже масштабное общение с людьми, которые приходят и задают конкретные вопросы, это вот уже новая эра Плутника, но там тоже не задалось, мягко говоря, потому что оказалось, что ответы, которые дает Плутник, с реальностью не сочетаются примерно вообще никак, ни Плутник, ни ЦОР. И я, честно говоря, немножечко с завистью смотрю на другие клубы, где там, не знаю, у Динамо есть истории про то, как организовываются чуть ли не постоянные пресс-конференции с тренером, на ЦСКА, у которого там работа с блогерами, болельщиками поставлена на поток, прямо скажем, что они немножечко задабривают болельщиков, а болельщики после этого немножечко задабривают клуб и пишут, ой, как все здорово в ЦСКА, как очередная там пиар-победа. И почему этого не делается в локомотиве, где постоянно, блин, какие-то войны и руководство с болельщиками, я, честно говоря, никогда не понимал. Не было ли желания организовать что-то подобное, все-таки, ну, были люди, и сейчас есть, и тогда были, которые про локомотив достаточно активно делали именно из среды болельщиков. Но почему-то этого не было. Вот было ли какое-нибудь желание, может быть, кто-то останавливал, может, желания не было, может, возможности не было. Встреча с болельщиками действительно, сложная тема. С одной стороны, все искренне были бы заинтересованы в таком общении. Я вот в этом уверен. С другой стороны, все это формализовано по ряду причин, что много есть заинтересованных лиц, это и, скажем так, РЖД, это и служба безопасности клуба, это руководство клуба, там разные есть мнения, это тренеры. В общем, много всяких таких препятствий. Если ты хочешь это делать принципиально на самом верху, ты это сделаешь. Мне было с этим сложно, потому что, я скажу такую вещь, вот когда с Костей Выборновым, который первое время был со мной в клубе, он говорит, ну, сейчас придут, держись. И мы пошли, пришли, Нирвана, там, вот этот паренек, блин, начал забывать имена. Павел, Павел мне стикеры все время дарил, спасибо ему. Павел, стикеры, такие красивые стикеры с электричкой старой, R1. Потом, в общем, группа лиц, группа лиц. И вот они приходят, и я вижу, что они разговаривают таким тоном, как будто вот между нами конкретная такая обида, вот просто обида. Они пришли с обидой, им плохо, они нам не верят. Они пришли, чтобы записать меня на диктофон. Я понимаю, что вот в этот момент мне как-то стремно, думаю, сейчас они, ну, была же история, что на первом матче вывесили, хотели вывесить баннер, кто-то написал Бодров, Next, что-то на выход. И написали этот баннер, этот мне Лелик рассказывал. А, нет, не Лелик, Брейн, Гореликов, Сережа, не рассказал. Подготовили баннер, Бодров, типа Next, мне только что назначили. Вы вообще не знаете, кто это такой, ребят. И что я умею? Один какой-то чувак говорит это, потому что ты работал в Спартаке, и ты спартаковское прошлое. Ну, да, ну, спартаковское прошлое. Окей. До тебя же и до Паши Новика был еще Сергей Мещеряков, благодаря которому я в Московскую Федерацию футболу попал. И ему тоже постоянно припоминали то, что он там фильмы про нескольких спартаковских ветеранов делал. А, мне вот на это было просто похрен. Меня просто смущало, что люди пытаются за это зацепиться, потому что это точно не имеет никакого отношения к делу. И ребята знают, вот может быть, чуть-чуть обидятся, но когда я пришел к прислужбу, вы, они все такие очень идейные локомотивцы, что говорить, такие прям все зацепиться. Но по истории куба на раз-два каждого из них я бы разделал. Просто на... Андрей, добрый вечер. Что вы в целом думаете о жизни? В чем ее смысл и что будет дальше? Брусничный соус для стейка прожарки Rare спрашивает. Андрей, добрый вечер. Что вы в целом думаете о жизни? В чем ее смысл и что будет дальше? Ну, это нейросеть со мной разговаривает? Я не знаю. Но если нейросеть научилась зарабатывать деньги, а потом донатить ее стримерам, то вполне возможно. Так, давайте вот этот вопрос я помечу про жизнь. Отвечу в конце. Потому что сейчас очень важно, я говорю о локомотиве. Давай. Могу выкупить этот вопрос. Короче, я ничего не хочу сказать плохого о ребятах. Но они все как бы такой за локомотив, но там довольно-таки такие значимые пробелы в принципе о жизни локомотива и о прошлом. Это тоже очень важно. И мне кто-то сказал про Спартак. Ну, я говорю, я горжусь этим этапом. То есть, я 6,5 лет, даже 7, отработал в мини-футбольном клубе Спартак. То в те времена это был очень востребованный вид спорта, потому что севера давали выхтовики всякие очень много денег. Такие клубы появились, как Норильский Никель, ТТГ, Тюмени Трансгаз, Газпром Югра сейчас называется. И Спартак и Динамо пошли в эту историю, чтобы выигрывать титул и играть в Лиге Чемпионов Уэфа. Это большие турниры. Сейчас мини-футбол погибает, и медиафутбол забрал вообще все, что только можно, и мини-футбол здесь уже не котируется. Над этим не надо насмехаться. Но это была моя работа, причем моя вторая работа, я там подрабатывал. И я являюсь болельщиком футбольного клуба «Осмарал». Об этом есть много интервью. Клуб закрылся. Мне стало неинтересно больше ни за кого болеть, потому что «Осмарал» это была своя история. И когда «Осмарал» стал загибаться, еще это совпало с матчем России-Украина, где Филимонов закинул мяч в свои ворота. И там мы напились от Чаковского сидора, были какие-то мои одноклассники, мой папа, дядя. И вот я поплакал даже. И потом полтора года вообще не смотрел футбол. Полтора. Только занимался всякой второй лигой и мини-футболом. Мне это было интересно. Вот. И когда мне болельщик «Осмарал» начинает что-то про «Спартак» рассказывать, где я работал, это очень смешно. И никогда я не буду говорить, что я там болельщик локомотива. Никогда. Это минус. вообще в работе в клубе, потому что был у меня инцидент, да, хожу в помещение пресс-службы, там торпедовский шарф лежит на полу, растоптанный. Вот дураки вообще. Я, ну, сказал несколько слов каких-то неприятных. Им не понравилось. Больше никто торпедовский шарф не топтал, но мне кажется, это крайне непрофессионально, это безобразие. И я скажу так, вот, что хотите, то и думайте обо мне. За такое вот футбольному можно и по мордасам надавать. Это абсолютнейшее шимпанзе, кто топтал торпедовский шарф. Вот это можете в цитату вынести. Потому что человек, который работает в клубе, он должен уважать свою компанию. И тот, кто уважает свою компанию, он может только в соцсетях изящно, хорошо пошутить над торпедой. Но опускаться вот до таких рефлексов и инстинктов, тем более при моем руководстве, в моем присутствии, это неуважение прежде всего к футбольному клубу локомотив. Вот может быть зря я эту историю вспоминаю, но я хочу проговорить это. Какое у меня отношение к Спартаку, к торпедо и к локомотиву. И к Арису, где я еще работал. Я еще где-то работаю, я уже не помню. Не, ребят, то есть я хочу говорить о футболе как футбольный профессионал. Да, и везде есть хорошие и не очень хорошие люди. И даже вот когда идет футбол, я поймал себя уже давно на мысли, что я болею в эпизоде за человека, которого я знаю. Там, получает мяч с Дзюба. К нему разные отношения, но я-то его знаю школьникам, потому что я как раз отвечал за Спартак. Я его помню с 15 лет. Я первый журналист, который общался с Дзюбой, который с ним сделал первое интервью. И хоть мы сейчас уже там мало переписываемся, там вообще три года не было связи, наверное, ну где-то так, два-три. Но я его люблю как ребенка 15-летнего еще, вы понимаете? И что бы про него не кричали, и что бы он себе там по телевизору как бы его не показывали, у меня к нему такое отношение. Он получает мяч, и я а давай, бей, и он столько голову сейчас забил за локомотив. И, кстати, хорошо, что он не пошел в торпеды, все, конечно, вот Илья Леонидович на себе и на этом пиаре решил сделать. Не нужен такой футболист в торпеды, он бы там подох, умер, не было бы дзюбов в торпеды, некому поднести, он уже без скорости, там надо выгрызать. здесь он получил такое роскошное сопровождение, пеняем, Глушенков, это просто находка. В этом плане клуб сработал на 5 баллов, да, заплатили денег, я еще думаю, ух ты, опять начали агентам платить, но это стоило того, локомотив получил команду, которую можно любить за футбол, понимаете, как минимум за футбол, я не знаю, как они там будут дальше работать с болельщиками, как они там все будут выстраивать в медиа, которые выглядят весьма средне сейчас, но за футбол эту команду надо любить и уважать, это крутой футбол, вот, и я вот не знаю, Пеняева, лично, да, то есть я за него не болею, он идет с мячом, я просто думаю, какой парень классный, Глушенкова я тоже не знаю, и к нему, и к ним у меня безразличные отношения, хотя я понимаю, что болельщики локомотива их сейчас боготворят, и получает там мяч, не знаю, Бара, я говорю, Бара, давай, а, вот такая реакция у меня на знакомых людей просто, и то же самое в Спартаке, ЦСКА, хотя там я, наверное, точно никого не знаю, хотя не знаю, но они на поле не выходят, ЦСКА Акинфеев, с Игорьком я летел, кстати, с Игорем Акинфеевым, фантастическая история, я летал в чартере с ЦСКА в 2003 году, он еще не сыграл ни одного матча, и мы с ним просто так говорили два часа, вот не догадался я с ним сделать интервью, а там было такое, про бабушку, про уроки, что он, с русским языком, у него проблемы, какие блюда он любит в школе, в интернате, чем кормят, там просто был полный набор самого лучшего интервью Акинфеева в жизни, но при нем, ну при этом у него было ноль матчей в карьере в тот момент, мы с ним летели из завода Кавказа. Давай мы закончим, потом вернемся к грустным темам, но сейчас на грустной теме немножко закончим, потому что мы встречаем локомотив, который проводит шикарнейшую осень, он играет в Еврокубках, ну может быть не так ярко, как мог играть, несмотря на то, что соперники не самые сильные, но все равно там добивается побед нужных, все равно выходит из группы, он обыгрывает Зенит 3-0, он отрывается на 8 очков по итогам осеннего, зимнего этапа, ну по итогам осеннего, по факту, этапа, и чувствует себя максимально комфортно. Во-первых, матч с Зенитом 3-0, что это было, как вообще команда, потому что многие говорят, да, что после того, как обыграли Зенит 3-0, после того, как вышли на первое место, второй, был последний матч первого круга, собственно, все и поняли, что, а, так мы за чемпионство боремся, то есть это все не сказка, мы действительно боремся за чемпионство, и, ну, какие мысли, опять же, у вас были, как вы поняли о том, что, ну, произносить слово чемпионство было нельзя, но вы же наверняка у себя внутри думали, так, мы теперь работаем на команду, которая борется за чемпионство, и, соответственно, нужно ее освещать таким-то определенным образом, и что вообще происходило в команде, вот как раз вот в тот отрезок? Ну, состояние было просто абсолютной эйфорией, то есть мы все обнимались, целовались, я еще раз расскажу про Женю Кириллова, он главный герой ложи прессы на Петровском в том матче, то есть он им показал, как Дзюба любит Азмуна, он очень радовался, показывал всякие такие, ну, просто, блин, болело, праздновал, вот он понимал, что что-то необычное происходит, потому что никогда локомотив не дрюкал вот так вот, Зенит, и вдруг он вздрюкал так, и в такие шикарные голы, и все эти вот вечно обиженные сотрудники Зенита на нас, они просто ненавидят Москву на самом деле, все время у меня с ними траблы были, вот, всегда, но вот так как-то уважительно в целом все разрешилось, и Жанна Дембо, и там, Дима Манкин, и Циммерманы, вся эта компания, они совершенно нормальные отношения, но вот у них, ну, какой-то комплекс, я, ребят, говорю, у вас какой-то комплекс, реально, вы все время не держитесь, и что вам нужно, да, как сказать, у них какая-то в Москве, какое-то ненормальное состояние, столько выездов в Москву, столько матчей с Москвой, и все это вот в состоянии такого напряга, ну, и у нас были маленькие праздники, то есть, мы очень сильно обрадовались, я так давно не радовался, когда 0.3 их сделали, и когда Гарик вот на камеру сработал с Варфаном, что он там сказал-то? Мой кумер Джефф. Джефф, да, блин, в те времена, вот сейчас бы, ну, как сказать, не то, чтобы мы были там закомплексованы, но табуированность, определенное присутствовало, что мы не делали какого-то такого контента смачного, да, после матча это не удавалось, идут в автобус, в самолете, и как бы не хватает наглости снимать, вот, а в тот момент Гарик помог, вот он опять, как бы, он проявил инициативу, он сделал этот жест, это было настолько естественно и классно, не то, что там кривляются, к камере подходят, игроком дает интервью, кто там заходит сзади и кривляется там, гримасничает, Гарик сделал это просто феноменально, артистизм, то, что нужно, он сказал, он сделал кроватую фразу, вот как он так попал, и мы так сразу, да, да, это вырезать, отправить, ну, побольше бы, так как такого контента, сейчас он, конечно же, дается легче, потому что другое поколение подрастает, мало того, вот они смотрят медиафутбол, вот Саша Кокорин здесь, вот он живет 300 метров, я живу у моря, а он живет просто на пляже, да, ну, кстати, мы живем в классном месте с Саней, надо сказать, вот, и Саня все время смотрит медиафутбол, вот, постоянно, и здесь Кокорин, он меня учит, он говорит, вот это мне неинтересно, это мне неинтересно, а вот там я что-то сделаю, будут охваты, и мы с ним спорим, я говорю, ну, блин, опять не для клуба-то, Саня, там, есть нюансы, у нас есть определенные пожелания, он говорит, нет, ты не понимаешь, и начинает мне такое рассказывать, про медиафутбол, про то, как это заходит, что нужно сделать, да, он готовый, абсолютно готовый, руководитель, под букмекеров, хорошей медийной компании, то есть, когда Саша закончит карьеру, ну, мне кажется, он поиграет еще в Еврокопках, все будет у него нормально, он здесь набрал, но он когда-то закончит карьеру, если медиафутбол будет приносить такие же бабки, Саша пойдет в медиафутбол, организует команду, которая всех потопчет, потому что он готовый медиаменеджер, он понимает в этом, то, что он мне здесь рассказывает, я потом сижу, охренеть, вот это да, но, кстати, Саша Кокорин, именно Саша Кокорин, в 2011 году, будучи игроком московского Динамо, сказал мне следующую вещь, он говорит, я не буду, буду давать интервью после матча, я хочу написать об этом в своем инстаграме, еще в другом году, хорош, вот, вот же клоун, это я говорю, ты серьезно это не говоришь, как и что такое инстаграм, то есть, я узнал об инстаграме четко от Саши Кокорина, в 2011 году, я просто запомнил, что это 2011 год, и мне инстаграм не понравилось, он тогда, может быть, такой был недоработанный, я просто не понял, зачем это нужно, зачем это все нужно, вот в 2011 году, я зашел в инстаграм, зарегался, ничего там не размещал, в течение, там, трех лет, или сколько там, вот, и Саша мне сказал тогда, что он говорит, нет, какой комментарий советскому спорту, а тогда все жили этим, то есть, все обсуждали, советский спорт, спорт экспресс, чемпионат, в общем случае, все этим жили, футбольный мир жил этим, и Саша мне вот сказал, что мой комментарий будет в инстаграме, но мы чуть-чуть отвлеклись, я к тому, что... Периодически отвлекаемся. Да, да, я хотел просто такую мысль основную дать, что переносишься в те годы и понимаешь, насколько было в плане контента клубного, нам сложнее даже психологически, то есть, может быть, мы уже там, ну, умели снимать, умели работать со звуком, с легких камер, там, полупрошками бегали уже, там, ну, в 14-м году точно бегали с полупрошками, ну, или в 15-м, не помню, но команда была не готова вообще, то есть, она была в этом очень обучена этим новым медиа, сейчас я смотрю, как реагируют на камеры в топ-клубах, да как здесь вот варишься ребята реагируют, с ними можно лепить, что хочешь, и в этом плане, конечно, я по-хорошему завидую тем, кто сейчас осваивает, эти медиа, да, осваивает контакт с командами, потому что можно делать все, что угодно, они готовы к этому, они хотят в этом участвовать, они видят этот медиафутбол, они уже как 2-3 года как на дрожжах растут сами, и профессионалы, все эти вбуки, типа Васькова, которого надо через жену уговаривать на интервью прийти, они другие сейчас, и сын Димы Васькова, я вот очень хорошо запомнил, еще был в клубе, он был к этому готов, мы с ним могли бы снять любой контент, потом, наверное, и снимали, он был готов к всему, он все умел, и папа его, Дмитрий Вячеславович, мне это рассказывал, говорит, вот сынишка все соображает, все делает в соцсети, там он все это понимает, смотрит, он с кем-то там в медиафутболе уже там дружит, вот так. Итак, как мы ловко подошли к вопросу про Академию, потому что вот как раз новые медиа, вот как раз эти челленджи, вот как раз попытка была сделать что-то, ну правда с Академией, потому что лично мне больше интересна Академия, вот, но в целом это же продукт, который мы делали в семнадцатом году кое-как и с большими проблемами, три разных режиссера у меня в итоге было в трех выпусках, но по сути в семнадцатом году мы делали то же самое, что делали Тудротс и Амкау и все такое, челленджи, разговорчики, попытка через веселые там конкурсы представить публику. Сейчас, спустя пять лет Локомотив в Телеграме, по-моему, себя тоже нанял каких-то людей, которые в ТикТоке короткие видео снимают, выглядят странно. Как-то это все выглядит неестественно. Вот весь ужас всей этой истории, что с 21-го года, с весны 21-го года я не вижу естественного, искреннего контента Локомотива, и он почему-то отсутствует, хотя это не так сложно сделать. Нет в этом ничего великого, это элементарное упражнение, ну, ладно, не буду там кичиться, это все организовывается довольно-таки быстро. Толковые люди, камеры, все все знают, все умеют. Там почему-то все выглядит медиоко, посредственно. Значит, что мне нравится, Ира Петшебякина, она очень обаятельная девочка, она футбольный человек, и она к своему такому футбольному пониманию подключает, ну, она красивая, симпатичная, милая девочка, прям, она мне очень нравится. И это, я не знаю, там, ну, можно всякое сказать, там, могли бы снять лучше, могли бы шутки придумать по мне. Я это смотрю, и мне легко на сердце, я вижу эту Иру, и знаю, что она, если ляпнет что-то, то мне понравится, я улыбнусь. Вот Ира Петшебякина, ну, а еще чего, еще что-то есть, я ничего не замечаю пока. Далее, значит, а как вопрос это звучал? А, про академию. Вопрос про академию, как это, вопрос, собственно, не было. Как это все было-то? Давай, а ты, я здесь откровенничаю, про тебя-то можно все рассказать? Так рассказывай, конечно. Значит, вот, ребят, кто настоящий болельщик локомотива, это вот перед вами Артем. Да, если вы не знали, я за локомотив болею. Да, вот нимб, красно-зеленый нимб вокруг него, это настоящий болельщик, я это говорю, как человек, который пытался пригласить Артема к работе в клубе. И вот все эти ребята, которые бьют себя в грудь, говорят, я за локомотив, с детства там, за команду, и с ними потом, мы не раз говорили, что, да, я согласен, надо поднять условия, но я про то думал, господи, можно быть просто сотрудниками, не болельщиками, и будем поднимать зарплату без вот этого наличия боления за клуб. Это вот как-то меня всегда смущало. Мне это боление за клуб вообще не надо, вообще никак. Это только отягощение, люди сходят с ума, понимаете? У них в голове рождается, что они, совесть клуба, например. Мы такие, да, мы болельщики такие. Это проблема. Нужно набирать людей, которые, пусть болеют за локомотив. Да я сам болел за локомотив все эти годы, пока мы там были вместе, но я болел, как, потому что меня наняли, это интересы компании, клуба, команды, ребят, с которыми я каждый день взаимодействую. Так вот, я пригласил Артема в свой кабинет, который ранее принадлежал Рахимову Божевичу и Кучуку. Говорю, Артем, вот в новом проекте мы предложим тебе гонорар, и ты будешь получать гонорар и снимать этот выпуск в Академию. Мне нужен такой человек, который будет для нас снимать что-то про Академию. Челленджи мы будем снимать, какие-то мемчики придумаешь, иногда просто нужно какое-то интервью, спокойно поговорить с парнем, пять вопросов молодому, как учишься, какие отметки, кто любимый футболист. Ну, в общем, движняк такой на поле. Поле всегда выделим, напишем письмо, там куда-то, на четвертый этаж, нам спустят, что все, поле занято с 14 на 0 по 16 на 0. Но что ответил Тим? Он сказал, нет, я никогда не возьму денег с клуба, ни за что. Если вы меня во что-то приглашаете, мне интересно что-то сделать и поучаствовать, но ни копейки я не возьму. Я очень страдал, я говорю, ну как же Тим, ну давай поговорим с тобой, ну блин, ну просто там, ну 5 тысяч рублей каких-нибудь тебе дадим, ну давай, ну чего-то, ну какая разница, ну мы берем твое время, ты должен за этой своей несчастной федерацией ехать на метро, здесь снимать, мучиться с нашим Борей, Лешей там, кто там это еще снимал. И Тим говорит, нет, еще раз говорю, это вы здесь работаете, я люблю этот клуб, я болельщик локомотива, никогда не возьму с него ни копейки. Почти уверен, что ты этот пафос придумал. Короче, ну, не знаю, начали снимать, спасибо, потому что я, кроме Тима, никого не видел в этой роли, это единственный человек, который в Москве так, сейчас я за тобой не так слежу внимательно, ты еще извини, но я помню, что я читал тебя и мое представление о московском футболе в определенных возрастах и вообще информация шла от тебя очень интересно, я постоянно за тобой следил, я не мог понять, кто бы мог нам еще сделать эту академию, кроме тебя, поэтому я был на тебе зациклен абсолютно, и по-моему, меня все поддерживали, наверное, в пресс-службе, сейчас я уже не помню, я просто помню, что думаю, вот, блин, чел какой-то специфический, не может взять денег, но просто надо взять денег, потому что на тебя заняли время, и ты там работаешь по заданию, ну, ладно, как-то там это снимали, вот, я думаю, что этот формат клуб сейчас должен, ну, как сказать, усиливать, вот я по примеру Ариса скажу, в чем тут дело, значит, много русскоязычных на Кипре сейчас здесь, да, которые хотят отдать детей заниматься спортом, и есть такая молва, что если ты отдаешь ребенок, ребенка там в Апуэл, Аполон, там, в эти клубы, да, он будет отличным футболистом, только на европейском уровне он сосиска, сосиска, здесь в Арисе все-таки мы хотим, сейчас уже эти группы работают, русскоязычные тренеры и русские дети, и там другой уже подход, там уже от рангника технологии, и вот там вот так вот начинается, там все серьезно, и мы сейчас, там СММ, там мы подтягиваем продакшн, чтобы контент об Академии Ариса был, ну, понятно, что он не будет таким насыщенным, как в основной команде, но чтобы он был, чтобы видели, что у нас весело, круто, что детишки не только там получают хорошее время предпровождения, но они могут стать профессиональными футболистами в структуре клуба. Извини, перебью два слова буквально, потому что был вопрос об этом в чате, Никита Ковальчук, он в Академии Ариса, он занимается Академией Ариса, правильно? Да. Ник – это один из русских людей, который работает в клубе, вот мы с ним вчера виделись, значит, Ник очень зациклен на том, что не надо его уже воспринимать как блогера, он может на этом хорошо зарабатывать, и он зарабатывал бы намного больше на этом, вот если бы он сейчас больше развлекал публику, делал свой контент, потому что у него аудитория просто огромная, там нам и не снилось, Арису такой аудитории, и она просто огромная, но Ник хочет стать тренером, он хочет стать тренером, и когда мы вот… Он тренер в Академии, он спортивный директор Академии? Он спортивный директор Академии, но он не отпустил один из возрастов, по-моему, 16-летний, это 16-летние ребята, у него уже есть определенная лицензия, опыт работы там в Латвии, в России он что-то тренировал, и он очень старается, он понимает, что шансы есть, и что Арис ему дал еще одну ступеньку, он очень целеустремленный, он учится, он вообще здесь не, как сказать, никаких скидок на то, что это Кипр, море пошел здесь, погулял, искупался, нет, он учится, он с ними работает много, он с них требует, он с себя требует, в общем, ну как сказать, посмотрим, как это пойдет, но я вижу, что у него такие амбиции, что он хочет выйти в тренеры, большие и известные. Давай, я в свою очередь расскажу про Лакадемию, потому что, столько слов наговорил, я, ну во-первых, да, я совершенно, как человек, с предложением, ты опоздал лет, наверное, на 8-10, потому что, если бы предложение поработать на клуб пришло у меня, когда мне было лет 18-19-20, я бы бил в ладоши, прыгал и сказал, что да, конечно, что хотите, все сделаю. К своим уже, к 2017 году, у меня было огромное количество примеров перед глазами людей, которые работали на клуб, и их боление за клуб уничтожалось с каждым месяцем работы на клуб, то есть люди болели, начинали видеть всю подноготную, получали деньги, и они уже становились какими-то очень странными болельщиками, а потом и вовсе это боление умирало, мы, кстати, на многих подкастах эту тему затрагивали, в частности, там с Женей Кирилловым, который был очень ярым болельщиком, а потом очень долго работал на клуб, я у него спрашивал, какая у него трансформация происходила, вот, я видел то же самое не только с локомотивскими, у меня по работе в федерации стало очень много знакомых различных футбольных клубов, в Спартаке, в Динамо, и там тоже абсолютно та же самая история, что как только человек попадает в клуб и начинает уже работать на него, оказывается, то, что работать и болеть, это совершенно разные вещи, и поэтому в том числе мне, ну, уже никак не хотелось, и до сих пор особо не хочется, не рвусь я на работу в футбольных клуб, хотя вот, не знаю, раз в 2-3 месяца кто-нибудь обязательно приходит с вопросом, типа, Тим, не хочешь ли ты, почему ты не работаешь в локомотиве, ты бы точно там бы смог работать, давай, давай, я говорю, что, ну, вы мне очень странной судьбы желаете, вообще нету никакого желания, вот, но была еще одна история, которая тоже мне повлияла, да, что не стоит брать деньги с клуба, потому что, если вдруг что-то пойдет не так, эта история обязательно всплывет, эта история обязательно у болельщиков будет, никогда это шило в мешке не утаишь, и стоит мне что-нибудь сказать про клуб хорошее, тут же появятся люди, которые скажут, так ты это говоришь про клуб хорошее, не потому что клуб чемпионом становится, а потому что тебе там 5000 рублей заплатили за то, что ты локадемию сделал, хотя, по факту, достаточно, ну, большой труд был проделан для того, чтобы делать каждый из трех выпусков локадемии, вот, так что, в данном случае мои бескорыстные мотивы были, в том числе, и довольно корыстными, чтобы мне в 2023 году никто не припоминал, что в 2017 я с клуба брал какие-то деньги, вот, но, мои впечатления о локадемии, первый выпуск, который я хотел брать, хотел делать с парнишкой 2003 года рождения, Ефремовым, который сейчас уже не в клубе, по-моему, он до сих пор где-то в Испании, но постоянно мотался, Испания, Россия и обратно Испания, мне его не дали, потому что, оказывается, он живет в Нижнем Допгороде и на матче приезжал только на игры, мне дали Ларина и Винникова, мы что-то сделали, получилась полная хрень, потому что никто ничего не понимал, что мы вообще собираемся делать, приехал Эд Миловидов, которому тоже ничего не сказали, что мы собираемся делать, мы что-то поснимали, какие-то движения делали, я что-то поспрашивал у ребят, а, ну, как бы, я особо к Ларину и Винникову не знал, я знал кое-что про Ларина, про Винникова я не знал вообще ничего, поэтому подготовиться к этому было невозможно. Получился очень странный репортаж, который потом довольно долго монтировался, и у меня лично сложилось впечатление, то, что по большому счету этот проект, ну, никому на тот момент, когда он уже начал выходить, не был нужен, потому что пошли перетурбации в работе пресс-службы, и у Миловидова была там куча работы, он там снимал какие-то странные вещи для РЖД, больше рекламного вида. У Леши Жаркова было выше крыши работы, а третий выпуск, на меня Дзгоев просто два часа матерился, от того, что пришел какой-то чувак, что-то хочет, давай, монтируй мне выпуск, а у него там, сделай мне, ну, задача смонтировать обзор, у него там еще спонтировать интервью, еще что-то сделать, а мы тут сидим и три часа что-то монтируем, а ты даже сам не понимаешь, что ты хочешь видеть. И третий выпуск стал последним на съемках Лакадемии. Борис Феликсович, да. Стал последним, и ни я не писал в клуб, типа, а может быть мы еще что-нибудь снимем, ни из клуба мне никто уже не писал, типа, давай мы еще что-нибудь снимем. И как-то этот проект очень быстро умер, и в тот момент я еще раз понял, что, ну, хорошо, что мы никакие там контракты не заключали, никакие договора там на 10 выпусков не подписывали, потому что сейчас это бы тяготило и меня, которому, в принципе, ну, я три выпуска снял, мне было весело, мне было интересно, но, в общем, я с Мироном, с Карапузовым пообщался, хватит. И клубу это уже нафиг не нужно. Попал, может ты попал на хороших игроков, согласись, история. В смысле попал на хороших? Я их выбивал, я их просил, потому что я конкретно знал, с кем я хочу делать выпуск. У меня следующий выпуск... Они состоялись. Они состоялись. Они про меня сейчас сказали. И Наилю Мяров, и еще многие-многие ребята, с которыми я делал большое интервью. Так что, это я открыл миру, Алексея Миронова и Владислава Карапузова. И очень сильно за Влада теперь болею. Артем, и такая можно, вот тоже, ребят, я сейчас буду иногда говорить такие вещи, которые могут не ложиться в контекст, но я буду их говорить. Вот Артем, еще раз, я преклоняюсь перед ним, как перед... Ну, правда, для меня это образец болельщика, потому что, я вот анонсировал, что я расскажу, мы обсуждали с Ольгой Юрьевной Артема, она говорит, вот он такой сипой, он там вот это все анализирует, ах, он вот опять ему это все не нравится, ему вечно все не нравится, что-то он там одно, другое. И она все это читала, не знаю, там, готовил ей Сережу Томилов это, или мы не готовили точно, или она сама была подписана, как ты считала, я ей ничего не готовил про тебя, Артем. То есть, она была, Ольга Юрьевна была в курсе твоих заметок, но она говорит, толковый, толковый, надо его пригласить, пусть с нами общается, поумнее станет, будет больше знать, как здесь тяжело нам всем. Ну, в общем, вот так вот. Вот, но она говорила, что вот он пишет про нас, ничего хорошего, не хочет написать, только все как-то у него пессимистично, но говорит, толковый, черт подери. Вот, ребят, вот было такое дело, умер Ивашков, это, в общем, довольно-таки прикладом возрасте, мне позвонил Никита Павлович Симонян, я говорю, Никита Павлович, спокойно, мы его хороним на наши деньги, Илья Леонидович написал, прям в кассе выдали деньги, мы оплатили все, поминки, похороны, все, но, вот, ребят, на похороны, хотя давали там объявление, но приехал один Нирвана, Ваня Нирвана, мы еще с ним, по-моему, ехали на моей машине, вот, никого не было, то есть, вот, иногда локомотив, это память, и когда Женя Алексеев, там, может быть, он кажется кому-то чудным, когда он об этом очень заботится, и когда он это делает, хотелось бы, чтобы таких людей, которые бы помнили, уважали просто историю клуба, было бы больше, потому что все эти, ну, как объяснить, все эти развлечения, там, забеги на поле, там, еще что-то, я считаю, это неуважение клуба, но когда будет вот такое уважение, там, к ветеранам, к истории, это братство возникнет само собой, потому что все, что я здесь вижу, вот, ребят, с Арисом справниваю, да, аудитория разная, правда, мы собираем здесь 5-6 тысяч на стадионе, наших болельщиков уже, их 5-6 тысяч, из них, вот, это мое тоже маленькое достижение, из них тысяча болельщиков, это русскоязычное, то есть мы их не разделяем, это бывший Советский Союз, люди, которые говорят на русском языке, вот, это новая аудитория, вот, и, понимаете, здесь ветераны клуба, они приглашаются на все тусовки, они с нами везде веселятся, они с нами везде, везде болельщики, как мы отмечали это чемпионство, вот, я помню, что, да, в Москве, но это сложно, это служба безопасности, это, там, первые лица приезжают, да, все знают, кто-то приезжал, все это сложно, но мы потусовались, как-то около паровоза, да, отметили это, повеселились, но здесь у меня картинка просто слетела с катушек, потому что, как только мы начали тут понимать, что мы можем стать чемпионами, болельщики и команда были постоянно вместе, постоянно, всю неделю здесь была какая-то тусовка, на площади, потом еще куда-то толпа людей, и есть такой праздник, когда площадь героев, есть такая в центре Лимасова старая площадь, площадь героев, это, видимо, честь павших во время 1974 года войны, там есть таверна Ареса, она старинная, она еще с 30-х годов, и там вот собираются болельщики, все приехали на эту площадь, там было тысяча две, две с половиной людей, все братались, обнимались, каждый сделал потас, там, ну, с футболистами, кубок мы ему еще будем показывать, потому что его вручили-то подавчера, значит, и вот эту всю неделю мы были вместе, все переобщались, сделали кучу фотографий, все отмечали вместе, да, ели что-то, пили вместе, клуб проставился там на площади, что нам, жалко что ли, закупили оптом свинины, баранины, говядины, картофель фри, нарезали огурец и помидор, это деньги, это не деньги, но все помнят, что им наливал пиво главный тренер, вот так вот стоял, просто не переставая, спасибо вам, спасибо вам за сезон, спасибо, все выпили этого пива, что-то поели, никто ничего там не платил, все абсолютно счастливые, и Саша, вот Кокорин, я по нему смотрю, он никогда не участвовал в таком празднике, вот он выигрывал чемпионство с Зенитом, он никогда не был таким счастливым, он говорит, фантастика, какая здесь обстановка, я отсюда не уйду, вот, я понимаю, что не надо мерить это на локомотив, это Москва, это сложный город, сложные люди, госкорпорация непростая, где я тоже неоднократно бывал в главном офисе на совещаниях, знаю о чем говорю, мы тоже такие немножко, ну, это ритм жизни, не так все это просто, вот, но я надеюсь, что вот эта волна, Глушенков, Пеняев, вот эта вся история с их футболом, она, клуб убедит в том, что пора раскрываться, пора делать действительно дом на стадионе, пора маркетинг менять, ну, не менять людей, я не хочу крови, просто по-другому позиционировать себя, но были же попытки, мы симпатичные делали и контент, и симпатичную жизнь устраивали, там, когда Леонид, Леонидович пришел, разве не так, так, ребят, надо повторять, не только Ира Подшебякина должна иметь человеческое милое лицо, но и вы все остальные. Все так, но я в это вообще не верю, пока ощущение, что слишком все случайно и хаотически, мне кажется, что и Ира Подшебякина возникла абсолютно случайно и вполне возможно точно так же случайно и исчезнет из жизни локомотива, никто не будет ничего дальше развивать. Я не хочу там, знаете, что-то говорить, но, когда вот были все эти встречи с болельщиками, Василий Александрович, Кирил, ты, знаете, даже, ну, потом пожалел, что я там в Телеграме что-то написал, мне кажется, это был просто какой-то болезненный момент, потому что он там чувствовал себя неважно, что-то случилось с психикой, почему ведущий там так обращался с болельщиками, как-то вообще все очень странно, почему средний палец показывали, это как они дошли до такой жизни. И, конечно, народ такой, знаете, который ценит деньги, который ценит комфорт, что у него есть там дети, жена, тещу он хочет привезти на кутбол, не знаю, на самом деле им не смешно, это так кажется, что это все смешно, потому что есть много людей, которые потом в солидных компаниях, компаниях, фирмах, банках, и они говорят, слушайте, вчера стал свидетелем такого, там, гендиректор палец показал средний, ну, вообще, это просто немыслимо, да, то есть, это вообще выгоняют на следующий день с работы, почему так себя вели люди высокомерно, нагло и хамили, это вообще удивительно просто. Увы, увы, было такое, но слушай, как мне кажется, знаешь, такой момент, что вот умный рассуждает, ему сейчас легко сидит там на Кипре, рассуждает, но, ладно, ребят, еще раз говорю, я там готов принять критику, я тоже там где-то мог не доработать, ошибиться и переборщить, но, вот то, что я видел потом, я никак не мог понять, как они дошли до такой жизни, я помню, что я позвонил Павловичу, он говорит, как хорошо, с Василием Александровичем нормально, живем, Андрей, там, все хорошо, как у тебя дела, там, давай, там, я думаю, вот классно, повезло все-таки, да, что пришел Василий Александрович, и у них такая, в общем-то, ну, риторика пошла, какая-то добрая, выиграли там, титул очередной, и вдруг потом такое понеслось, что опять, думаешь, елки-палки, опять, опять эта история, в общем, такой клуб, невезучий, в каком плане, в последнее время, что, ну, на ровном месте устраивались какие-то глупости, невезучая самая, конечно, Динамо, но локомотив, конечно, отличился в этом, в этой эпохе, распугал часть людей, не нашел их, потерял, утратил, в общем, это надо все исправлять, и я желаю клубу сейчас искренне, если кто-то смотрит там, ребят, да надо как-то в эти трудные времена, для, ну, надо срывать шаблоны, просто по-другому выходить к людям, раскрывать все эти клетки, не знаю, преграды, Василичу и суду безопасности сказать, что все хорошее, все друзья пришли, ценить каждого болельщика, это капитал клуба, болельщиков мало, насколько я знаю, примерно столько же, на Ари сходят больше, как я понимаю, понимаете, тут тоже фанайди, но 4 года они с ним, поначалу никто не хотел ходить, у них просто непростая ситуация с Ультрас, потому что они там такое устраивают, поэтому фанайди здесь необходим, в России фанайди, ну, мне кажется, это перебор, потому что, ну, настолько 18-й год убедил меня в том, что все, мы в такой цивилизованной эпохе, не знаю, если бы я увидел, не знаю, Лелюка Ярунова, концертной бабочке в белой рубашке на трибуне, я бы не удивился, потому что люди меняются, они понимают, что уже нужно больше добра, креатива, как бы все эти войны прошли, никто никого бить не должен. Ну, возможно, конечно, меняется. Что хотел сказать? Я хотел сказать о том, что, как по мне, вот эта вот замечательная медийная история Локомотива, которая длилась с момента вот твоего назначения, она закончилась, вот лично для меня, она закончилась где-то, по-моему, могу напутать дату, но что-то около 4 декабря 2017 года, когда на сайте Локомотива вышло, что Локомотив за каким-то хреном решает сделать перестановки в департаменте коммуникаций, пришли люди, которых объявили, Кидисюк, там, Смертин не тот, который, а другой Смертин, и, соответственно, появилось 4 каких-то департамента, после чего вот это вот все замечательное, что у нас было, даже такое не очень смелое, но все-таки прекрасное в первой половине сезона, вторая половина сезона, когда мы уже 8 очков отрыва имеем, когда мы уже, кажется, что вот здесь и сейчас нужно нарабатывать фан-базу, вот здесь сейчас нужно накатывать, в том числе, в медиа активности, вдруг неожиданно перестает выходить вообще все, что только можно, то есть, на сборах, я еще не помню, по-моему, на сборах что-то было, и там, на сборах что-то было, но когда начались матчи чемпионата, это просто какое-то гробовое молчание от клуба, и понятно, что там можно было объяснить тем, что вот мы там все нацелились на чемпионство, все, никого не хотим отвлекать, ничего не хотим, но там не было даже каких-то элементарных вещей, которые были до этого, которые призывали болельщиков на стадион, и в итоге, когда, ну, по факту в итоге случилось то, что мы выиграли чемпионство, прошел чемпионат мира в России 2018 года, прошло там еще месяц, ну, меньше, полмесяца, да, после окончания чемпионата мира, первый матч чемпионской команды домашний, и на него приходят 10 тысяч человек, и я просто вот, ну, как можно было настолько просрать вот эти вот великолепнейшие полгода, которые были у локомотива для того, чтобы набрать суперфан базу, что это было, кто эти люди, которые пришли, как они пришли, и как это все воспринималось? Я бы вот не рассказал, важную вещь, я бы очень отметил и поблагодарил бы и сказал бы, что я был единомышленником всех этих историй, это директор по маркетингу Даша Спилак, который пришел в 16-м году, то есть, еще раз говорю, она вряд ли меня любит, я плохой дядька для нее, вот, ну, она умничка, то есть, она, у нее хороший вкус, очень хороший вкус, прям, мне очень вкус ее нравится, вот все цветы, например, когда обсуждали цвета или обсуждали эмблему казанки, я прямо говорю, вау, и она говорит, да, хорошо, что ты так думаешь, в общем, в этом плане абсолютный, я бы ее причислил к единомышленникам, к людям, с которыми интересно работать, другое дело, что, конечно, там процессы были, ну, о которых точно там нельзя рассказывать, это все-таки уже шершаляфан и прочее, то есть, ну, это как бы, я простил это все и долго не злился, всякое бывает, как бы, бывают всякие истории, но, как бы, очень там нехорошо с корпоративной точки зрения развивались некоторые вопросы, но это все было поправимо, главное, что болельщики, аудитории, они увидели картинку, которую принесла Даша Спивак, абсолютно точно я это должен сказать, и она просто еще раз говорю, молодец, я правда не знаю, она каким-то баскетболом сейчас занимается, вот лучше бы она в футболе где-нибудь работала, потому что она, ну, крутая тетка, вообще молодец, Даша, в общем, респект, ну, именно за ее вкус, умение, видение и прочее, далее, ну, тут я думаю, что белое пятно для меня, потому что то, что Илья Леонидович рассуждал, то, как Леонидович рассуждал, о маркетинге, я только радовался, и вдруг он впал в какое-то состояние, я буду об этом говорить открыто, потому что семь лет мне, как бы, не надо молчать, ну, надо молчать, но он в Спортэкспрессе, и в личных беседах со мной, там, объясняя определенные процессы, и говоря обо мне, конечно же, он и лукавил, говорил неправду, и то есть, когда там у человека 6-7 версий на одну и ту же тему, то это, по крайней мере, не по-мужски, я как бы там, не знаю, пять лет молчал, ничего не говорил на эту тему, так я Березняку Андрею передал привет, говорю, ну, так вот так, Саша Ковалышка, ну, они как бы, я еще раз говорю, окружение Герпеса, мне очень понравилось, профессионалы, я с ними общаюсь, со всеми, я им иногда там напоминал, что говорю, вот, Илья Леонидович, он, конечно, сам себе яму рыло, и не рассчитывал на людей, которые делали ему полезные дела. Тут он делает такую вещь, собирает нас, Дашу Спивак, меня, и свою коллегу, замечательную, Машу Грачеву, Марию Сергеевну Грачеву, и говорит следующую вещь, я тут решил, мы тут решили объединить там все наши активности, наш департамент сделать, какой-то там общий, назвать его как-то, и теперь вот у вас руководитель, Алексей Леонидович Смертин, вот, ну, как, ну, моя задача такая была, Илья Леонидович сказала, говорю, Илья Леонидович, я помогу, я буду работать, но имейте в виду, что вот сезон закончится, и я бы хотел, чтобы вы там ко мне лояльно отнеслись, но я запрашиваю вас, если кто-то спросит обо мне, о вас, я как бы могу войти в переговоры с новым работодателем, потому что, ну, у меня есть определенные навыки, умения, статус, наконец, такое слово, один сотрудник использовал очень часто, статус, важен статус, ну, статус мне был, там, не знаю, не важен, но у меня был определенный бэкграунд, так сказать, что под людьми типа смерти, но мне работать не надо, когда мы поговорили с Алексеем Леонидовичем, я как бы очень с большим уважением отнесся к нему, он ходил в непростое время, когда РЖД задумывалось в очередной раз над сменой руководства клуба, хотя это тоже было странно, вот, и я когда с ним поговорил, я понял, что, ну, вот, катастрофа, да, катастрофа, потому что он честно мне сказал, говорит, да я не знаю, что такое Твиттер, да, вы вообще не понимаете, что вы здесь делаете, я все запрещаю, что-то такое, по инерции отработали сборы, потом, как бы, вот 1 февраля мой департамент закончил свое существование, потому что я документы подписал только 30 января, подчинение смерти, то есть я принципиально думал, я думал, ну, был у меня один вариант, чтобы не входить в ее департамент, он все время говорил, когда ты войдешь в мой департамент, я так не могу, я говорю, я подожду, я подписал в последний момент, последний день существования моего, так сказать, управления по связям с общественностью, я не хотел до последнего это делать, и просил меня вывести в команду, вообще вот подчинение, не знаю, ну, то есть, чтобы доработать это время без Алексея Леонидовича, но, тем не менее, я принял такое, ну, в своих шкурных интересах, чтобы просто не потерять, не знаю, заработок, чтобы на меня они не получились, говорю, ну, я помогу вам, ребят, все, давайте работать, подписал все документы, ну, вот, трэш, конечно, потому что Алексей Леонидович, так его, по-моему, звали, ну, короче говоря, он знал намного меньше, чем стажеры, которых я в советский спорт приглашал, там, вот, и как мне было с этим мириться, то есть, он начал, говорит, сейчас я помирю с Семеном, с Геркусом, говорю, не надо ходить, ничего говорить Семену не надо, ну, как это, я большой руководитель, сейчас и пойду разберусь, ну, он идет, присаживается к Семену, я просто через минуту вижу, иди отсюда, и не отвлекай, там, то есть, он не понимал футбола, он не понимал вообще, что происходит в медиа, ну, господи, ну, как-то жалко его было, он очень гордился тем, что он занял такую должность, но я понимал, что это путь в никуда, что все разваливается, Даша, я так понимаю, стал искать, идти отступление, на работу в Зенит за один день не берут, я думаю, что ее переход из локомотива в Зенит, это такая тоже подготовленная история, вот, и я, как сказать, я просто не хотел уходить, я думал, что я вот доработаю Лигу чемпионов, и нас всех вместе выгонят, потому что, ну, говорили прямым текстом, что вот ваши дни сочтены, сюда приходят Мещеряков, Анатолий и Коля Комаров, ну, Коля Комаров, ладно, бог с ним, мне его жалко, и все, больше ничего не могу сказать, но вот решение, именно это было решение Геркуса поставить Смертина в голове этого департамента, человека, который вот не понимал вообще, чем мы занимаемся, он запретил английский твиттер, ну, его, как бы, он блокировал, он распоряжение дал, чтобы заблокировали эти соцсети, те соцсети, думаю, его дают, это просто рок-н-ролл какой-то, у нас чемпионство, у нас вообще никто ничего уже не понимает, разрастание департамента, Паша Китисюк, но он профессиональный человек, ну, я вообще не понял, что они там делали, но как-то очень грустно, не хочу про них, не по себе говорить, потому что мы рукопожатные люди, вот, потом он решил меня там увольнять, я говорю, нет, увольнять ты меня не будешь, пошел к Геркусу, и тут случилась самая хреновая история в нашем сотрудничестве, Леонидовичем, потому что он прятался от меня в течение 56 часов, я специально посчитал, говорил Андрею Березнякову, говорю, смотрите, ведь мы мужчины, да, и я не должен поговорить с президентом, почему я должен уйти, да, потому что мы говорили о других вещах, и как-то Андрей Березняк говорит, Андрей, я вас защищал до последнего, вот, честное слово, защищал, но вот они там что-то задумали, ну, понятно, может быть, Маша руководила Геркусом в этот момент уже, потому что он попал, конечно, под ее влияние там, мы встретились с Геркусом спустя 56 часов, и он мне просто изложил 6-7 версий, почему я должен уйти, и что-то я так расстроился, но не из-за себя больше, а из-за того, что я заслуживал обычного нормального мужского разговора, потому что, когда я увольнял людей, ну, как бы, я брал на себя ответственность, Илья Леонидович был не в состоянии сказать, что это он меня увольняет, он предложил 6-7 версий, что звонили такие-то люди, попросили меня уволить, что вот в клубе недовольны, хотят тебя уволить, еще там чего-то, ну, то есть, такой бред, и, ну, как сказать, я не хотел с ними ссориться, еще что-то мне позвонил, позвонил СБ, говорю, да вы что, с ума сошли, не пойду ни в какую трудовую инспекцию, тем более клуб меня не обидел, мне, мы ушли, я ушел по соглашению сторон, полностью финансовые, все дела клуб выполнил, даже перевыполнил их, то есть, в этом плане я благодарен, то есть, я вышел, как сказать, достойно, да, меня никто не выгонял, по-собственному я не писал, то есть, они в этом плане поступили совершенно нормально и профессионально, но, вот именно такая штучка, что с Ильей Леонидовичем мы прошли все-таки разные ситуации, он прятался от меня, от меня не прятался ни один руководитель, не было такого, у меня было много руководителей, и с ними вот там 12-13 человек, которые мной руководили, начиная с Бориса Александровича Покровского, режиссера Большого и Камерного театра, понимаете, и мы с ними, а он 12-го года рождения, легендарная личность, вы тоже интервью почитаете, короче, и с этими, со всеми людьми, начиная с Бориса Александровича Покровского, заканчивая, ну, там, с кем мы расставались там, мы все, там, мы все эти вопросы обсуждали, все это происходило по-разному, либо там, по обоюдному согласию, еще как-то здесь случилась история совершенно дикая, что Илья Леонидович прятался, не мог ничего сказать, отворачивался, прятал взгляд, я думаю, что это вообще за бред вообще, но он мне сказал в той беседе, он говорит, Андрей, неужели вы не понимаете, что происходит, нас убирают всех, вы просто пойдете первым, не переживайте, Андрей, вы найдете работу, ну, все, и вот там, с таким вялым видом, он это говорил, я-то, бороться, там, вперед, блин, Лига чемпионов впереди, но я видел человека, который уже был на что-то обречен, он просто был абсолютно индифферентен, как мне показалось, я увидел другого, Илья Леонидовича, позднего, вот, и это обидно, потому что, ну, у него было много соратников, много последователей, вот, и я говорю, зря я был так вот, перед Лигой чемпионов, ну, я не буду проситься, скулить, что оставьте меня на Лигу чемпионов, но было дико обидно, у меня-то в голове, это Лига чемпионов, с 13 лет, когда я впервые услышал этот гимн Лиги чемпионов, знаете, вот, ну, ковалышка Саша написал там одну вещь мне интересную, ладно, и как-то это сбылось, потому что, я не знаю, конечно, может меня и Зариса уволят перед Лигой чемпионов, но, может быть, такая, очень нехорошая вещь скажу, Илья Леонидович вылетел с торпеды, а я с Зарисом вошел в Лигу чемпионов с первого места, и, может быть, в этом есть какая-то справедливость. Ребят, ну, не надо забывать, что давайте так, я просто, там, руководитель СМИ, немаленького, вот, и, кстати, нет у меня ничего личного, там, Калия Леонидовича сейчас, да, потому что, это такая условная история, которую надо, там, зафиксировать, я его приглашал в РБ посотрудничать, то есть, я бы хотел, чтобы он был у нас прогнозистом, у нас, эксперты, прогнозисты, мы ему предлагали, за гонорар, как тебе, Тим, но он отказался, не хочет подавать прогнозы, хотя, мне кажется, это тоже такая небольшая медийная история, и букмекеры смотрят, кто у нас дает прогнозы, и с теми людьми потом дружат, я пытался это объяснить, через посредника, Илья Леонидовича, что надо поработать на РБ, и букмекеры по-другому воспринимают, это никакая не клунада, да, это люди, которые потом с букмекерами ведут переговоры, которые получают контракты, но понятно, что он большой руководитель, ему это, наверное, показалось неинтересным, но он дает интервью, всем подряд, например, без гонорара, я считаю, что это неразумно, их было слишком много, можно было бы быть более избирательным, вот, короче, никаких вот здесь обид на людей нет, чтобы я сказал про них там что-то плохое, но, был я просто в полном шоке, как можно Дарью Спивак и Андрея Бодрова, заменить на человека, который сказал, что он не знает, что такое твиттер, и запретил его коржу, он сказал коржу, что твиттер запрещен, английский, это примерно напоминает мне заявление Володина в Госдуме, который сказал, что надо английский, или, простите, не Володина, какого-то депутата, который говорит, надо английский, что английский, это мертвый язык, а, мертвый язык, я просто извиняюсь, ну, вот, у нас был мертвый твиттер английский, который у нас рос в геометрической прогрессии, а Смертин, решил запретить и у него был карт-бланш от от геркуса на это то есть я понимаю что это может быть может какой-то гениальный план которого не понял но дело в том что человек просто не понимал чем мы занимаемся и пытался мне показать что он очень большой руководитель и научит меня чем у меня и вот поговорили уже про смерти на есть еще одного человека и ну тоже да хочешь отвечай хочешь не отвечай но очень много и у меня вопросов и у болельщиков вопросов чем занимался илья казаков в локомотиве потому что он тоже был в этом списке людей которые чем-то должны заниматься и вроде как личность должна была быть публичной но за полгода мы его не видели ни разу он продолжал работать на телеканале своем и делал интервью со всеми кроме локомотива то есть там были цисковские люди там были еще какие-то люди кроме локомотива то есть вот казаков работал в клубе официально это объявили на официальном сайте и мы не видели ни одного слова от казакова про локомотив в тот период что он делал кто это ну как 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 это происходило но давайте так вот здесь я буду аккуратно человек состоялся как журналист он известно извини да вот буквально вчера этом позавчера казаков сделал интервью с юрием нагорных и даже это больше чем он сделал за полгода в локомотиве когда он был на должности ну начнем так а конечно илья казаков состоялся еще в середине 90-х он был репортером в футбольном клубе как его голосу привыкли барахтному и барышни ему нравится он же красивый молодой и и же не кириллов да и илья он как сказать он так вот мягко заходят во многие двери вот но чем он занимался я ему распоряжение не давал мы у нас были какие-то чат и вообще еще что-то но об этом я вообще не хочу говорить то есть ну надо было позвать ну позвали мне это было объяснено так что меня надо сберечь то надо показать что произошла реконструкция подразделения хотя это какой-то еще бред вообще зашло и я хочу как бы уважительно отнестись да если уж мы разговариваем но это полный бред илья леонидович просто попал в беду его никто не спас то есть но ужасно то что он сделал просто катастрофа причем я но я сказал так или альич вы понимаете что вы делаете какой-то вообще странный ход ну вообще просто ужас он горит смотри пусть пусть на ошибается пусть проверить себя он уверен себе у него много планов не знаю какие планы взяли закрыли у меня есть два опыта общения с или геркосом одна это та самая встреча вторая это я написал в твиттере что-то про то что в локомотиве я не помню какой контекст но как раз то что напомнил то что вот мы каким-то образом умудрились просрать нашу медийку точно так же как это было в чемпионский год и он мне в твиттере в личные сообщения написал типа что вы имеете в виду я ему дал просто ссылку на вот эту официальная новость от 4 декабря 2017 года где произошла реконструкция департамента он говорит ну типа это ваше мнение я так ответил но я думаю что ему многие это говорили я думаю что это решение которое вызывает до сих пор их недоумение очень жаль что произошло потому что надо все таки ну просто странно я бы понял чтобы какой-нибудь провинциал какой-нибудь из какого-нибудь там из трамского газовика до чтобы он сделал такое назначение но чтобы это был наш любимый лучший маркетолог в спорте илья леонидович геркус чтобы назначил человека который бы спросил что такое twitter но это в голове не укладывается поэтому вот я не знаю я тоже ну я на руководящих должностях так я всегда руковожу подразделениями я никогда не руководил организации как илья леонидович да но вот эту работу это больше там 10 12 лет я веду мы с людьми разговариваем они уважают мой опыт я уважаю их опыт мы примериваемся вот я могу сказать так что я очень хотел чтобы лёша жарков возглавил продакшен в рб у нас там много всяких планов и там как сказать мы имели возможности для инвестиций я лёшу жаркова пригласил потому что я знаю что это очень талантливый человек может где-то недоучившийся он очень хотел учиться он бы мог вообще такие вещи делать ну и он и делал их он очень крутой очень крутой лёша я очень люблю вот и мы с ним провели приговоры практически там договорились но там не сложилось там личные обстоятельства у него были но я понимаю кого я беру на работу руководящий то что лёша жарков руководил бы там там два оператора там администратор продюсер там на договорах люди бы работали там кирилл пупша хороший очень ведущий у нас там там есть люди с которым мы ему было бы интересно они могли и он очень интересную презентацию скинул да я понимаю кого я беру на работу и как его воспримет коллектив то есть как они будут работать я это понимаю и лёша ну помимо того что я вы знаю там есть там определенные какие-то минус но у всех мы все грешные люди да ну я знаю что он будет феерить что он что-то придумает что будет хорошо понимаете а тут приходит чувак который вообще охренеть о чем не понимает кто вообще чем мы занимаемся он начинает что-то такое делать и я настораживаюсь наши страшно за клуб становится или олега ничего ничего потерпим надо его поддержать но я поддержал как мог но в итоге мы да именно так чемпионский матч я выгнал бы всех вообще кто там этим занимался позорище хорошо что у нас фильм есть а эти как бы с позволения сказать упражнения да у нас такой департамент стал мы такое выкатили сообщение в ржд удивились наверное столько руководителей стало чемпионство вот именно подразделением этим позорище никогда и ничего не своей работе так крупно чтобы я в этом был ну к этому причастен а так я увидел что стас ходит вопросы потом он то что он смонтировал это какую-то уже показывать людям нельзя это не так кто-то скажет что это было прекрасно да нет чемпионский матч это все работают не покладая рук привлекаются от ней люди другие вкалывайте здесь что я уже забыл про ради кульцева ради куда нет это был позор и я просто сказал так города мне уже как бы наверное ну и у меня есть свой участок работы там он уже был сундул блин он был сундул из верхов да уже звонят чтобы прекратил это говорить ну короче надо сказать о том что меня это крайне давай закончим рефлексировать по этому моменту до чувствуется что перебор пошел более-менее уже более-менее мы обсудили я более-менее для себя это прояснил и давай уже по положительным эмоциям потому что лучше короче ребят слушать ты можешь запекать потом я тут выражался ну на запись конечно могу да таки ты пожалуйста конечно да без проблем я не вообще не выражаюсь это знаю когда решающая история то это оказывается очень красивыми прям позвонили тут ничего себе даже в полночь смотрят я уже думал что к четвертому пятому часу стрима точно люди отвалятся один басманус привет чудо то понятно так но если что да то ты мне там все потом скажешь еще на мне вот это подзыв я здесь высказывался то есть запекать но очень плохо сработали два балла и так нельзя к чемпионство относиться еще раз повторюсь да что это такая может быть и внутренняя история но люди спрашивали у меня лично а чё это ничего не показали а чё там ничего не было а должно быть по-другому но фильм потом фильм очень долго выходил задерживали задерживали его презентовал геркус под свое увольнение в декабре задерживали на полгода задержали его не делали его не выпускали это же много разных историй рассказывали как герку заставлял перемонтировать этот фильм чтобы сначала там поменьше палыча было побольше геркус но это истории мы это я точно не знаю я не могу это говорить гарантировать да это просто вот очередные которые шли короче говоря давайте так всех простим за тут это было вредительство по отношению клубу это было вредительство просто самое настоящее и здравый смысл здесь вообще было вообще ни при чем я так и не понял что это было потому что илья леонидович это человек который за трендами следит подписано всякие модные странички он все знал он 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 очень профессиональный человек этом плане как можно пойти на такой шаг чтобы все разломалась и что-то очень не понял до сих пор не это тайна давай все-таки перейдем уже к положительным вещам которых в сезоне чемпионском хватало и было наверное все таки побольше чем отрицательных начался для нас сезон с ниц и да я же не ошибаюсь или с хорош хорош тоже в музей восстановления казанки перешлешь потом с автографом как урина кого найдешь того и присылай это были шикарные матчи в европе и обычно опять же часто так бывает что команды которые рано начинают они готовятся к этим матчем но сезон у них уже достаточно скомканный проходят потому что матчи в начале февраля сезон начинается в начале марта и надолго не хватает что ты помнишь об этих европейских матчах о том как нас атлетика там размазала о том как мы снится играли многие говорят что это лучший европейский выезд например что в ниц был прям вообще кайфовый и матч классно сложился и все было вообще здорово ница да ница прекрасные были матчи с атлетико уже было не так все здорово но мне кажется что все таки не не могли играть с позиции силы с атлетико вообще никак да я помню еще очень важное указание получил это вот как бы мы вернулись со сборов и вот уже началась такая дребедень что вместо того чтобы делать хорошие медиа хорошие хорошо работать над созданием медиа чтобы у нас как свет предчемпионский pr работал как нужно я получал звонки что ребята фотографируются с гризманом срочно прекратите с одной стороны я этого не люблю я не люблю не вот знаешь как бы хочется сфоткаться но ты подходишь и как будто вот и но нет ну в общем 50-50 они тоже у кого-то из наших молодых игроков которые впоследствии заиграли есть фотография с гризманом с того матча я помню что я бы тоже с гризманом сфоткался бы поговорил бы но это все в по трибунах помещениях это действительно как не солидная там в галстуке там или в костюме но ребятов из пресс-службов или кто-то там ну да фотографировались гризманом вы выложили это в соцсети звонок андрей надо прекратить фотографии с гризманом срочно пресечь этим попозновения этого и ольга юрина не любите ольга юрина просто видимо подать себя не умела но люди которых чуть-чуть это несет в порядке там просто с футбольным вкусом но до фотографируются люди гризман не возражал чем жаловусь над гризман нет он автомате посмотрел в телефон ушел все зачем звонить тревожит но это было очень важно важный звонок важнее чем контент вот ну ладно бог с этим но я скажу так еще в испании у меня была такая очень сложная история у меня про юрный брат николай он выпускник атлетика то есть он уехал из россии возрасте 7-8 лет уже занимаюсь футбольной школе и там он пошел в атлетико и вот 8 марта 2008 года ой господи 2018 года вот мы с ним виделись последний раз потому что я ездил к нему в клинику вот такая история парень 6 лет рак головного мозга причем сказать туда может быть связано с тем что игра головой постоянно была нагрузки потому что был какой-то и там удары штангу у него были как в стенке стенки он стоял неправильно на удара среагировал головой в общем были такие истории я смотрю это онкологическое отделение и в общем после трепанации черепа и так мы с ним интересно пообщались локомотиве об атлетике он все разложил все вообще вот идеально как бы правят про эту игру ну вот так потом в конце года 30 декабря он скончался в мадриде вот тяжелый очень был момент вот и потом я шел на матч в атлетико локомотив думаю как же так вот мы с ним там все детство играли футболу и потом он стал футболистами ему завидовал что он там форма у него атлетик он играет он знает звезд там каких-то вот этих 82 рождения вот и конечно так вот такая беда случилась вот ну я просто помню что там развозили но я был не в духе то есть я на атлетике помню что не в духе я был там я про уже было начинается сезон начинается точнее возобновляется сезону локомотива там не было никаких приобретений чего нет на крылатая фраза тоже то что наше приобретение это выздоровление там гильерме черлуки и ну во первых первый матч со спартаком зимние дерби где там игнатьев из пустых ворот мяч вы выносит в красивом прыжке но футбол по большому счету там нет но весна локомотиву прямо скажем не удается если мы начинали с 8 очковым отрывом то очень быстро этот отрыв таял 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 у нас были нулевые ничьи и мы там по моему с охматом помогут ничего на любую сыграть это был матч который я решил посетить и как обычно попал на 0-0 и в какой-то момент кажется что чемпионство прям стало подвисать что какие мысли были какие настроения были в этот момент в клубе переживали не переживали не переживали не сомневались краснодар привезли все что нужно тайна для того чтобы это отметить смолов два мяча нам забил я помню тим я не сомневался то есть я просто был в абсолютной уверенности что цска который там шел за нами там были старые березуцкий уже сходящий игношевич который бедняга там жаловался спартак накатывал очень сильно у березуцких почему они закончили карьеру в том сезоне были ребята просто я их люблю обоих но там у них просто пошли анализы крови вниз вообще резко организм перестал справляться с объемами с такими да ну бывает кто-то 40 может закончить свеженьким а им было три тяжелого 35 36 уже вот так вот игношевич старый совсем и да у циска много очков но было ощущение что мы просто вот по заказу выиграем либо в краснодаре либо в питере либо в туле разорвать потом к каком-то из матчей вот такая была история никто не нервничал я не помню такого было нормальное абсолютно состояние единственное что павыч начал потому что 28 тур пресс-конференция в краснодаре и все ходят и говорят он чего у тебя ничего у тебя я просто колонна вспомнилась я к сожалению уже илья леонидович видимо все как сказать секреты свои рассказывал смерти но который запрещал соцсети я не знал что это за встречи с анчелоти мне никто ничего не сказал потом не биги я ему позвонил и обручить такой может быть анчелоти и он мне сказал да илья леонидович по заданию дюкова там общается с анчелоти грамм блина юрий павлович объясните это что по заданию дюкова и началось что на пресс-конференции а вот анчелоти а вот андрей сидит вот это не знаю тот вопрос про ничего андрею но я просто по процитировал в тот момент я был готов к этому повороту я просто процитировал анатолия анатолия еще мещерякова что это бред я сказал это бред павыч дальше начал выступать никто мне ничего потом после этого не сказал но журналисты говорят ну вообще вообще у вас чемпионство вы тут анчелоти ругаетесь да не ругаемся юрий павлович как бы он вот и объясню почему юрий павлович иногда вот он меня отправляла фанатов спасать еще чего там такой был он думал что его внук или что-то в этом роде объясняю 2002 год у меня первое я еще пяти курс на пятом курсе университета учусь и меня говорят баковку поезжай сделай репортаж я приезжаю это локомотив еще не был чемпионом весна 2002 года наверно еще снег был какой-то вот баковка и ну что там поговорили пообщались все я пошел по топову платформе баков друг открыл подъезжает машина открывается окно и юрий павлович будет садись хотя бы это поехали в москву я думаю вот это да но я реально я же вот этот период как вот 99 2000 2001 я провел в футзале атаку дикие в общем-то чуть-чуть вторая лига для меня юрий павлович точно точно также как для обычный болельщик такой персонаж из сказки и вдруг он хочет чтобы я с ним поехала на машине я сажусь и такой разговор у нас было на всю жизнь запомнил он спрашивал у меня про какие я оценки получаю в неверии я ему рассказала что у меня специальность экономика природопользования ты что а что это берем там миллиарация у меня говорю по канализации 5 вот обжение пятерка вот это да это вот это как это а где живешь бескудников да ладно и он так удивлялся каждый на реплике но выяснилось что вот потом я прочитал почему он не начал расспрашивать про бескудникова потому что это его когда его спарс московский спартак пригласил в москву никогое петрович старостин ему выделил то ли комнатку то ли от на ком квартирку в бескудниково это соус к направлении я там так провел свое детство юность и я это получил сказал и вот он всю дорогу что мы ехали до вот этой поклонной горы он расспрашивал отметки там что-то про редакторов советского спорта передай привет вот этому я почувствовал себя просто дома с кем-то то есть он как будто знал все про мою жизнь бескудникова что в универе там у меня хорошие отметки как я диплом пишу как я сказал в сетском спорте ах ты уловчиво работаешь ловчив мой друг но мини-футбольник у спартака подговорил серафимович я тогда вот так вот жил мне до сих пор сны кошмарные снятся что я на дневном отделении учусь в универе потом я работаю пресс-сташи спартака мини-футбольного и еще я работаю в сетском спорте штатным корреспондентом и что у меня три миссии и я какую-нибудь завалю и мне снились жуткие сны что я не справлюсь но я справился вроде бы да и палыч так мне счет расспросил запомнил меня и вот мы с этого момента общались о привет то есть вот он как-то знаете умеет расположить себя людей и я был непонятно кем почему он остановился почему он на этой дороге меня подобрал отвез ну вот как-то вот он сложен так по по народному все таки вот и все у меня есть еще на самом деле несколько вопросов про палыча но сейчас я бы хотел закончить историю чемпионского сезона тем что незадолго до вот этого золотого матча с палычем берут и переподписывают контракт это во первых как это было кто на это повлиял и как думаешь ну повлияло ли это на то что как-то вот в итоге все именно в матче зенитом все и закончилось или это просто такое совпадение и не стоит об этом думать даже кстати мне кажется в тот момент илья леонидович как-то понял что он какие-то странные вещи сделал потому что эту ситуацию мы обговаривали с ним лично это наш личный разговор рассказывать не буду но по факту было так что илья леонидович сказал чтобы я и чтобы ехал я фотограф и оператор что мы едем в баков и там нас встретил илья леонидович встретил юрий павлович который был победителем так сказать да мы просто сели и подписали контракт мы ждали где-то час они подписывали на настоящий контракт мы ждали час после этого была она такая ну не буду рассказывать эти секреты но короче говоря не надо подписывать никакие контракты под камеру на это вообще не бывает такого подписывается контракт где где нужно а потом приглашается камера люди какие-то которые контролируют вот я помню что это был такой момент какого-то ну адекватного момент что без алексей леонидович им как-то обошлись сняли как мы считаем нужным комментах было потому что ну кроме сердечной боли конечно вот эти все творческие его соображения конечно ничего не приносили но ничего в общем еще раз говорю алексей леонидович на 1 опытные там конъюнктурщик банкир не знаю кто он экономист но вот когда люди подходили тебе говорю хочу как-то у вас все странно выглядит а чувство происходит но приходилось говорить да все нормально работаем но она на душе мне конечно вообще было непонятно что происходит но ладно в общем это такая тема знаете люди принимают какие-то решения их надо было поддержать их поддержал но по факту оказалось что надо было не знаю голосить говорить илья леонидович опомнись нет нет дай свободу дашь из пивака да и все я вообще все ей сам отдам только не только не алексей леонидович но получилось как получилось не хотел бы здесь знаешь чтобы моя репутация как здесь поплыла каким-то образом но момент был именно с творческой точки зрения такой очень неоднозначный про палыча вернемся давай все таки к палычу к подписанию договора ну было ты вот сказал что было ощущение что он вот такой вот триумфатор и победитель да на этой встрече его но как-то внутренне может это раскрепостило может быть на игроков это как-то повлияло что в итоге матч зенитом они провели уже на все-таки на качестве на другом уровне чем матч с тем же краснодаром я думаю это не повлияло но для палыча это был ну как сказать это была история про гаранта история про хозяина и он знал кто дал ему эту власть и кто дал ему этот контракт это первое лицо компании российских на дороге значит я думаю что на футболистов это никак не повлияло потому что и на краснодар был настрой побеждать и выигрывать все хотели чемпионском какой человек не будет отдаваться там на 1000 процентов таких матчей да нет конечно может быть они хотели чемпионство естественно они хотели чемпионство но тоже они внутренне все понимаешь что здесь есть какой-то раздрай aboard что есть какой-то внутренней конфликт неразрешенный есть там не знаю denis of который наверняка там ближе геркуil есть команды которые ближе к палычу и тут вот все разрешился палыч с нами палыч контракт продлил а может быть в путь внутреннее спокойствие появилось не знаю я додумываю ну додумываешь еще раз говорю эти люди очень хотели все игры чемпионство все хотели выиграть чемпионство во всяком случае те кто выходили на поле работали с командой я не сомневался чтобы чемпионский титул в общем комментировать эту тему не хочу подачку рим хотели выиграть чемпионат давай про золотой матч матч зенитом как вы его организовывали кто придумывал идеи как там эти фейерверки все родились что готовили что получилось что может быть хотели сделать но не получилось не ну для меня самая такая классная вещь была наверно до матча я как-то стеснялся ребенка вывести на поле он как-то не приходила потом и говорю дочки сейчас она взрослые 16 годик а вот а тогда была маленькая девочка очень она любила футбол и играет в него великолепно сейчас просто не знаю надо было отдать и она очень полюбила локомотив вот я помню что она говорила там на матче цска локомотив 31 когда нас обыграли и божевич уволили она вдруг говорит никто не хотел выиграть только черненький это она пронялся он говорит я вижу что им не хочется они проиграли наши они не хотели только черненький он очень хотел выиграть он такой хороший и вот я даже ольги или нет рассказала на чуть не расплакалась он говорит права девочка еще надо менять тренера в общем но не об этом речь и сашу вывел рыбу с на поле так это было очень приятно что все-таки я все стеснялся стеснялся показал что ребенку это очень большая радость она была очень счастлива конечно самое смешно это как и жени кириллов начал праздновать какие-то люди запустили фейерверк финального свистка не было почему я точно понимаю что это не финальный свисток и вдруг что-то взрывается кто-то кричит но не помню вот кто-то ошибся очень все ошиблись и начали праздновать там еще и незачитанный гол до этого был который за сайта забивал фарфан и вы не считали осечка была кстати так если говорить о дикторе же не выдал выдающийся матч то ли мне так показалось из-за торжества момента то ли еще чего-то все-таки я имею оперную школу да и да я в опере как ребенок работа в оперном театре в большом театре это мои первые по мою первое место работы большой театр на театральной площади и как сказать я людей оцениваю по голосу иногда то есть женин голос он они в карауке вот лучше бы не ходили вот эти ребята не надо в карауке ходить но голос у него хороший не нравится голос не и степа леви нравился удальцов нравился и степанов виктор виктор видите видите пану они все нравились а вот иногда приезжаешь какие-нибудь города провинциального думал о чем они думают а нацистская какой-то старый голос старика какого-то все время вы самые лучшие болельщики в мире это не ну зачем они это делают жене выдал просто блестящий матч зенит у меня прям мурашки шли он раскрепощен он никого никто ему уже наверно подсказывал он пошел к трибуне он был как маскот в этот день очень хорошо он отработал и прям прям очень приятно что он так вырос в этом плане в тот момент да 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 очень здорово ну что еще не знаю я помню что был дикий мандраж и понимал я что конечно самое классное это на стадионе стать чемпионом не в этой улице куда там ехать сейчас будет этот спецназ спецназ тульский аббате опять меня ни о чем не договоримся опять там губернаторы эти все вся эта бюрократия что наши болелы туда поедут к страшном количестве что мы там не знаю в ничью сыграем еще ну то есть вот это здесь уже был мандраж на зените что надо здесь побеждать иначе будут проблемы вот и конечно этот момент я я помню потому что я вышел поле вы чего-то прям не знаю чувству как это было что надо надо моментов не было так много игнатьев раз и эдер бац ну ваще пара слов про эдер рассказать дайте вот тоже безобразие но елки-палки мы солидный клуб я только сейчас понимаю вот мы с арисом 7 дней здесь проводили вот так время что я вообще с ума сошел и сейчас уже поверил что реально на поле выходил то мы с ними прошлись этот путь хотя я очень отстранен как бы по собственной инициативе попадать шокот команды поменьше контакт но мы за эти семь дней здесь объездили все мы были во всех точках везде мы со всеми братались были на концерте на каком-то в общем все все и никто не ехал в отпуск только сегодня игроки разъезжаются в отпуска только сегодня был первый день пускают в отпуск потому что им сказали все праздную владелец клуба сказал у нас так сказать никто не мог значит в раздевалке мне кто-то говорит андрюх ну чё едем куда-то там то ли какой-то какой-то ресторан тут они говорят что кто-то сказал что мы все едем то ты меня приглашаешь я не знаю мы хотели там работать вот отметим сами пойдем караоке наверно а ну ладно потом кто-то поехал туда сюда гарик денисов уехал куда-то на самолете то есть вот такой раскордаш непонятный потому что я считаю что до матча были должны сказать ребята значит все никакого там выходного никакого отпуска ничего мы празднуем чемпионство вместе с болельщиками нас вот такие такие мероприятия ну еще мы сделали выдающегося ну не знаю ничего возили по дочкам ржд кубок на сделали но палочка как бы сказала на кубок на базу то есть на базе была фотосессия с работниками там еще что то вот но мы не поработали так вот как здесь это увидел что можно делать это просто владелец говорит я хочу чтобы команда 7 дней праздновала вот поэтому в общем я немного косил это то есть история но сейчас все будет часу будем плавать как раз купальник сезон начался загорать бегать как обычно и не будем все это есть пить вот здесь нельзя это ничего есть и пить наш очень вкусно твердо и четко да и в такой момент расскажу впервые для узкой компании давать чтобы понимали раз к компании да ни в коем случае не никто не должен обидеться на эту историю и покритиковать павыч у него свое мнение у меня был план свой на ту если мы выиграем я согласовался очень быстро это дмитрий сыщев значит у меня была принципиальная позиция я выдвинул это геркус не это согласовал клюев не это согласовал я сказал значит ребят если мы хотим как-то остаться в истории еще это еще не понимал что мы еще чемпионство отработали еще хуже чем я думал ну вот я говорю давайте в арсенале последнем матче выйдет дима сычок просто 10-15 минут болевая на выезд который придут они офигеют что новый чемпион появился то есть преемственность времен дима сычок отыграл весь сезон казанки забил этот он хорошей форме но видно что как бы движок уже не тот но он работал весь сезон ну давайте всем сделаем приятно и выборе только за герку за подхожу павычу и вдруг он отговорит такой чем это андрей ты уже устроил плавнаду с воськовым что он 45 лет играл футбол кому-то надо это в спорт высших достижений кому это сейчас нужно нам нужно сейчас все типа отдохнули выпили зачем нам сейчас состав менять нам надо достойно выглядеть стуле для по себя думаю да ну нафиг это рок-н-ролл должен быть можно получить 4-0 там от этого арсенала на выйдет дима сычок фанаты все простят тем более ну что происходило с командой ну конечно они пили шампанского по дня я просто знаю ребят конкретно говорит я окосил от пьянства юрий павыч хочет чтобы я сыграл основном составе я говорю ну крепись он говорит но я я плохом состоянии и вот таких историй несколько почему павыч уперся в этом последнем туре играть на результат я не знаю я считаю что надо было просто сделать проводы сычок в этом матче арсенала это было конечно красиво помню по моему да по моему как ходили такие разговоры что это короче короче я этим занимался точно могу сказать здесь получая не понял грану юру павыч ну блин и вот он сказал мне андрей ну ты не тренер не тебе решать добра подобранского нормально он говорит ну ты уже типа вот он просто я его достал с воськовым все время то есть мы а клуб там все были инициаторы герку сказал что это будет там воськов понимал что не просто так приходит клуб что надо будет еще сыграть матч хотелось как тихонов на самом деле один кубковый один чемпионат и не 11 минут а может побольше вот и дима очень хотел пробить штрафной или пенальти и там мог судья назначить штрафной и он не назначила дима после матча ну блин ну да вы мне пробить ну фото на ари был фол юлы пава ну ладно красиво было бы красиво и вот именно вот это конечно я расстроился думать да ну блин в туле вполне могли дима сучок выпустить и просто пошизить там повеселиться и все и диму просто сделали бы контент и куча с димой сучок все бы там об кончались бы от нашего контента да вы бы сделали контента кто в тот момент когда прошел чемпионский матч а мы неделю сидим и ничего не происходит три вопроса я бы ему помог все нормально я помню что я помню что какой-то кошмар был что матч прошел ну то есть все ребята вот они не дадут соврать что я оставался сам мы все после матча сидели работали понимаешь как создать это было закону мы сидели по 23 часа вася уходил последним вася сейчас кстати вот у нас работает мама направлением вообще лучший сотрудник не кажется по трудолюбию вот а тут чемпионский матч и чтобы я сделал как руководитель обсказал а где у нас контент а у нас его нет моего покажем перед матчем станции он будет дерьмового качества в общем вот эти все истории это про то что вот иногда делается неправильный выбор этот выбор ну оскорбляет тех кто еще осталось работать клубы я это говорю вот не с позиции там обиженного человека как будто илья леонич можете представить а с позиции человека который руководил крупным подразделением в большом издании который работал как руководитель департамент по связям с общественностью и который не знает что за бэкграунд алексея леонидовича смерти потому что для меня это не бэкграунд и работать так нельзя и это происходит большом клубе где мы вообще-то ну ребят мы получаем немаленькие деньги чуть такое вообще ну ладно это уже как говорится дело прошлое еще раз говорю в бугая благодарен или леонидовичу за науку за то что с точки зрения финансовых обязательств клуб поступил высшей мере лояльно ко мне вот но некоторые решения о которых я помалкивал пять лет они ну как я не изменила них ничего я просто некоторых историях не позволю себе рассказывать чтобы как сеть уберечь людям репутацию карьеру чтобы они там не страдали из-за этого не дай бог ну и чтобы мне тоже не прилетала особо да ладно что с камерой перезапускать я появлюсь и все-таки да ты много говоришь про личный собственный негатив от того что было чемпионский сон когда эдер забил и когда судья финальный свисток сделал ты был счастлив тот момент абсолютно счастлив абсолютно счастлив я скажу такую вещь что ребята знают я мне это вот братания с команды еще раз говорю вот эти все мы болельщики локомотива мы здесь работаем нету очень не нравилось мне хотелось бы какого-то уравновешенного к этому отношения чтобы никто не бил себя в грудь говорил я тут свой я тут вообще любимец болельщиков я болезнь локомотив я такой красивый мне это не нравится такой подход да и мне не нравится я просто оступался на этом там когда-то давно когда ты начинаешь принимать на свою нервную систему переживания команды и вот я начал болеть дико за эту ситуацию есть чемпионский сезон я свой вот этот зарок нарушил то есть я начал вот думать о комотиве с утра до вечера что парни давайте победим блин давай ну то есть вам не были бурлилил это я не мог это останавливать себе хотя предыдущие три года такого не было было довольно таки равновешен в этом плане и тут меня раза разнесло просто я там чуть ли я слезу не пустил вот я помню что пошел на поле и обнялся за бутуренко юры вот и здесь тоже история 21 плюс и у него видимо слезный мешок или как называет он у него крупный потому что случайно я был с приоткрытым ртом и юра так плакал от счастья что мне залились эти слезы каким-то потоком в рот я плевался потому что очень слезы у юра бутурин очень соленые понимаешь и плакал павыч и денисов гарик это я не видел этот момент он саша федоров переслал специально потрясающий снимок то есть гарик так выплакал это все сразу я был абсолютно счастлив это абсолютный счастливый день еще раз говорю что мы работали сначала надо было что-то делать а потом мы поехали в караоке по моему потому что команда куда-то поехала но мне как-то туда не захотелось вообще но может не хотел общаться по не знаю с некоторыми людьми но не с футболистами а вот там вот но как-то не потянуло туда вот и как сказать но был абсолютно счастлив очень здорово и все-таки это вредно для нервной системы работнику там переживать за команду чуть-чуть мне очень нравится история ну начинаешь жить ее жизнью ее интересами переживать за нее в общем есть на этом пути свои так сказать в этой эмоциональной привязанности есть свои минусы серьезная то есть я вот например мне не хотелось уходить из чемпионской команды хотя надо бы уходить не работать с такими не уважать некоторыми коллегами ну как сказать но не умеет люди работать что он что ли там их выполнять их какие в какой момент ты принял решение что все подписываешь документы уходишь из локомотива или кто принял это решение когда я поговорил с леонидовичем потому что в предыдущей консультации просто выносили мне мозг я только нервничал до чемпионства после чемпионства когда это мир после чемпионства это было в июле это я помню что это было после матча россии испания потому что я был очень счастлив так сказать на трибуне вообще какой-то интересные счастья на трибуне реально потому что я помню что я на стадионе то остался интересно мне даже грамоту вручили что я работал на чемпионате мира дело в том что локомотив был ареной чемпионата мира я постарался сусу и готовились не судя да и эти все ребята судьи под который потом полуфинал судили финал я уже забыл их фамилии но неважно они меня все просили чтобы их фотку у паровоза они все позировали паровоза территория была отцеплена то есть туда просто войти я входил на стадион все на работу по аккредитации чемпионата мира и перед мной стояла задача что если кто-то будет приходить что-то говорить чтобы я кому-то там помог вот ну то есть ваня корж поехал на сборы кто-то вот ребята поехали на сборы но очень кого-то отправили в отпуск то есть это был такой но период ничего не делая не практически вот и вот в этот момент началась это свистопляски с моим увольнением но еще раз что не все нормально все они сделали правильно после я бы не стал работать после ухода геркуса дня это просто говорю четко не дня после ухода геркуса я бы не стал работать но я бы хотел конечно если он был на своей волне чтобы если бы у него все было нормально там с восприятием или леонидовича мы спокойно доработали бы до декабря увидели были чемпионов и разошлись то есть вот это был бы идеальный вариант для меня давай мы уже очень долго общаемся я чувствую что ты устал и пора тебя отпускать но есть вещи которые я тебе переговорю ну давай тогда у нас еще пару часов есть это все от тебя зависит ты руководишь процесс проблем я мне только кайф мне хороший контент очень интересный и много интересного узнаем но качество речи у меня упала да может быть есть усталость я говорю не так быстро и не так изящно как обычно но бывает подводим итоги твоей работы в локомотиве при помощи людей с которыми ты работал но естественно нас больше всего интересуют тренеры и футболисты именно в локомотиве самые яркие футболисты с которыми ты поработал в медийном плане которые тебя удивляли с которыми тебе было интересно общаться ну желательно про которых мы еще не говорили потому что там про игры денисова мы уже много пообщались да вот кто тебя удивлял с кем тебе было прям вот кайфово общаться кто тебя поражал гильерма гильерма потому что вот у нас например черкизова life вели прямой эфир ведущие и ну как с этим не казалось что это очень важный проект с какой точки зрения что мы все-таки вступаем в эту борьбу с со сми что на клубном на клубных ресурсов должно быть больше всего эксклюзивного контента но мне так казалось да я так и уверен что клубы должны генерить контент свой многое качественно сми они уже по-другому работает они кстати без клубов обойдутся легко вот мои показатели они никак не зависит ни от локомотива не от спартака не от цска все равно что-то это собирается это все имиджи и такая меценатская история мне этот как сказать контент мы без него легко проживем он мне не нужен так сказать вот если мне скажут ты должен без него обойтись обойдемся без которого именно я ну не знаю интервью с футболистами а интервью с футболистами может быть спортикспресс вот очень нужно как барбары согласовывают клубы издала а в рб это ну я говорил что это просто процент к нашему успеху потому что на другом на другом деньги зарабатываем это имиджевая история вот и не всегда получит практически всегда удавалось общаться были такие дежурные что всегда придет юрий бутуренко если кто-то не пойдет что гильермо всегда согласиться и вдруг деле мне говорит слушай говорит иногда вот мы на тебя твои на твои указания не реагируем и мне кажется вот в чем ошибка что надо сделать такую вещь что игроки приходят из приходят в раздевалку и висит объявление прям вот финальный свисток и висит объявление что сегодня интервью дают гильермо там косаев и там не знаю печинович он говорит сделай такую табличку повесь ее потому что говорит тогда ты по-другому у тебя шансов становится больше привлечь игроков к общению позиционируешься по-другому черкизовой не не так ты неправильно понял что они ходя в раздевалку они по-другому планируют прибывание в душе по-другому напишут смс-ку домой что там буду попозже он говорит чтобы сразу подготовка началась к интервью морально а то когда ты уже оделся а ты приходишь и говоришь давай интервью то я к этому не очень хорошо готов мне лучше увидеть когда я вошел в раздевалку злой пыльный вот я лучше это восприму потому что потом я буду лояльнее относиться к этой просьбы к этому запросу потому что я видел объявление ну по моему мы сделали так один раз и было сказано что я не понял что здесь написано вот при этом я хочу отметить стаса сухину то есть когда павыч начал свои вот эти приколы анрия ты был в раздевалке а вот нельзя чтобы туда никто не заходил только после матча отсчитываешь 15 минут и только тогда заходишь раздевалку гринет юрий павлович не надо через пять нет я там могу разнос устроить и все это случилось после не очень такой приятной истории для меня было так что я поперся в раздевалку а павыч вышел уже все и там игроки говорят мы так дерьмово сыграли 04 проиграли там гарик денисов что-то говорит но снова все молчат да и никто и ну как сказать обычность господи этих разговоров наслушался в раздевалочных все нормально и вдруг дверь открывается возвращается павыч и он закрывает дверь и как гаркнет ну-ка все сели и такой голос вот никогда я такое не слышал такой жесткий такой вот он цельный никакой это вот не пожилой тренер это какой-то очень буйный злой чувак который сейчас будет разносить здесь а я в идиотском положении чтобы мне выйти из этой раздевалки надо мне надо ее целиком пересечь эту вот но на песчанке и я сел с кем-то там с коряном или что-то в этом роде сижу так вот сделал просто думал и блин и он ходит вокруг меня тоже выиграли полное дерьмо мы не локомотив когда надо не цитировать это все внутренне да ну жесткие выражения что возили дерьмо что так нельзя такого больше никогда не будет посмотрите на табло люди пришли они это бить прям жестко минут 78 не пристава я чувствую с меня течет вот так вот стечет я как бы перенервничаю за этого я сижу у того и вот он закончил ушел тишина гробовая все стали никто ничего не говорил и я как-то улизнул как мышка ну чё ты думаешь час ночи звонок андрюш андрюш не спишь нет не сплю там что делаешь ага да вот тут готовлю сосну переживаю юрий павлович бывает а вот скажи меня ты был раздевалки когда говорю после матча был был юрий павлович и тут началось я получил за эти 04 еще столько же а вот то есть он сказал что это но грубейшее там нарушение его представления о том как мы должны работать то я там делал это случайно я остался я таких разговоров слышал много юрий павлович я научный человек давайте оставьте это нет это было просто ужасно никто не заходит только сухина в общем я погорел до марта новенька фрабинар палыч собираем людей которые на тебя орали по телефону думаю если она при гусь он был очень недоволен но что ты думаешь но через два дня все было нормально он как тут для него даже стало легче может быть что я это слышал вот вы почувствовал что он меня зауважал после этого серьезно но я как бы не не со мне это не нужно я говорю стас сухи не я говорю смотри у нас иногда случаются такие помарки что-то юрий павлович с этой раздевалкой там какие-то ограничители не очень удобно и для меня блин я на работе там вопрос здесь вопрос я должен зайти сделать свое дело мне до ваших разговоров вот дела нет или это вы не можете понять он горит андрея все сделаю и стас так он работал иногда здорово вообще у нас вот было всего лишь два штрафа за неявку на интервью во flash оба сабы вертвели кстати он просто чуть-чуть не вменяемый перерывах матчах у меня не узнавал и сказал чтобы он не отошел чтобы не знает кричал на грузинском там что-то после матча да нет я не помню чтобы у меня на интервью звали не было такого стас говорит слушай давай с ним не связываться потому что я ему четко говорил но забавно было в общем стас просто топовый начальник команды просто топище стас просто красавец потому что он грамотно вот все там спрашиваются шутят на тему судей значит так стас безусловно на них имел влияние но дело в том что он имел какое на них влияние они знали что он более успешный судья он все знает и если он давит судья бегает и думает об этом что сухина четко ему кричит пункты нарушения правил что он неправильно сделал он ему цитирует эти правила иногда не только эмоциональные а когда он дожидается когда судья приблизится и он называет пункт и ошибку которую он совершил сухина не просто топовый судья он же еще и преподаватель и методист и один из лучших инструкторов по преподаванию судейства и он многим из них действительно преподавал да 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 и ты знаешь я должен сказать такую вещь ну да как конфликт интересов что судейский человек начинает на суде как воздействовать по моему все было в рамках правил он просто ему их учил это было прекрасно судили в чемпионском сезоне нас мне кажется не был ну неплохо все нормально каких-то этих знаешь играли в такой футбол что и вопросов как-то не возникало спорных знаешь это тоже такое бывает у играешь убедительный футбол и мало спорных вопросов мало таких ошибок наши сейчас у сложности хватает у арбитров и стас стас он как начальник команды но был очень хорошим то есть все четко все я знал все я получал от него всю информацию то есть у меня с ним не возникло ни одной какой-то шероховатости вообще то есть он меня очень грамотно поддержал и павыч там успокоился потому что вот некоторые вопросы в раздевалке связанные с медиа начал решать сухина это совершенно был такой определенный момент как бы ему респектуха он никогда не забывал все дело четко и мы очень четко в этом плане работали ну так стал другому для всех нас вот я не знаю там я хотел и горыча поздравить с юбилеем не знаю там кикнац был при власти ехать не ехать на стадион там за не сухи не горюс лучше хочу к егоручу на рюмочку заехать заезжай конечно давай прям буду тебя рад видеть и так мы душевно пообщались был мошков пришла марина из отдела кадров потом пришел грешен потом сухина мошков ну такая у нас такая простецкая публика мы посидели посмеялись там пару часов очень было хорошо вот и как бы я говорю 100 суши спасибо в нашей даже не знаю как ну как все-таки по трибунное помещение такие специфические без приглашения туда приходить не надо вот а мотков у как бы меня не приглашал он просто был рад что заехал у него свои друзья которые приглашают ну вот подарил ему там что-то пообщались вот это бы очень душевный я понял что с людьми с этими очень неприятно здорово чем стасу такой вот он тоже последователь последователей последователей хороших идей изначальный вопрос был про игроков ты отметил гильерме давайте я поспрашиваю еще про некоторых кого-то из них уже упоминал но вскользь да вот например у марниас каким он был марниас ну вообще это такой экземпляр я вот еще хочу отметить конечно стёпу стёпу левина он тоже в меру своих возможностей мне помогал он работал как переводчик работал с легионерами команды и его вклад в чемпионскую команду тоже очень ощутимые значимые стёпа просто большой молодец по моему сейчас какую-то агентской деятельности занимается да и осложнен так что у меня был такой разговор с ги с ведра нам червулкой как с капитал с капитаном команды то есть я вам предложил поделиться вообще своим мнением как он видит эти активности еще что-то но был такой инцидент но не то что инцидент когда меня команде представляли а представлял меня кирилл котов он сделал это достаточно своеобразный но очень эффективной манере то есть он буквально открыл не знаю дверь раздевалки ногой и сказал значит так с этого дня здесь андрей это наш человек его слушаться все распоряжения андрей вы поняли я думаю елки-палки там еще мя драк сидит как сказать он вот как бы таким приказным тоном сказал значит андрей здесь царь и бог примерно такой я думал ну как бы пресса она всегда такая интеллигентная и такая она даже поэтому божевич тебе говорил делай все что хочешь так и слушай вот она логическая связь спасибо тебе видимо поэтому я могу делать все что угодно вот и конечно команда была в этом плане ну я не хочу термин там шелкова еще чуть-чуть просто игроки поняли что я выражаю интересы клуба и мы будем работать так как я вижу это вот был такой момент спасибо кириллу николаевичу за а дальше я общался с ведра нам ведра мне такие интересные вещи говорил тоже человек который в медиа понимают больше многих он не сказал такой еще ты понимаешь я слов на ветер не бросаю это не надо мне это не нужно вот общайтесь с ребятами все я нет не надо зачем как-то думал то ли нас прохваты ко мне относится то еще что-то потом смотрю сидят ржут надо мной я говорю чё вы ржете печи на вечер рука говорит мы не можем успокоиться три дня мы тобой ржем неделю честно говоря ну что такое они мне показывают youtube они открыли и ржут просто не могут успокоиться и там короче исполнитель какой-то клуб надо какая-то и его на его и именуют сербский или черногорский бодро бодро именно так и написано и они смотрят эти песни какие-то он поет эти народные песни как это виноваты ли я люблю из этой серии но на черногорскому вот на этих и они говорят мы против вспоминаем все время и вот смотрим бодрого или про тебя говорим обсуждаем себя гривой слушайте смешно скиньте ссылку вот тоже смешно но ведра он мне сказал еще такую вещь ты пойми я просто ну как бы знаю что по медиа там и прочее пято-десято и давай через степу степи рассказывают чего-то мне нужно степа контролирует все мои дела вот а я это короче мне интересно интервью если будет чтобы вышло на шести языках там сейчас приедет это алексей фомин сделать на шести языках ну есть запросы вы чего ребята ну как-то он так отреагировал значит и интересная история потом было что действительно ваня тарасенко который сейчас работает моим заместителем в рейтинге букмекеров это очень профессиональный человек просто супер профессионал он работал в фифа 2018 много лет причем чуть ли не самого начала он отвечал за русский фифа на русский контент фифа и он говорит значит хочу хотим к червуку я говорю в чарли хочет это фифа на шести языках выйдет приедет фифа иван тарасенко из цюриха что тут началось значит у нас была подготовлена целая комната дядя миша с кухни постелил лучше лучше покрывала он организовала нам супер обед там были прекрасные напитки все было оформлено как будто на курок приехал ваня тарасенко и мы пошли делать интервью с червукой и ваня тарасенко выходя говорит андрей я вот все видел всякое новость на связь на спорте работали умы но даже в фифа так не принимают как в баках я такого себе представить не мог и он такой шарашенный я понимаю что сейчас начнется сарафанное радио и мне кто-то говорит а правда что ты делал интервью с червукой что там были блюда всякие там ходил официант кланялся там вообще курорт какой-то и червука отвечал на все вопросы я так думаю чужой ответить то потому что столько отказов у меня игры ну там была специальная акция фифа попросила люди прям уровня пути не звонили но то есть мы могли мы умели удивить короче говоря были такие истории что вспоминаешь о них с благодарностью но в целом чарли конечно он такой очень страница страница не хочет в чем-то там участвовать а потом бац и хороший контент навыка тв он общается нормально улыбается ну в общем мы через стеку какие-то вещи пытались сделать но чарли был избирательным то есть он не давал больше двух-трех интервью в год при этом я отмечу такую вещь вот он в чемпионском сезоне не так участвовать у него травма но это исключительный футболисту первого пасса как он предугадывает то что происходит на поле я вообще не понимаю это у них я стал следить мне просто от руслана элдарханов значит знаток большой футбола наш администратор он говорит ты просто последим йокова мэна чё чарли творит вот просто последи как идет атака как отскакивать мячи и кто будет мяче я начну смотреть просто просто идет атака я сегментирую что происходит чарли его поведение боковым зрением на мяч и вдруг я вижу что это просто бог он снимает все мячи и я просто вот во время игры когда вот так когда сужая лицо смотришь там атака давай давай а вот эти атакуют не так ли футбол смотреть нельзя я начал следить за чарли конечно для меня он был лучшим в этой команде есть история которой я горжусь до сих пор был период когда меня даже два раза пригласили в наше черкизово life и среди ну это был пред матч в нашей черкизово life и среди разговоров там было то ну то что чарли получил травму и меня там кирилл спрашивал мол типа чё чё думаешь по поводу того что вот у нас мы без чарли играем я сказал такую вещь парадоксальную но я вот ей до сих пор горжусь что потеря черлуки не очень сильно скажется на нашей обороне потому что у нас есть хорошие защитники но она очень сильно скажется на нашей атаке и вот этой фразой я вот ее до сих пор помню вот этот первый пас у него это уникальное явление вот я бы выделил две вещи но еще игра головой он и головой прекрасно играл в общем это действительно футболист мечта он очень хороший но мне кажется может быть может быть но мне кажется мы его нормально хвалили и болельщик хвалили и в команде всегда потому что чарли это большой игрок очень большой игрок да проблема в том что я тебя спрашивал про умар ньяс а ты мне умар ньяс это очень такое чувак в общем про него много всяких историй он мы с ним как-то сдружились потому что он увидел что общаюсь на французском и он не что-то такое говорил вот в целом был знаете он был закрытый вот только вот разве что стёпа раскрывал как-то он был закрытым какая-то у него была грусть африканская я не могу это объяснить но что какая-то печаль на душе не знаю что это он как-то мало радовался и у него жену он же самоучка какой-то он очень сама у него нет школы он вытаскивал какие-то матчи еврокубках играл великолепно он играл на пределе и если бы ему сказали дать что там нет я мечтал чтобы не а сыграл у павлача вот ему надо сказать давай я в тебя верю вперед пацан ты всех победишь и он не умея играть футбол он там хитрики отгружать основным конкурентом вот но интересные вещи что он там иногда мог запереться в номере сидеть целый день там потому что ему там грустно ли что-то еще приехал дима егоров вот этот брокер ехал много километров к нему на сборах тут говорит я к нему не пойду поэтому все пипец что же делать игру степ давай вытаскиваем люди едут этот не выходит но выходит выходит причем в каком-то таком не википировки локомотива в каком-то африканском балахоне ну точно там на своей волне но степа горьну да вот он решил там отдыхать отдохнуть решил не с кем общаться ну такой он своенравный но очень здорово чтобы в эпохе локомотива и он очень благодарю меня за одну вещь он говорит как объяснить этим русским что я никакой не не оси я на конце не произносится и когда я говорил это ульги рюне она говорила браво браво андрей как нам не хватало франкофона но нам португала говорящего при заявке не хватало короче говоря неправильно заявляли до и во-первых он дуй дуй яс яс такие грубые завершения это чисто африканские фамилия их делали по-французски как будто там аксанта гю стоит там нет никакого аксанта гю и он яс и дуй если бы были проставлены аксанта гю или если они были бы французами да да ей и не осей но это не французы и кого мы ну что ж такое вот и он был мне благодарен что я пытался где-то там отвоевать что он яс в общем какая-то такая история и конечно фантастическая ночь с ним было когда мне позвонил просто ночью кирилл код и назвал сумму трансфера я чуть просто но был час ночи я знал что продают яссо я не мог представить что он назовет такой цифрой кирилл точно такая цифра он говорит я говорю тебе да это рекорд вы что ты можешь прямо сейчас написать это всем чтобы все знали там а я ну правда елки-палки я написал какую-то такую излишне сентиментальный пост ваш у меня был доступ к твиттеру я не звонил все даже не кирилл он что-то не отреагировал на ночь все нормально и я сам написал этот пост что не ясу уходит из локомотива за рекордные деньги вот за такие-то и мне по-моему жичкин жичкин дима то ли в комментах он ответил то ли он не пришел сам иску что это позорище что это за твит такой вы там охренели причем дима так лояльный меня себя любил но у этого твита был какой-то нереальный охват просто огромный но он был странным куда то есть он был не для твиттера вот хотя может алексей леонидович смертный в то время работал он я похвалил за такой пост то есть там было содержалось так что прощай наш друг ты ушел за рекордные деньги мы тебя любим что-то в этом роде вот ну вот я не помню уже не кириллов похвалил меня или отругал но это писал я в twitter ночью просто потому что охренел от того что мне сказал кода и мы попиарили конечно эту тему потому что деньги были фантастические я считаю что он стоил раз в пять дешевле я не понял чего это такое за история вот поэтому ропа очень сильно сказалось когда он там спортинг возил ну он сильный игрок но кто-то сумма которая была названа мне по телефону ночью ну как бы я три раза переспросил ты уверен что это можно давать кирилл точно мы это дадим с тобой да мы его так торговали и на торговались думают феерично историю которой я слышал про мясо слушайте котов наши все чудом про него писали потом вместо мясо он привез человека который из аполлона теперь уехал он он выгнан изгнан из аполлона хейнки написал прощальный пост не прошел не подошел вот нет этого человека вместо ясо так что есть определенные вопросы котова по ньясу есть история которую нет тоже говорили два разных человек о том что на на тогда когда он уехал на предсезонку он просто не поехал сказал то что все я яблокомотиве играть не буду я больше не поеду на сборы продавайте меня как хотите надо не помню вообще не помню тогда тогда вопрос про его счастливую лангетку как она появилась и почему она на нем была всю его карьеру в локомотиве считай а у него были кстати это очень плохая история вот стёпа мне рассказывал что он говорит он играл без не могли понять что болит вот с мордови этот матч пачука он играл он гол забил кажется там да 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 это что-то было через то есть когда он бил по мячу в этот момент он испытал какую-то боль болела болела что-то не могли понять что с рукой это я пришел в клуб и по моему все говорили не пони не понимаешь с рукой иван гетка появилась да но большего я не помню я помню что очень страдал бой было ему больно он терпел в общем очень болезненная история с рукой но я не помню и подробностей в чате целых два раза спросили про мануэла фернандеша тоже о нем вскользь поговорили о том что это феноменальный игрок в фильме про чемпионство для нас мануэл фернандеш раскрылся как человек который которого беспокоит популяция жирафов он вообще как какой он на своей волне был он складывается что он такой молчун очень угрюмый но при этом невероятно умный не от мира сего от футбольного говорить вот было так что я летел на кресле 7 а всегда самолете у меня был свое место 7 6 а передо мной фернандеш и 8 а а неправильно пардон 7 а тарасов 6 ободров 5 а фернандеш вот так и это два разных мира наклоняешься назад вам тебе рассказывает андрюха смотри тут сейчас тебе расскажу пошел анекдот вперед наклоняешься смотришь горит лампочка и человек читает большие произведения которые мне то и не дались в свое время на португальском на английском красивый переплет дорогие мы спрашивали у него что он читает он называл какие произведения каким произведением он увлечен в общем у нас была такая фишка что можно было бы всегда фернандеша представлять как вот большого знатока литературы он очень старался выучить русский язык он занимался по моему история про гречку преувеличена но было там это что-то от ольги юрьевна не знаю пару раз чем какое-нибудь указание другое дело что фернандеш почему эта история так разошлась ольга юрьевна какая гречка какие уже пошире бред какой-то я ее понимаю потому что фернандеш просто начал скупать гречку там 20 килограммов 40 отправлять их в этот португал он отправлял туда просто тоннами это гречку и он говорил это гениально и ничего полезнее вкуснее не ел мои родственники сходят с ума почему мы раньше не не знали эту гречку боже как это и он рассказывал про нее он ее покупал там где-то это было лучшее что он считал в этой жизни гречка и ману конечно своеобразный такой чувак он как бы сон очень ценил я думаю что это что-то общее про историю с криштиану роналду потому что криштиану роналду в один момент нас поразил тем что у него режимы сна как у первобытного человека он нанял специального чувака который следит за тем чтобы роналду как только почувствовал насыщение усталость тут же упал и заснул и криштиану роналду вот как вот свидетельствовали там его его окружение что он может спать пять раз по два часа день там по два часа что он спит как-то вообще как древний как древние люди спали то есть они бегали искали пищу какую-нибудь поели упали и заснули все эти как здорово под деревом и криштиану роналду такой же и видим как эта мода там существует вот в этом мире больших спортсменов может я думаю что да что в криштиану роналду знаком и сборной играли потому что мануэл спал очень специфично у него был микроавтобус с кровати то есть так сказать футболисты у нас ездили на красивых тачках их можно было разглядеть кто за рулем у кого какая самая клевая была у инбаева оранжевая porsche да вообще великолепно с номером 555 почему-то я ее запомнил я вот ну тачки это вообще не моя тема честно говоря вот я не запоминал эти вещи я видел что очень много мерседеса в команде porsche оранжевые у инбаева 555 так вот аману фернандеш его андрей андрей привозил такой у него был помощник занимался силами все его делами всеми его делами он его привозил в баковку вот на таком микроавтобусе в помещении микроавтобуса было темно там была кровать все удобства для восстановления то есть ману мог лежать это было правильно по дороге то есть он не скуча вряженный ехал да он отдыхал перед тренировкой там по делу свои дела потренировался вечером он там часов через пять пять с половиной как позанимались ложится на эту кроватку и едет домой и спал он долго вот я считаю что человек очень к этому профессионально относился то есть он выработал для себя такой режим сна где он может быть про более продолжить более продолжительные чем у нас у беспокойных людей там которые спят по 7 8 часов или меньше он спал наверное может быть и 10 и 12 но он был все время вот в таком отдохнувшим виде понимаешь поэтому я к этому отношусь явлению как у него форма фернандеш как ну как одному из лучших футболистов в истории локомотива палыч был от него в восторге команда по футбольным качествам его просто боготворила его все очень высоко ценили вот да были какие-то истории я их не понял ничего про них не знаю единственная фразу сказал лео леонидович я лично очень благодарен ульги юрины смородской за то что нам достался мотивированный и испаривающийся фернандеш он говорит он просто мы когда вошли он просто вот из этого дубля ворвался мега вы мотивированы и стал очень хорошо играть то есть ну как-то у меня спросили а что с фернандшим ограничение понял что-то какие-то тёрки непонятные не в курсе да почему вообще один из один из бриллиантов которых урвала ольга юрьевна которого она очень ценила вдруг неожиданно попала настолько очевидно очевидно что это какие-то истории с контрактом который был очень высоким и вот подробности не знаю но андрюха киряков точно знает что там было я скажу так что при мне вот когда там мы пришли в клуб ну как сказать она эта история не имела такого там скандального подтекста ну вот убрали фернандеша молодежный состав но об этом писали но не было такого там супер негатива какого-то потому что дело в том что на каком-то этапе команда играла плохо и все что происходило вот с таким с такой трансформации из основного состава дублирующий можно было просто объяснить любому человеку что блин да мы играем так что может еще не он окажется в ближайшем составе а понятно спасибо за ответ ну то есть не было такого как сказать негатива не катя да просто я тип на душу я точно не отрабатывал как говорится просто это очень интересная история потому что ольга юрьевна человек который и я думаю что достаточно достаточно мере тщеславной и такие вот истории когда она привлекает футболиста действительно крутого действительно с мировым именем и потом самолично отправляет в дубль для я думаю что для нее это ну непростое решение должно было быть закусилась закусилась точно но в общем в итоге для чемпионского локомотива эта история сыграла хорошую службу как бы не цинично это прозвучало джефферсон фарфан человек который у себя в перу чуть ли не король приезжает в локомотив абсолютно разобранным знаем что палыч ругался на фарфана какого вы мне привезли что это за человек с животиком но потом джефферсон фарфан это космос это был трэш и вот первый раз расскажу чем было мы ждем фарфана появляется палыч и он меня спрашивает это перед завтраком или как-то так он говорит это правда что сейчас приедет как это как к нам фарфан игру да ну да я слышал труп он видит переводчика нашего там который помогал от компании организовывавшие сборы андрея он говорит а пойдем распечатаешь мне википедию хочу про фарфана на прочитать вот это вообще цирк начинается андрей встает гордо юрий павлович сейчас мы подойдем к ресепшену что он распечатать про фарфана википедию где он играл хочу посмотреть а тоже я главный тренер я не знаю кто приедет вот здесь мы точно попали я думаю офигеть чушь делайте тоже будет господи и фарфана ну это правда и все это знают что говорить его не пустили на порог в первый вечер то есть он поехал другой отель потому что юрий павлович без если я главный тренер значите этого игрока сразу перевел привел в молодежный состав вы живет не хочет сосновой жить не надо или одну ночь парфан да это была такая очень неприятная ситуация думаю там все офигели как бы представители фарфан и фарфан то что легендарный игрок за ним там стоит наверняка агентская группа какая-нибудь вдруг это он едет и русские говорят слушай там это тренер сказал поживи пока соседнем отеле и паучу даже теперь распечатали википедию он реально читал википедию вот прямо на моих глазах лобби и ну я вот я сижу думаю я просто это не разруливается это значит люди не умеют коммуницировать нормально потому что википедию тренер главный не должен читать в лобби отеля пытаюсь узнать кто приедет он знал фарфан он просто хотел прочитать что-то там про него и ситуация хреновая значит есть такой леп габерман бывший советник или леонидовича и лёва имеет конечно исключительное переговорное качество этот вопрос решал лёва не эрик не илья леонидович я думаю степень решал этот вопрос то фарфан бы не вернулся в отель но там ночь он провел другом отеля и лёва очень поговорили можешь это было только начало традиция таши фарфан выходит на первую тренировку а получит я менять под фону с лишним весом у вас я менять тренировку не буду готов готов побежали и начали бегать и он еще еще давай еще и фарфан счет там дернул упал больно ему подбежал тайкин этот врач и еще там был в общем история такая хреновая потому что ну по футбольному рассуждаю я такого не видел думаю ну блин это вообще весь набор какого-то традиция он действительно с лишним весом у него живут как у меня сейчас значит ну там явно что не все в порядке но 68 когда точно надо снимать где-то так и он не молодой я думаю что такое но что вы думаете прошло дней 5-6 и палыч видно что он его подбадривает да то есть он его принял уже там он стал жить с нами в отеле все нормально контент ребята отлично мы снимали там видео вышел классно вопросы ответы какие-то приколы соцсетях по первого потому что перуанцы оказались просто ужасно что они творили я отвлекусь на секунду мне звонят время чемпионата мира с базы я сижу в офисе это июль 2018 года так сказать уже все нет июнь июнь этого и групповая стать июня 18 года я сижу на стадионе дежурю так сказать несу вахту и мне звонят и говорят андрей здесь такое происходит перуанцы лезут через забор что да что вы что вы об этом знаете они говорят что они договорились с фарфаном я говорю ну я-то здесь причем блин нельзя их пускать никаких нет ни к акции ничего игра кто ну журналисты только здесь человек 70 это не может быть такого чтобы журналисты такое творяли в общем люди лезли какие-то через забор базы думая что фарфан там какой-то бред вообще просто просто бред сивы кобылы я так и не понял что это было там служба безопасности разобралась но был такой факт что мы трезвонили по всему клубу и говорили что в баковке нападение вот серьезно было такое и потом мне с перуанских номеров кто-то дал мой номер а я не знаю фарфан сказал все типа это все закрытая история никакие интервью не даю и было это была такая сада вот и когда мы подписали фарфана 7 процентов уйдаши говорила даша успевал помнит она называла цифру по моему у нас ну точно не больше день ну какая цифра такая нечетная то ли 5 то ли 7 процентов даже сказал на совещание соцсети оказались подписчиками из перу то есть это было наверное но тоже укор на то есть мой большой клуб у нас много болельщиков и вдруг у нас среди подписчиков российского клуба который там борется за титул там 5 или 7 процентов перуанцев может быть и нормально может быть и хорошо абсолютно нормальная история руки надо знать статус фарфана в перу и надо знать что перу это страна которая помешана на футболе и там два короля это они нам снесли они нам снесли соцсети и было очень и журналист нарисовался какой-то перуанский который очень хорошо говорил на русском он еще почему-то вообще оказывался везде даже в автобусе чемпионском уехал от раздевалки к паровозу 200 метров вот я с ним там познакомился и пресс-конференцию почему-то мы с ним вместе давали неважно извини да я слежу просто за англоязычными или испаноязычными появлениями упоминаниями локомотива в твиттере и соответственно оттуда можно любые иностранные статьи про локомотив узнавать и когда фарфан появился в локомотиве после этого в периоды когда фарфан уезжал в перу заходить вот в этот мой твиттер поисковый было невозможно потому что все новости были исключительно по фарфан фарфан прилетел фарфан сделал шаг левой ногой фарфан сделал шаг правой ногой пошел туда встретился с теми сдержался с этим и это бесконечный поток новостей только про фарфана это просто но это человек в ранге иконы в перу сто процентов ну в общем они перевозбудились дико вообще нам с фарфаном очень помогал марат царствие небесное в этом году мы не стало с нами получается у нас потери такая чемпионской команде и вот я хотел бы отдельно упомянуть что маму рад был незаменимым светлым человеком он был очень веселым трудолюбивым порядочным парнем так вот рано он ушел и он очень если вспоминать их работу он с фарфаном очень помогал и марат говорил что это творится что-то страшное я на него все это переводил он говорит ну атакует просто атака идет и служба безопасности была предупреждена что так не просто все а и лоренцо этот который приехал охотиться за парфаном я в москву приехал на олимпиаду 80 почему так хорошо и русский язык знаешь он говорит я здесь приехал освещать олимпиаду 1980 года вот делегация 1 остался здесь навсегда я говорю ну красавчик он говорит и впервые впервые за эти 38 лет мне поручили следить за спортом за спарфаном моя цель сделать с ним интервью подойти к нему я говорю так чего же проблема вот мы оказались я не понял как он там оказался мы сидим в автобусе который поедет чемпионство до толпа людей на стадионе и мы сидим я лоран лоренцо и с нами садится парфан я говорю вот фарфан твой друг из перу и они начинают разговаривать и фарфан горит и откуда ты кто такой этот он отвечает я лоренцо я здесь 38 живу я твой брат я твой друг чуть ли не на колени спокойно-спокойно сделаем интервью все будет хорошо и фарфан потом говорит мне говорит слушай там их такое количество горит есть не поговорил здорово что он здесь так долго живет но я не в состоянии если не буду общаться не знаю добился ли лоренцо своей цели но такой тоже был чувачок веселый все время ходила на матче пока парпа награду локомотив и фарпан еще раз говорю это один из тех людей которые вот по моему мнению привнесли креатив раскрыли прежде всего братьев мирончуков денисов обожал фарфана мирончуки обожали фарфана фарфан фернандеш просто друг от друга тащились и вот эта химия химия и сделал нас чемпионами я рассказываю что-то соперник сегодня до зените у которого там была утрата тяжко ребят еще раз говорю просто надо было проговорить это нам было легче с зенитом но это не умаляет достоинств команды который собрал юрий павлович илья леонидович эрик я хотел бы вернуться к началу периода фарфана вот вот эти вот гоняния вот эта травма но многие же звезды которые в россию приезжают они бы сказали но это какая-то хрень и я я не буду здесь ничего делать почитайте меня уважайте меня и принимайте меня таким как и какой я есть но джефферсон фарфан оказался вообще не таким то есть какой-то извините юрий павлович для нас он легенда для фарфана человек который его фарланом называет заставляет его бегать он в саудовской аравии там не бегал когда ему миллионы платили а тут в россии его бегать заставляют зачем мы ему это надо вот но он верил получу вот у них вот сразу палочка да на пятый день примерно после этих всех историй с животом эриком и википедии и с габерманом любом значит он уже по футбольному с ним общалась он так и говорил горит игрок хороший какой лиги чемпионов и киричик вот алексей он не пытался напомнить блин что же там юрий павлович это бухтит ну расскажите мы про шальки игры юрий павлович всех знает про шальки он посещал матчи и все он знает инцидент с википедии это был просто такой момент отчаяния он вышел говорят в едет фарфан он видимо не может не мог еще сам в этот в телефоне разобраться хотя вот отвечает теперь сейчас вообще великолепно раньше не отвечал час отвечает в мессенджерах очень хорошо и оперативно а там может он не мог разобраться в чем делаем попросил википедию распечатать ничего страшного вот и фарфан работа вот вы знаете знаешь вот он как будто работал на палочку то работал на тренер он так старался и он говорил все время да 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 он показал он был доволен павычу что получил так ставят что он им доволен что но я помню он забил уфе да и был еще такой он не форме он забил уфе этот гол как-то вымучился и как его палыч потом хвалил он горит молодец это вроде будет нежеланный такое дитя до эрик его привез он говорит давай давай вот он поверил ему как футболист это не была история про то что эрик там кого-то привез его сейчас зачехлю не пошел они друг другу влюбились все было нормально они были друг другом очень довольны и палычу до последнего как бы фарфана я еще по себя думаю ну все-таки возраста есть там такая история что все равно он не будет на ускорение сейчас работать и после чемпионства считаю фарфан уже но не так мог раскрыться приезжали люди уже такие более солидная даже вот и про фарфана и по фернандо же крайне смешная история тарас михалек приехал на сборы из киева прямиком он летел в марбелию из киева рейс там прям такой был их марбели самолетики еще там летали и он набрал на этом на рынке как он называется главный рынок все время туда ходил на евро тоже не ну не важно главный рынок короче в киеве все знают там уже давно никто не был сало причем тарас мне рассказывал что сало надо знать как я когда давать как кормить свиней что там десерты идут молочные для свиней что так кормится свинюшка хрюшка что сало получается такой десертная и тарас михалек привез этого сало много и павыч говорит этим официант давайте режьте там хамон но выют нам сало порежьте хамон целый стоит через пять минут сало нет они режут еще пернандэш ест это сало вот это да это свинина как это можно сделать так гениально фарфан и они наяривают это сало смех стоит и всем он говорит смотрите это так это для диеты не очень тренировок хорошие новые это дам оставьте нам еще и михалек говорит вот это да вы лопают и вот это было конечно такое единение русского украинского перуанского и португальского народов что они ели сало но если продолжать тему киевского динамо тут конечно однажды с павловичем кстати мы в киеве общались ходили гуляли потому что меня командировали тренера потом да да спартак москва динамо киев лига чемпионов квалификации когда киев разодрал спартак просто на тряпку вот и там мы так пообщались палычем такое у него уважение было почет он там воспринимался как-то последователь сабова бановского очень большое уважение к нему и он обыграл спартак и я сидел трех метров буквально в пяти от януковича президента украины того времени наверное янукович был президент таш приди нукович был то точно рядом и там эта вся свита обнимается сигарет ух вот это да вот погнали спартак вот однажды вот уже когда четырнадцатый год случился приезжаем мы в отель и ко мне подходит владимир петрович коробков и говорит андрей все очень серьезно сейчас будет палить собрание господи что же произошло петрович скажите думаю про себя на какие то наверное и он ведь я по поручению главного тренера динамо киев и по отель с динамо киев если мы разместим где-то фото с динамо киев если мы где-то напишем что мы живем с ними то им не сдобровать их просто не вернут на родину игру господи да измена родине не показываете палыча не показываете никакого динамо киев я думаю что пойти поговорить я не знаю ненормальная серёга ребров мы с ним знакомы по рубину были неплохо я думаю подойти к ним этом думать сейчас она ломает дров не буду с ним разговаривать кто там при старше мне неважно значит весь сбор братались значит делали какие-то там палыч весь штаб ходил ли нам и киев на какие-то массажные процедуры он загнал в каком-то массажистов динамо нашего игрока сказал вот он очень хорошо делает какой-то вид массажа иди туда начали там выпивать вместе ездить в рестораны в общем все эти дни провели просто динамо киев ну как сказать жили в душа в душу короче никто не узнал что мы жили вместе контент такой был запрещен я так и не понял в общем вернули бы их домой после совместного с локомотивом или нет вот ну и в этой связи конечно про тараса михалика хочу сказать самые добрые слова это ребята это очень порядочный хороший человек это человек который всегда помогал детям это лучший человек для акции локомотива то есть чтобы вы знали это выглядело следующим образом что мы проводим акцию и тарас мне звонит и говорит андрюх выясни пожалуйста там вот лена сухотина занимается чем-то там не звонила там еще какая-то сотрудница выясни какие будут подарки для детей вот там на акции где мы будем участвовать я узнаю в маркетинге ребят что вы там предложите то-то тут такая-то футболка там подарим какие-то там мечи еще что-то будет понятно он приезжает магазин за час до этой акции там допустим 30 участник он просто закупается опытом давайте еще футболок я хочу им подарить я хочу подарить им это 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 сколько с меня там не знаю тридцать шесть тысяч так вот вам там не знаю пятьдесят восемь вот вам эти деньги я говорю тарас вот что такое зачем нужно делать я хочу чтобы было очень много подарков они так как вы делаете и он едет и он действительно раздает от себя всем этим детям он говорит это вам на память давай сфотографируемся распишу поговорим с тобой со всеми общался еще то есть ну такая история про то что он переживал в себе в общем он все правильно сделал он никому ничего не сказал он очень отработал свой контракт все свои боли он оставил внутри он очень любил возить подарки детям вот волынь это называется вот там все дети бегле он не показал снимки все дети бегле в экипировке локомотива там все команды экипированы локомотивом вот очень такой волевой порядочный мужик и павыч настаивал чтобы выставляли в команде хотя там 83 год рождения уже пора как говорится может быть задуматься но он его продлевал ну и про акции я еще такую вещь скажу никогда не рассказывал никто об этом не знает и может при службе ребятки знают вот мы одно время работали с детским хосписом это вот хоспис детские новосвободская дом с якорем и было дело так что дети которые в течение полугода потом умирали это все это как сказать я их видел он просто взял на себя это и как-то вообще было не по себе но они смотрели в палате футбол урал локомотив финал кубка увидели кубок что-то марии дрался им показалось что это крайне яркая история мы они хотят с этими детьми с этими футболистами познакомиться и прям пообщались мы с ними я упал очи спросил за моего ребята игры вот как вот они гордо вот пусть будет такая акция и ко мне потом подходит гарик и палыч они говорят мы все сделаем и давайте так мы как-то решили что мы эту акцию никак не подсвечиваем мы не хотим этим течиться мы не хотим об этом никому рассказывать если мы помогли мы об этом молчим всегда ну да ну пусть дети размещают снимки вот просто ну вот но в баковку приезжала порядка там 20 реанимобилей большое спасибо березняку андрею игоревичу его супруги то есть они инициировали это изначально свели меня скажется спир менеджером и спир директором в общем мы эту девять все делали так вот как был березник березняк андрей и березняк мария я туда приезжал и вот 20 реанимобилей провели мы прямо буквально там несколько акций потому что очень это все там тяжело дети были абсолютно счастливы ну да вот связывались и как-то девушка мне это очевидно рассчитывалось ну да вот это как бы детки детишки приезжали такие которые уже не жили потом более полугода но в их памяти как будут последние там месяцы дни то есть сохранилась история о том что они увидели этот финал кубка что чернокожие футболисты дерутся с уралом как бегает тренер григорий викторович ванов там орет то кубок потом поднялись на них это было яркое шоу они говорят хотим туда и они там оказались то есть вот ребятам просто респект чарли там гарик денисов гиля вот эти все люди батуренко юра там юрий павлович семин еще выяснилось что когда мы хотели на матчах позвать что с этими инвалидными виадуками не так все просто в общем с игорем смирновым и там ходили смотрели в общем в этом плане стадион то но не знаю как сейчас тут мой стадион в тот момент стадион был не очень готов к этому вот но вот такие вот истории до были которые останутся с нами но мы их не афишировали про арии вот ты упомянул я в целом разные вещи тоже слышал и в контексте этого тут есть вопрос из чата от кирилла бытнерюка кто был самый непорядочный или неприятный вот с кем тебе было неприятно именно из игроков может быть кто-то подставлял чем-то очень нехорошо общался ну тех я вряд ли кого-то зову нет такого у меня воспоминания приятно было значит футболист это футболисты а когда у нас закрывается английский twitter в великом клубе вот это неприятно вот об этом приятно общаться ребят а вот то что там футболисты там психуют они там не знаю могут драться драк было несколько быкую там чего-то такое но это все такая жизнь стаи футбольные к этому надо правильно относиться но вот варисе нет драк потому что они все очень такие как сказать он тренером и сказал что либо мы умрем друг за друга там либо вообще то есть в этом плане они как бы слишком друг друга любят я на это смотрю думал господи что же это саша кокорин чтобы понимали он для них здесь бог вообще они вовсе любят целуют обнимают он их всех любит обнимает целуют я вот вижу что саша отсюда как он отсюда уйдет он у сейчас скажет фиорентина давай все-таки попробуем будет играть сериал может голубики не забьешь он не поедет туда потому что его здесь все любят и здесь он поборется из вера кубке в команде где ему верят и где его все любят где в принципе все друг друга любят и не знаю когда закончится любовь но пока вот такого что я вижу варисе я нигде не наблюдал даже в локомотиве саша кокорин варисе как farfun в локомотиве получается но тут такой момент что саша кокорин просто показал им такой креатив и организацию атаки которые они никогда не видели все-таки farfun не удивил бы локомотив там видели диара мы видели в динамо вальгу и на такие номера показывал знаете это окна приезжал мы много чего видели поэтому farfun не войдет в десятку лучших футболистов в истории российского футбола его там не будет он очень крутой футболист но саша кокорин просто такого уровня футболист который показывает то что на кипре не показывает никто при том что клубы крепкие сильные и ну кроме ну конечно они бы не боролись за призеры чемпионате россии но они бы были бы на хороших местах наверняка тут в чате есть вопросы про хео видоса а также про рифата жамалединова при палочи но есть проблема в том что хео видос и жамалединов пришли уже после того как андрей из клуба ушел рифат был рифат ушел и после этого вернулся заново я помню что 1 на 1 за но рифат 1 палоча ты не застала вопрос был именно про рифата при палоча до при палочи рифата не застал так что вопрос снимается но с рифатом и как бы там общались он когда вернулся мы его встретили медосмотр был там у нас сбора поехал мы всем с ним там по куме каля всяких делах что касается перед с очень крутой игрок вот это еще как сказать от немецкого от немецкой эпохи эрика остался приятный след мне кажется сильный игрок прочет его как-то клинить стала да по моему когда началась это когда когда ковид он все он сказал что я заканчиваю карьеру я еду на родину там что-то страшное творится я заканчиваю карьеру да 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 чё там как-то рефлексировал по поводу twitter английского про эрика спрашивает про что при хаос вообще что был за персонаж как он сильно влиял на команду на геркуса на академию ну эрик он всегда жизнерадостный у него такая крутая улыбка европейская рукопожатие он все четко вещает он все знает и как сказать илья леонидович и эрик были абсолютными единомышленниками и леонидович сделал все чтобы эрик там раскрылся да было некое неприятие там но это совершенно нормальная история но я видел уважительно общение то есть в приемную в приемные собирались семен коротков геркус эрик они обсуждали трансферные планы я не знаю что там у них происходило конечно представь могу представить что юрий павлович был боевым атакующим а гоберман там был потому что был гоберман гоберман то был то не было но он в любая очень блага блага приятно блага приятно влиял на атмосферу непонимания пару раз я скажу так что все это преувеличено чуть-чуть ребят преувеличена потому что да вот что-то илья леонидович на встрече с болельщиками сказал он у нас в сми блогерам ничего не ушло и в 13 в течение 13 месяцев никто не мог 13 месяцев я читал никто не мог предположить что мы такие проблемы начались все нормально вот зная все-таки палыча он отходчивый он на или леонидович не держит никакого зала абсолютно он вообще понял после после кигнадзе и всей этой бригады он понял что у меня леонидович он просто с ним был принципе я это и пытался тоже объяснить юри павловичу вот что мы хорошие все нормально а юрий павлович а кто твой руководитель геркус значит чьи-то интересы будешь защищать геркуса игрокам никаких претензий есть нет вот вот так вот у нас шло но ладно это все нормально ну я тоже беги это рассказывал беги значит не звонил сереже город значит и вот на эту тему со мной пыталась поговорить в те годы игру серёг смотри ты вот рассказываешь мне что эрик геркус там семен я это вижу сам по-своему я вижу что да а что нет и что очень все очень так преувеличивается стали мы чемпионами стали значит что можно сказать что илья леонидович выбрал идеальную тактику управление тренерским штабом так как он не оставлял его в покое и двигал команду к великому совершению в истории чемпионству а юрий павлович при другом президенте допустим при добром николай алексеевича на умове он не смог бы стать чемпионом ему нужен был такой драйв может быть какое-то ожесточение внутреннее что он хочет кому-то что-то доказать что он каждый день мобилизован вот он стал чемпионом только благодаря тому что вот илья леонидович размышлял о путях развития клуба вот когда ему это рассказал сергей он говорит ну добро хорошая история он тоже это любит машины с ним тоже собачились советском спорте думали может быть люди мы штан ссоримся а у нас был творческий диспут жесткий вот бывает и такое кирилла быть не рука уже второй раз интересует спасли ты фанаток за которым посылал тебя палыч а нет значит это было в сочи я подбежал палычу но я его охранял чуть-чуть потому что просили после нескольких инцидентов там у нас всякие были истории мне говорили что слушай андрей если ты видишь что надо кого-то прям отпихнуть схватить там не допустить драки какой-нибудь пошли мог присесть один инцидент типа мне потом предъявили что я там морду кому-то не бил не в состоянии было сделать на работе честно говоря вот и вдруг я вижу палыч чего там дергает фанатов из рук милиции и что-то я думаю дергает идет дергает и кричит а почему люди другие не понимают мы же разучились спорить с фанатами это волгограде в каком там году юрий павлович поссорился с милиционером и спасся от него бегством известная легенда чтобы инцидент что милиция хотела задерживать палыча в городе волгоград после матча ротора локомотив это известная тема они хотели протокол на него оформлять за какой-то там но не буду говорить что он что-то сделала так что вызвали милицию прямо стадион и милиция пыталась задержать юрий павлович а значит и я как-то вот меня видите я помню всякие советские истории с биографией павловича это наверно не каждому дано и в этой ситуации когда все празднуют кубок сочи я вижу что никто не обращает внимание что палыч никто не помогает или не успокаивает ситуацию все вы просто ходят и аплодируют там радуются я вижу что он дергает людей у ментов я думаю сейчас что-нибудь случится сейчас там ну очень будет они служители правопорядка они не просто так задерживают этих людей вот их начали вводить сторону а я говорю павлович не надо не надо связаться с милицией и он так кричит иди срочно иди туда спасай их чтобы их не задержали иди быть бегом и подтолкнул меня так вперед я побежал туда их запихивают в пазик причем бьют блин суки далее опять запихивать по пяткам далее мы либо и что-то окно они сопротивление оказывали очень как и дубинка работа я говорю чё там с дубинкой то и ко мне подходит какой-то такой полковник или подполковник и он говорит вы знаете я вас очень прошу вот от всей души пожалуйста вот не вмешивайтесь только в это идите празднуйте давайте идите отсюда и я ушел но потом немного это видео куда-то попало потом не напоминали что я пытался кого там спасти но обидно потому что милиция отреагировала на все эти выбегания была не очень хорошая обстановка видимо как-то мы не сопоставили наш ультрас группировки все-таки они вели себя как ультрас ну не спокойно и буйно и красиво заряжали все супер но милиция то в регионах работает иначе ребят и в общем было неприятно что были инциденты я вот рассказывал в начале нашей встречи что не подруга звонила одна с целью чтобы ее мужа вот если куда-то 50 километров он сидел там много народа к сожалению задержали потом короче говоря все хороши милиция милиция когда праздник не понимаешь почему лица так жестко себя ведет расстроивает у нас а с другой стороны но выбегали на поле выбегали почему они были на поле почему пауч почему пауч оказался с фанатами на поле это все вопросы безопасности и я упомянул финал кубка в астрахани когда мы играли там совершенно разобранном стадионе и ты знаешь накануне безопасники я просто увидел что там спецназ стянули все астраханскую область подняли на уши как совещание матча у нас обычно по футбольно а тут встает какой-то генерал говорят такие слова страшные все там подразделения приведены состояние повышенной готовности перекрыты все улицы все подъезды все сотрудники приведены на круглого я думаю господи ну какой перебор опять ну то есть опять это будет что в два раза больше полиции нафига это надо это пугает этих семейных болельщиков в основном ну кто с детьми хочет идти через эти через этот строй полицейских наоборот возникает тревога у многих там болельщик локомотива очень полицию напугали тем что но астрахани который никогда этого не было там проход болельщиков же было этих пиротехникой массовый проход болельщиков по проспекту а и вот и мы заходим с безопасниками в этот в раздевалке раздевалки я смотрю и думаю боже такую я не видел на мини-футболе говорю да вы чё ребят почему такое сделали и от рфс был человек игроков астрахани дали играть и грешен говорит здесь у меня команда не поместится я за голос хватился так как можно было организовать финал кубка то люди осознают что команда не поместится потому что это не команда фенеал эта команда премьер-лиги где побольше администраторов где там два переводчика там дофига людей там тренерский штаб большой это по-другому работает но плюс главное как мы будем работать в победной раздевалки мой коллега из кубани иванов его фамилия была он гордал как бы историческое событие все поместимся все нормально нет они мне сказали игры сколько сюда сми в должны войти безопаснее не более трех человек а отлично то есть я прям при рфс горю просто классно вот сережа куликов нам постарше меня ногу и сереже вы называли игры сергей просто классный финал кубка лучший наверное за всю историю будет три сми я прям перечислю сейчас я пущу туда гудок жаркова и матч тв одну камеру чтобы сняли что тогда на что вы не было наверно ну там антар плюс я горит как работать то он говорит андрей ну это серьезные люди говорят я нашим безопаснику говорю чё делать и на ушка мне наши безопасники говорят давайте поустроим саботаж если выиграем вот здесь не очень помогли товарищи скорупа и василич не помню фамилия василич короче говоря вот они мне говорят да все нормально сейчас чего не придумаем эти полканы говорят помните три репортера 3 в раздевалку не больше здесь нельзя поместиться финал мы радуемся и тут я вижу что у нас раздевалка забивается туда в принципе никто не может войти туда входят какие-то заранее согласованные журналисты я вижу что толпа их там стоит и я начинаю за руку их водить ну то есть вожу за руку никто помогает я говорю это нам типа несут там торт например или там какой не знаю там антон матвеев чемпионата этот пальчик мне нужен сейчас он там постоит около двери и все как бы согласились но был такой человек феликс загребной и ему не досталось вот этой как сказать заботы потому что осталось за бортом ну остались журналисты но представляете что они мне трех разрешили запустить а потом я за руку заводил там кого-то и феликс загребной он было три а новостей в то время это было уважаемые сми там работал вася конов в общем понеслась такая история что начали жаловаться писать мне что я не справился с финалом кубка я с ним великолепно справился просто катастрофа в том что нам дали играть в таком городе на таком стадионе и наверное такое больше никогда не повторится это был не стадион а просто вторая лига но довольно атмосферно был я был на этом финале было атмосферно с точки зрения болельщиков когда мы еще на сельском стадионе выиграем финал кубка и вот очень нехорошая история с зигой загой ольги юрьевна это вообще подстава ольга юрьевна просто попросила слова она вытянула ладонь и сказала внимание в этот момент все ее щелкнули давай без запрещенных вещей мало ли все закончили и получился снимок который вот дискрутировал так сказать нашу заботу обо всех много разошелся потом от снимок слушай про многих тренеров точнее про всех тренеров мы поговорили с которым ты работал единственно человек которыми практически обошли вниманием это игорь геннаджик черевченко а с ним ты довольно много проработал да это был человек который чуть ли не получается два несколько полтора года вместе так сказать да каким какой он человек что он давал выглядит прямо абсолютно закрытым очень таким угрюмо молчаливым с игорем у меня был интересный опыт общения в те времена когда павыч возглавлял клуб и уже позвал игре работать это было наверное какой год это был девятый девятый наверное да игорь был в штабе и мы стали на сборах играть футбол причем павыч очень прилично играл вообще на равных со всеми не было там никакого намека скажем так на возраст быстро бегал быстро дал пас бил хорошо прям очень хорошо я не видел его в игре во время карьеры не видел получше не знаю как он играл а тут понял как он играл такой юрки хлестки техничный неуступчивый вот и вдруг такая такая была история причем саша погребняк поймал этот кадр я отнял по упал очень мяч у меня прямо в инстаграме сейчас этот снимок стоит я отнял у него мячишка и мы организовали контратаку и забили гол я думаю класс гола и почему смотрю игорь злой взгляд у маминого такой взгляд простодушный такой вот слова полку игореве он бы мог сниматься там как такой русый герой на коне на белом маминов вот такой такие волос и вот игорь у него такое телосложение глава плечи смотрит с подлоги думал так не расслабился человек не успел идет атака и он как даст хрязь мне по ногам это чего он говорит слушай ну ты гол забил там гол организовал такой красавчик ну я вы просто вступился за палыча ты чё блин вот это да я по наивности говорю потом палыча потом уже спустя года вы знаете кто вас защищал вот эти люди вот так вас защищали а он говорит да там правильно вот такой у нас штаб был всегда один за всех а игоря тоже об этом из об этой истории напомню когда он был главным тренером но он такую простую вещь сказал но она меня тоже убедил он говорит не отнимай мяч и проблем не будет вопросов андрей это сказала я с вами вот в дыр дыр больше играть не буду вот но игорь геннадьевич я его очень ценю как именно как специалиста который вырос в локомотиве то как его встречали чтобы вот ассистент что он там в торпеды играл кто-то написал ерунда это такой степенный мужчина очень обаятельный на самом деле почему он себя так позиционировал я не знаю он очень обаятельный очень такой добрый у него хороший юмор добрый когда мы сидим размышляем о чем-то он так интересно говорит спокойно умиротворенно но есть жесткий подход футболе до жесткие правила вот все от палыча все от палыча пришло какие-то жесткие вещи что там спартак я ненавижу вообще там их били вообще выходил на эти матчи там я сокровавленной головой ты знаешь такой был настрой перечислял там вот я там боец дрозд рост андрюха саламатин вот это начнет он рассказывать я понимаю почему егор титов он никогда много мы с ним близко общались капитан спартака многолетний да я буду рассказывать сегодня спартаке тоже и мы с ним тоже но мы с ним до сих пор дружим все хорошо у нас его говорит слушай это просто был спецназ выходит известная статья которая спецназа да да он говорит маркер говорит выхожу сейчас я думаю там сам баваре оленича все эти там люди бац бац и говорит боишься уже к ним идти там вот эти раздох черепченко вот эта вся группа и он говорит самое интересное что они говорят не хотели с нами здороваться то есть он говорит мы приезжаем там 98 год с ними играть ребятам олег елышев привет мы же там друзья олег елышев там отворачивается странно угодит еще там нового привет ребятам разминки отворачивается вдруг тянет там суши давай другой раз и тетит говорит мне главное не хотят разговаривать ну что это за цирк мы все всегда общались все нормально и вдруг говорит подходит же наша играть и горьи горь тут такое с вами не дружить не разговаривать не здороваться давай иди мимо давай сейчас будет битва разберемся после матча поговорим и тип говорит первая команда которая нам так стала вот чемпионские гегемонские эти годы вот так с нами общаться горит это юрий павлович семен и локомотив горит никогда не забуду но я знаю узнал по крайней мере болельщика который вот эту вот статью 2001 года рождения 2001 года вырезал и потом говорил что вот таким вот должен быть локомотив а там вот было написано что типа ну это вам интервью червяченко было что очень очень такая жалоба на то что спартак вышел играть футбол локомотивский спецназ вышел убивать спартак вот и мне поговорю вот вот таким вот должен быть локомотив а ну вот у них пошло это пошло потому что ну чего говорить как бы они почувствовали что цска попер локомотив попер и это чемпионство очень тяжело уже давалось такое 2001 года хоть там и запасом по игре уже не было преимущества и было видно что но локомотив вот как умел так и встречал был очень больно и очень сложно вот но я посмотрел вот 00 когда сыграли в лужниках палыч там бутенко сам спорить с ним романцев как тренеры друг от друга уважительно отозвались как они говорили о футбольной пресс-конференции с олегом ивановичем у меня ну как сказать тоже определенная связь такая есть и он получил всегда привет передает я даже маленький секрет открою олег иванович очень не хотел чтобы вот внучка у него алина романцева чтобы она как-то шла в спартак там да он говорит ну романцева с такой фамилией и как-то мы спокойненько сделали такую вещь я просто говорю ольга юрьевна это было декабрь 14 январь 15 девочка хорошая там первокурсница алина романцева олег иванович просто вот ну она на журфак поступила мгл я сам возьмусь я олегу ивановичу за многое благодарен пусть она у нас практика пройдет можно ангрида можно если она на тебя и алина романцева у нас прошла практику футбольный публь локомотив потом я не знаю что написала курсовые какие-то дипломы вот но вот был такой факт что олег иванович именно обратил внимание на это и даже позвонил саша самедова в тот момент игре царь алина очень стесняются ведь я прошу да и интервью алина сделала интервью с амедовым его как-то переделал мы поставили на сайт не стали подписывать но вот алина романцева сделала для сайта локомотива интервью с амедовым по моему это было так так что не судите строго ничего плохого история нет давай я нас есть еще пару тем просты сказал что я могу тебя мучить сколько хочу мне вот как-то нормально вообще ты меня будешь останавливать у нас пошел 7 час стрима люди все еще сидят люди все еще слушают и говорят бомбический стрим у нас 33 человека нормально живем отлично это отличная аудитория радио будет 333 да но вот так если мы так долго говорим ребят вот эти 33 человека это банально прозвучит я бы хотел очень поблагодарить реально болельщиков локомотива за все эти годы потому что вот мы делали какие-то обычные казалось бы вещи какие-то обычные упражнения действительно подходили люди говорили там спасибо там как здорово там в казанке всегда говорили какой же не кириллов молодец спасибо за женю клюев говорил спасибо вам за эту работу косичка лена фотограф там она что-то делает люди это замечают которые разбираются в этом говорят спасибо мне тоже приятно вот много таких моментов было когда благодарили сотрудников пресс-службы когда но не знаю мне было за них тоже очень радостно а не голая она ни в чем там не подвела вообще было молодец я не знаю как там не болельщики относится просто очень хороший сотрудник ваня корж не чаю души в нем лёша жарков безумную там безумно талантливый чувак кирилл бреду нам много хороших вещей сделал в общем там много очень ребят с которым ну там какие-то приятные моменты были и вот совокупная благодарность наверно чаще мне поступало потому что говорили вот у вас пресс-служба хорошие молодцы спасибо даже арсений пеганов нас похвалил вот спасибо за спасибо это такая конечно странная до материя но действительно вот я пытался вспомнить чтобы не написал кто-то хотя бы одну гадость ну не было такого мне говорили все время какие-то приятные слова мне но на прощание с клубом локомотив инфо выставил какую статью мне было там прям дам неловко я никогда не красовался никогда не лес камеру всегда не ну не хотел подписываться андрей бодро всегда это было при службе пока локомотив сообщает знаете ну то есть не было очень приятно что такое отношение значит что то люди понимали и ценили это точно здорово это я очень помню и благая и благодарен всем и вот как сказать можете кого-то в боре борец гоев там ну то есть у нас была команда нормально там не бывает такой футбольный клубе чтобы она много прожила лет вместе вот там всякое бывало вот но вот благодаря вашей реакции мне было очень приятно и мало того мне написали с чугунки вот я не был на них подписан мне кинули что андрей ты знаешь там определенные ребята а ну я знаю кто понятно пытались рассказать про тебя кучу всяких гадостей мы не верим им это люди оказались сами клоуны лишь в этом роде ну то есть такое какие-то кто-то пытался сводить какие-то счеты я не буду не знаю о ком там речь не буду конкретизировать но видите вот бывают такие в семье локомотив же семья но вот раз роспись не всякие какие-то странные да ну жалко что делать но чугунка вот верит мне как выяснилось они им это профессиональный футбол на так спасибо большое за рейд став 13 к нам к 33 человеком пришло еще семеро так что настало больше рад что эти люди два часа ночи смотри ты ушел из локомотива локомотив продолжил жить и ты наверняка продолжал за ним следить тем более как главный редактор b рейтинг букмекер почему в локомотиве так много медиа провалов и вот эта вот история там с футболками вот эта история спала чем вот эта история с кикнадзе ну то есть но это просто какой-то трэш начался и ну если честно по моему да есть приятные кейсы с иры под шебякина лично для меня пока ничего еще не закончилось ну понятно иру хочется просто поддержать может и расскажут что мы здесь говорили они приятные слова ну вот мне просто не знаю как редактору как журналист как бывшему сотруднику локомотива и по моему она пришла вот в команду прям я ушел она вскоре поскоре появилась то что женской команды мы тоже занимались я скажу такую вещь что там было столько такого трэша какого-то ужасного и как-то вот проходится поэтому акт вот кто бы знал вот допустим вот на этой там картинки есть много людей которых я уважаю которые настоящие профессионалы и они почему-то в этой майке вот например вася осколков я считаю что это топовый сотрудник который я сразу взял в рб я знал что он нам пригодится чем она будет заниматься они сейчас с егором ничего с вами делают володе мышц егорники не чувств я уже говорил они делают просто я так доволен ими мама продакшен и мама сайты мама соцсети все здорово у нас там такой рост я понимаю что вася сидит и работает и мне было крайне обидно что какой-то клоун клоун именно клоун с унылым ебалом а именно то есть запикивать да ну вот это запекать не надо но он дискредитирует клуб честь клуба работу всех этих людей которые ни в чем не виноваты значит мне это было обидно потому что там много классных ребят просто классных потом там василий александр значит я с ним знаком неплохо я с ним делаю интервью 2003 год там что-то какой-то спортивный канал потом форт боярд что-то такое мы интересовались почему он участвовал как ему это очень мы с ним знакомые он так он был очень тоненький худенький в те годы кстати и он так обстоятельно разговаривал с таким уважением так интересно он формулировал и он оказался но он он показался мне крайне приветливым знающим приятным человеком это было следом назад правда мы с ним встречались и как с членом сетов директоров я с ним встречался мы соседи просто я улица полиха а вот новая сущевская улица он живет и мы даже встречались на районе как тебе говорят мы соседи он знает я живу и я знаю где он живет мы встречались с ним на районе в кафетерий ходили обменивались всякими впечатлениями и на новый год он не всегда присылал подарочки от я получал от василия александровича подарочки из-за локомотива когда в рб уже работал я ему тоже отправлял коньяк дорогой армянский вот мне непонятно как это понимать что гендиректор клуба не готов к выступлению его никто не подготовил он несет всякий вздор реально вздор это нельзя никак оправдать он совершает какие-то дикие поступки клуб это отрабатывает неправильно клуб его не готовит клуб выставляет на посмещу гендиректора и это продолжается причем как будто они садом азахиста прямого фили в течение трех часов я не хочу говорить о персонале они просто не справились вот и все при всем к ним как говорится уважение вот но нельзя так вести себя с аудитории вообще никак другой момент что я не оказался в той шкуре допустим подчиненного василия александровича я не знаю сейчас о чем я говорю а вот если бы я оказался в шкуре василия александровича может быть я узнал что он там неуправляемый что он запретил запретил им там появляться кабинете что они ничего не решали хотя у них должности были такие все распупыренная может они вообще ничего не делали я же не знаю может он запретил им что-либо делать что-либо готовить я просто знаю одно что пока это я сейчас не кичусь но все знают что это так что пока меня слушал ко мне прислушивался леонидович с ним ничего плохого не происходило только юрьевна и за два года не произошло ничего ничего плохого кроме встречи с раббинером вот как с этим пиарщиков не принято все это рассказывать но футбольный клуб мне кажется такая история с исключением определенным вот и я могу об этом рассуждать ничего страшного будем считать что это медиафутбол никого здесь не опорочила ничего как сказать дискредитирующего ни разу не рассказал вот и надо сказать такую вещь что я не знаю как у них было понимаете потому что кикнадзе мог сделать так что им самим было обидно стыдно и несправедливость их какая-то мучила из-за этого но то что я увидел сидя там на даче или я ехал какую-то там командировку я смотрел встречу с болельщиками и я пропустил это через себя то есть как теперь говорят там испанский стыд вот эти все выражения идиотские но вот я испытываю испанский стыд там регулярно не мог понять зачем они делают для меня это загадка вот но еще раз давайте так морально поддержим тех кто пострадал от этого наши сотрудники клуба вот там егор ничосов но что я могу сказать он профи а вот я хочу чтобы он больше браун вся каких-то задач но это невозможно то что не он на расхват хорошо что он вася помогает мне радостно что они что вася у нас работает лёша жарков жалко что не сложилось вместо него мы взяли другого руководителя продакшена которым я очень доволен вот и врб сейчас как свет вот несколько но есть какие-то люди за локомотива есть вот еще раз говорю многих очень много профессионалов я посвечал локомотиве у многих научился у геркуса была сильная команда очень сильные даша спивак игорь смирнов вот там можно саша кололышка нужно множество людей можно перечислить но трэш тоже он какой-то присутствует и непонятно как это произошло ну ладно жалко действительно людей сейчас вот я понимаю что у меня первый гнев прошел там еще давно когда это видео но я понимал что это просто взять и подписать себе смертный приговор вообще всеми этими вещами предположим ты остался в команде юрий павлович сёвин взял чемпионство ты остался в команде приходят василий кикнадзе и увольняет юрия павловича семина как как этот кейс правильно преподнести потому что все говорят о том что и в том числе те кто преподносил этот кейс что они ошиблись но как это сделать лучше никто не понимает да и здесь тоже мы должны простить им все практически как я видел эту ситуацию что юрий павлович не имеет права уходить из локомотива не объявив об этом лично не передав бразды не выступив я бы не допустил этой отставки пока он не дойдет до такого состояния чтобы вместе оформить эту заявку по отставку то есть это наверное речь о руководителе клуба высших руководителях клуба ребята юрий павлович это не отставками а драга божевича при всем к нему уважение потому что отставками драга боды божевича это наверное самая комфортная вообще история которая могла происходить я проснулся от звонка ольги в 9 утра на горит ты где я уже на базе здесь происходит тот этот а ты почему не здесь игры меня никто не знал на базу я продираю глаза вот так вот могу понять чего происходит и мне говорят что сейчас будет отставку божевича мы ее оформили до полудня все были довольны и счастливы меня драг сказал спасибо вам за все ольга юрьевна говорит великолепно провели отставку здесь какой-то ужас люди идут в историю зная что будет скандал будет все трястись греметь но они не отрабатывают это все вместе мое мнение что надо было ложиться костьми на порог гендиректора кабинета не знаю кричать плакать о том что доведем пожалуйста эту отставку всеми силами вызовем патронат ржд все что угодно но давайте эту историю сделаем красивый будем ждать если у нас это не получается будем ждать последнего дня контракта просто будем ждать последнего часа контракта семина но будем все эти дни просить договариваться умолять о том чтобы это было наше совместное заявление мы все вместе честно объясняем друг другу что произошло и как но этого не происходит палыч я знаю что он говорил эти дни как бы все знают правду ну елки-палки конечно знаю все это ты не можешь нормально отреагировать сколько там 220 постов ну хоть 440 а что толку то то есть все равно это выглядит как лицемерная история потому что болельщики могли принять только какой-то добровольный светлый ход правильно эта история еще раз говорю история сложная черт подери никого не хочу здесь задеть но я помню что и что я эту историю как через себя тоже попустил думаю выдают но тоже да 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 говорили мне говорили ты знаешь мне же говорили что хотел вроде бы василий александрович обратиться к людям или как-то там что-то задумывалась и не получилось что-то такое припоминаю вот короче говоря люди попали в непростую непростую ситуацию те кто этим занимались но и они не вырулили бывают такие ситуации что надо как-то спастись все это капец но они не спаслись вот я это помню что был какой-то трэш вообще уходит василий кикнадзе приходит не менее замечательный плутник который вроде как начинает хорошо отличная весна но потом приглашают немцев приглашают ральфа рандника все пищат от восторга и еще одну ситуацию модулируем представим что в какой-то момент илья леонидович геркус при тебе приглашает ну например анчелотти в локомотив анчелотти вдруг неожиданно соглашается ты можете представить ситуацию при которой ты за полгода не сделаешь с ним ни одного интервью ну то есть вот что он вообще нет ни слова не расскажет о том что он пришел в локомотив ну там конечно тот момент уже было просто откровенно слабая прислужба вообще комментировать там ничего там никто не работал по моему ничего не делал я не хочу их обижать я просто не вот не вот понимаете ну не знаю либо мне давали работать либо они не умеют делать я таких работников не привлекал бы потому что ничего создать они не могли не умели но зачем это нужно только страдать и мучиться а локомотив не такой локомотив веселый классный позвали бы обратную дашу спивак дали бы не серьезно дали бы и нормальные условия и сделала бы она из локомотива нормальный бренд а это что было я вообще не понял поэтому давай дальше ничего обсуждать нем немцев не будем обсуждать но этот период это не вот просто не вот что говорить если это все стыдно показывать я там сейчас это разглагольствую так но я не знаю в какой ситуации были люди может их поставили в такие условия что это нельзя то нельзя не ходи сюда не этого мы делать не будем но если они сами имея свободу ничего не делали то тогда я не отказываюсь от своих слов давайте так хорошо может ли быть такое что есть некие ограничения со стороны ржд по поводу работы медиа в локомотиве потому что медиа меняются а провалы остаются и но это выглядит очень странно даже руководители локомотива меняются провалы остаются едино только ржд я же вот ездил в головной офис компании ржд и мы там с замечательными людьми общались и все их тревоги предложения какие-то идеи они все были по делу вот ну то есть посещаемость как мы можем заинтересовать железнодорожников какой у нас будет матч дэй как мы будем там это освещать некоторые вопросы говорю мы решали просто классно потому что вы где вот так ольга юрина считал что это вообще не наша история что мы не можем на это повлиять давайте потому что повесили про м мцк я помню мцк и висит надпись черкизовская еду елки-палки мы же хотели брендировать локомотив чтобы станция была и вот встреча в ржд и был анатолий анатольевич мещеряков я говорю анатолий анатольевич давайте переименуем быстро пока не поздно в наш станцию достраивает локомотив это нужно и он горит а мы это сделаем прямо сейчас конечно анатолий анатольевич значит организует такую вещь что в этот же день письмо было отправлено на имя собянина и она была получена оформлена согласовано буквально за два дня и по ну как сказать мы конечно сформулировали это что повод по заявкам болельщиков локомотива значит станции всех жителей восточного административного да 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 вот на самом деле это мы просто и ольга юрин говорит вот поедешь туда среда чтобы обязательно подними этот вопрос пусть делают я очень буду рада и анатолий анатольевич говорит да да так надо сделать давайте быстрее и потом когда интересно конечно пришел геркус через день или через два официально московские власти или кто-то там начали объявлять что станция переименована локомотив и многие подумали что это первое решение лилия не на самом деле то есть получилось так что мы это делали в апреле в апреле это помню геркус пришел когда там это был август ну так получилось что три четыре месяца официально власти не заявляли об этом а потом привезли вывеску локомотив я считаю что на карте когда написано локомотив но это другие охвата ребят это это охвата локомотивы реально ну все дальше про нынешнее состояние мы тоже поговорили что с локомотивом происходит ты побывал по двум сторонам так сказать баррикад ну как бы все делают общее дело но ты был в клубе и ты был в сми вот например сейчас рейтинг букмекеров и как мне кажется вот на данный момент 2023 году вот одно дело там десятые нулевые года другое дело сейчас на мой взгляд пресс-служба любого футбольного клуба российской премьер-лиги но особенно таких клубов как локомотив она может быть вообще абсолютно самодостаточным самостоятельным сми которому не нужны никакие другие вещи да то есть она может самостоятельно проводить онлайн и она самостоятельно может проводить стримы но ими будут разляться каких-нибудь матчей каких-нибудь мероприятий она может быть организовать мероприятие она может интервью делать и делает прекрасные она делает развлекательный контент с ириной под шебякиной ну короче если мы берем хорошие кейсы хороших представителей то пресс-служба сейчас становится вот таким самостоятельным сми и реально уже не нужно каких-то там не знаю привлекать сторонних людей и наоборот ты как человек уже который работает в рейтинге букмекеров ты говоришь о том что тебе по большому счету клуб особо и не нужен ты сам все можешь сделать ты сам можешь все согласовать ты сам можешь все сделать сам добыть интересный себе контент который принесет тебе прибыль как соответственно издание это нормально вообще это как 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 мы пришли к такому что клубы и сми это фактически люди которые начинают бороться друг с другом в том числе за контент в том числе за инфоповоды и сейчас огромное количество контента создают люди с телефонами в подтрибунных помещениях клубы их гоняют игроки иногда останавливаются надо как федор смолов клоунами называет мне кажется какой-то ненормальное какое-то изращённое положение вещей пришло мы пришли к 2023 году господи мне столько сообщений там интересно я не понимаю кто это пишет ничего тебя будет вся ночь на то чтобы разбирать наговорил явно кто-то пишет из тех кто слушает послушайте утром буду читать наверное послушайте 2010 или 11 год да вот я приводил пример с кокорином который мне сообщил что он расскажет о матче там был у меня разговор связи не там я им что-то рассказываю что вот вот я задумал это это дайте мне то 5 10 и они мне говорят это очень хорошо запомнил андрей это мы сами сделаем как это сами вы сделаете ну так нам интересно наши медиа теперь все мир меняется ваш этот спорт экспресс советский спорт будет получать что-то но все сливки нам я думаю тогда это воспринималось так что ну клубы но образно говоря я пошел его звонил и он и делал любые интервью я делал чуть-чуть он не обслуживал фактически да а тут со мной зениту так разговаривает что идите нафиг мы сами будем делать игру вы сами будете делать мы мы там их начали учить вообще я начал писать как статью еще что совсем сошел с ума они решили со смене работа ну что-то такое хотя я до этого работу в клубах и ну с мимо написали там ахут зале да когда спартак рост ска конечно приходила до хрена журналистов и у меня интервью запрашивали еще что-то мы когда играли спартак у пиддт так то там такие приболжанин казани там новый спартак политех санкт-петербург то никто этим не интересовался вообще там приходили все сестры григорьевский кстати почему-то там гера морозов футзальный журналист видите ли сун там 45 человек приходила на обычный матч и я делал сам контент я делаю интервью с тренерами там с героем матча на сайте соцсети еще не было и мы вот с борисом леонидовичем духовным покойным мы что-то делали он мне помогал хотя он намного старше вот умер тоже такой дедушка был добрый спартаковский да я хорошо знаком да ну так так случилось что он работал у меня сотрудником пресс-службы сидел за меня в офисе спартака я с этим спорте путешествовал по миру ну вот не об этом речь и я понимал что этот контент сделаем только мы и мы только обслужим я как понимал но в моем представлении как такого там то время хорошего востребованного журналиста я думаю звонит зенит сам так разговаривает я их там начал учить и потом не было неловко потому что они задали тренд зенит задал тренд что лучшее мы возьмем себе самый интересный развлекательный контент пойдет на наши платформы все эти советские спорты спорт экспресса зенит делает свой бизнес но окей там надо будет что-то прокомментировать пресс-конференции обязательное мероприятие пишите про нас мы вам все расскажем но и эксклюзивные сливки мы можем на себе на себе забрать у нас это посмотрит пока рейтс вот и волкомотив когда я пришел я конечно там сорвался с цепи честно говоря потому что мы на сборах начали фигачить не останавливаясь я не знаю осталось вообще что-то там сми в тот момент вот ну по моему осталось что-то мы делали но я ребят настраивал на то что мы сейчас ребят мы сейчас будем поднимать наши показатели потому что я увидел я когда посмотрел аналитику например по сайту локомотива а тогда задача ставилась какая что создавал новый сайт я застал заключительную стадию его разработки и мы говорили о том что появится электронный билет купить билет на сайте я понимаю что конверсия здесь конечно повышенная то есть люди приходят на свой сайт и они купят билеты конверсия здесь не будет так как на аффилятах букмекерских ресурсов какие-нибудь там не знаю 11 13 процентов здесь конверсия может составлять но очень высокий показатель будет и это надо делать улучшать показатели сайта вести людей в том числе на сайт чтобы они увидели купить билет билетную программу вот эти все вещи я к этому готовил серёжа томилов зря зря он ушел но на хорошее место он ушел я хотел чтобы он остался работать но он ушел но неважно он полностью меня поддержал горит да 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 я давно это говорю говорю что у нас за контент с днем рождения с днем рождения с днем победы с днем рождения господи 11 мая вообще лучше сайт закрыть поздравляли этого директора по эксплуатации по ушки на николая мы любимый николай не знаю как у него дела очень приятный дядька но 11 андрей зачем я родился 11 мая зачем в таких очках человек говорит это просто ужас меня все ненавидят что я родился 11 мая игре ну это просто трэш то есть открываешь новостную ленту там написано 11 мая поздравляем николай да он здесь руководит эксплуатируют эти объекты недвижимости на стадионе здесь должен быть постер все же нам понимаешь там не знаю пять лучших матчей семен не значит от придумать но он уже должен висеть не поводкина а семен и сережа говорит но я понимаю это и когда сережа ушел и 11 мая 15 года мы работали уже без него я ему бросил ссылку и он мне просто что-то написал что типа респект уважаю потому что сынок был поздравлен что-то такое а мы он нас как бы мотивировал на этот кубок очень все было хорошо да и серьезно не верю что это такое происходит и говорю получилось сереже явно проникся ко мне что я молодец вот вместо серьезно пришел вася скуку и басе конечно начал долбить всякие материалы мы с ним вместе организовали поток каких-то текстовых материалов понятно что вот 23 год с 14 сравнивать сравнивать трудно в то время конечно люди были больше зависимы от сайта они уважали сайт заходили на него и как мы только начали работать вот вы бы видели этот график ну да график и трафик трафик попер вверх графики вот они все пошли очень хорошо вверх ранжирование сайта намного улучшилось но это было связано с новой версии наверное все странички корректные багов там практически не было баги появились когда сайт падал из-за купить билеты не мне никак не понимаю почему это вот так работало что купить билеты и баба там ничего не работает и марат фатахов не знаю что говорить да ну было такое я понимаю чем там загвоздки бывает такое вот но мы выправили сайт однозначно сразу же то есть я работал над показателями так как я умел это делать с в спорте мне просто захотелось с помощью одного-трех сотрудников которые были причастны именно к текстам помимо нас васи ну да то есть его к тв на самом деле что-то там делали для нас когда надо было помочь чем-то они снимали везде ушку скидывали мы там делали текст но это обычное упражнение что них рассказывать вот и эти графики пошли вверх и люди говорили вот как раз тот тот период что елки-палки мы никогда не видели столько эксклюзивной открытой информации о команде как вот зимой в январе феврале 15 года и лучшим ответом было надо было так было то что мы приехали со сборов и все так очень благодарны отзывались о нашей работе как-то почувствовался локомотиве своим и вася очень помог потому что он профессиональный человек он даже как ну серьезно в общем ушел я очень как бы расстроен что сервер ушел на вася справился не понял уж точно вот вот такая история по соцсетям там ничего не могу сказать потому что мне казалось что это общая такая территория для маркетинга пресс-службы я на этом настаивал и буду настаивать дальше пока есть коммерц коммерческие такие маркетинговые коммерческие направления они соцсети будут вести вместе с пресс-службы это в рамках футбольного клуба да ну слава богу мне как главного редактора рб никто ничего не говорит про то что кто должен вести соцсети как метам пыталась научить я как бы не веду соцсети просто есть отдельный отдел который этим занимается и у нас другие соцсети они как следить направлены на чуть-чуть на другие вещи на другие показатели это не глубный контент это контент сми отраслевой где огромное количество в аудитории ставочников да то есть это не только болельщики каких-то команд ставочный такой план кто наши пользователи уважаемые вот они это как сказать с удовольствием употребляют там прогнозный контент есть много чего смотри вот из-за из-за того что все клубы стали самостоятельными производчиками контента для средств массовой информации контента стало мало как мне видится это все привело к тому что теперь контент который получают сторонние средства массовой информации это корреспонденты с телефонами которые пытаются найти какой-нибудь очень жареное задать какой-нибудь наиболее провокационный вопрос найти человека который не знаю там по руке ударит оттолкнет и после этого снять это все на телефон и таким образом привлечь трафик на свой сайт но как мне кажется футбол это вообще не красить теперь начиналось все так сейчас смешно вспоминать семнадцатый год и виталий денисов мне говорит слушай там нас кто-то снимал на мобильник я говорю кто кто снимал футболиста на мобильник и там какой-то парень на вид там десятиклассника ледниц 8 ведь я говорю как-то вы снимаете счет на мобильный телефон вы что делали прямую трансляцию в инстаграме он говорит ну там я сделал что такого я подумал в тот момент думаю выдают но это наверное сезон 1617 вот где-то там случилось я думаю что это кто это такие и я понял что наступает новая эпоха и в этом в этой новой эпохи надо тоже как-то контролировать этому то есть кто-то взял и сделал интервью явно под телеграм-канал или под youtube не знаю но он снимал на телефон никто к этому не привык футболиста мне пожаловались что нас кто-то снимал на телефон потому что конец эта история этим человеком был севастян терлецкий что-нибудь в этом роде и не он еще был маленький но там был и без ты ты сказал что какой-то школьник но нет ни сева я он бы вспомнил эту историю вот массивы и как бы хорошо общаемся и работаем вместе иногда вот ну неважно новая эпоха наступила значит новая эпоха наступила да я просто вот людям говорила не надо снимать ребят на телефон и там пару раз перед придем сушить кто-то начал снимать на телефон и давайте так либо профессиональная камера либо профессиональный аппарат ну прямо такое гкч и постановление как а чп либо так что такое телефоны какие-то и в тот момент реагировали так да да андрей вы там не подумайте ничего ничего такого больше не будет когда уже был чемпионский год чемпионск чемпионство это уже я воспринимал как ну вот данность кто-то снимает какой-то контент с ней футболисты были предупреждены что в смешанной зоне надо так сказать быть внимательным желательно говорить о футболе прошедшем и не надо поднимать контрактные дела и вообще не надо рассуждать о каких-то глобальных вещах происходящих мире а вот ну вот я запомнил как это все начиналось довольно таки смешно и в шестнадцатом году я помню как это началась эпоха телеграм-каналов она заходила кстати тяжеловато не было мне понятно тогда нужен нам телеграм-канал не нужен как-то пресно получалось как-то мало читают а у поперла у глеба чернявского я помню что он первый у кого поперла вася уткин но глеб был первым а вот и вот это все начиналось возьмите на что угодно и поперла где было не не ты знаешь интересно что вот я заставка как казалось бы это было недавно но это пришлось как раз на мой период когда я это оценил что это такое там размышлял об этом и думал так ну что то здесь нечисто как это организовать то есть кто-то записывает людей в прямые трансляции это как-то надо пресечь потому что чем прямая трансляция только черкизова life пусть будет ну то есть были всякие такие инциденты сейчас ну понятно это данность вот сейчас мы были гуляли когда с командой по городу налетела как дикое количество сми и местные какие-то французы приехали пости французов свое потому что франкофоны выиграли чемпионство кипра ну разные сми и международная и кипра в телевидении кипра в прямой эфир и еще что-то и много снимают на телефон и уже непонятно кто они такие то ли это школьники то ли еще кто-то у нас пресс-таша костас он местный и это незыблемо потому что конечно лучше вот иметь такого леонида фердовича тростин тротинберга он с вами здесь рулит очень хорошо кипровские сми я никто не поймет что это такое языка ни у кого такого нет и не будет вот и он говорит да мы как-то к этому вот спокойно относимся уже потому что на самом деле все привыкли все привыкли мы не цензурируем то что таком общем доступе то есть гуляют отдыхают люди подходят что-то спрашивают не принято здесь спрашивать что мол там контракт заканчивается какие у вас переговоры ну то есть они проще задают вопроски банально я читал переводил они довольно таки банально говорят о футболе можно наговорить всякой резины в россии просто больше и больше въедливости и креативности в этих интервью вот ну и еще такое да что конечно когда мы говорим об эксклюзивном контенте клубном конечно тут надо настаивать то что сейчас делают ряд клубов а локомотив почему-то не делает матч дэй вы должны сделать креатив вы должны сделать через артисты которого как который выступает вы должны поманить болельщиков на стадион что будет клевого пусть будет креатив связанные с сценическими съемками с участием футболистов это все это уже пошло по-другому это не так как даже в 15-16 году это намного мощнее выглядит и когда я понимаю что там креативная история даша спивак оставшиеся в каком-то году в семнадцатом году что это сильнее намного интереснее чем медиа локомотива двадцать третьем году нет не укладывается говорю просто это не понимаю может я не а вот сейчас со мной диспетировать я не могу сказать потому что мне не нравится то что происходит в медиа локомотиве я об этом говорю чуть ли не каждый стрим меня это не устраивает я захожу на youtube канал я понимаю что там нечего смотреть я захожу на сайт я понимаю что там нечего читать я захожу в telegram только тогда когда там появляются по четвергам видео с тренировки и кружочки просто потому что я там получу какую-то информацию из самого непосредственно кружочка но мне это не интересно и единственное видео которое я смотрю реально не потому что мне нужно из этого потом сделать видео не потому что мне из этого нужно сделать контент а потому что мне это нравится это видео ирины подшебякины до которые делают потому что делает просто живой контент который должны делать 2023 году обычные люди потому что все уже вот это вот ходить там с микрофоном и рассказывать или просто там, не знаю, показывать очередные красивые кадры Баковки, но это не нужно, я это видел 2 миллиона раз. Ну, для меня это загадка, если люди знают. Вот я приведу здесь примеры, на самом деле, Ильи Геркуса и Кирилла Брейда. Или Брейда, я до сих пор не понял. Значит, как люди все-таки ориентировались в том, что они хотят сделать новое? Илья Леонидович говорит, Андрей, я вот подписываюсь массово на все интересное, и когда я что-то предлагаю, а Леонидович участвовал в креативе, он предлагал, он этим, в общем-то, горел. Ранний Геркус этим точно горел, ему было интересно. Вот, и Кирилл в свое время тоже, он говорит, вот я подсмотрел, вот там вот так вот делает, вот это надо использовать. То есть, не надо стесняться что-то увидеть и повторить, потому что повтора не случится, ты это переиначишь. Не будет плагиата, но сделайте это в рамках современности, действительности. Следите за этими трендами, это вообще элементарное упражнение следить за трендами. Что в этом уникального-то? Не, ну вот недавно, да, тоже не будем попусту напрасно наводить, к восьмому часу я начал вот такие обороты использовать. Был тренд снимать как Уэс Андерсон. О, классно, мне так понравилось. В целом, хорошее видео было сделано и Локомотивом. ЦСКА чуть мне меньше понравилось, но как сам тренд, это прикольно, это весело наблюдать, особенно когда это... Мне очень понравилось, просто клёво. Вот это Локомотиво я, кстати, видел. Да, ну это и хорошо сделано. И это вот, я говорю, это вот шёл май месяц, мы первое неординарное видео, неординарное, действительно креативное видео, необычное, увидели в Телеграме Локомотиво. Всё остальное шаблон, 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 шаблон. Сейчас вот в Арисе я не занимаюсь, у меня как бы нет времени на медиа, я здесь занимаюсь, ну это русскоязычные СМИ, местные СМИ, русскоязычные, это диаспора местная. Ну, в общем, вот эти тысячи людей, там примерно, да, которые лояли на Арису именно на острове, это вот мои клиенты, я с ними знакомлюсь, дружу, мы там что-то там придумываем, общаемся, продвижение на мне. Ну, вот медиа у нас пока, ну, как сказать, такие скромные, потому что штат очень был узкий, но вот от чемпионства открывает новые возможности, сейчас приехал человек из Спартака сюда по коммерции, сюда приехал человек из этого Акрона в СММ, это вот уже сейчас вот их оформляют на работу, то есть будет другой сезон, другие медиа. Это вот люди в Арисе это понимают, что это не будет как раньше, там сейчас, ну, очень такая сжатая, особенно если это будут групповые этапы Еврокубка. Ну, да, здесь сжатая пока тусовка, мы делали всякие там креативные вещи, но там надо понимать, что, ну, как сказать, некоторые ребята там фотограф, он остался еще с низшей лиги у нас, ему надо как-то там перемочить, ему надо кого-то добавить будет, да. То есть мы сейчас вот над этим работаем, это обсуждаем, но люди понимают, что надо идти вперед, и это не стоит огромных денег. Ну, Локомотив, он просто обязан, ну, елки-палки, Москва, вы должны отнимать этих пользователей, просто выгрызать у Спартака, ЦСКА, Динамо, Динамо как работает, заполнили весь стадион, при том, что команда футбола играть разучилась. Я боюсь, что Локомотив сейчас уступает всем этим грандам, и, ребят, это долго не продлится. С вас спросят, спросят, потому что я не вижу вот этой работы, чтобы Локомотив превосходил ЦСКА или Локомотив превосходил Спартак. Ну, честно говоря, как-то все это, ну так, если устраивать чемпионат Москвы, медиа Локомотива, я сейчас не могу за них порадоваться. Но Ира, она просто очаровано. Да, тут даже не чемпионат Москвы, я сравнение проводил, что, да, есть прям клубы, которые вообще решили забить на медиа, такие в российской премьер-лиге в 2023 году тоже существуют. Но если их отсечь, которые прям вот вообще ничего не делаем, ну, по каким-то причинам вообще ничего не делаем, то Локомотив находится в следующей после них категории. То есть все остальные команды делают то же самое, что делает Локомотив, а потом есть прослойка достаточно большая из клубов, которые делают лучше, чем Локомотив. Да, что-то я стал мимо камеры смотреть, это я так, видимо, задумывался о чем-то. В целом у меня по темам все, но есть большое количество комментариев, вопросов, которые я буду просто зачитывать. Если у тебя есть какой-то комментарий по этому, если у тебя есть какой-то ответ по этому, то говори, можешь коротко, можешь длинно, как вообще хочешь. Да, давай. Просто, чтобы мы говорили об этом. Так, про Бусуфа Диара поговорили. Поделитесь своим мнением о каждом президенте Локомотива, Антон Епихин. Пилатов, абсолютный топ, мы с ним общались, ходили в рыбный ресторан, очень трогательно он расставался, как-то мне какие-то слова сказал. Потом говорит, вот, я ухожу, говорит, вот, что он говорит, да. При том, что я не привлекал все там явно. Потом с Лепатовым, слава тебе, Господи, в основном работал Сережа Пряхин. Я вот с ним поверхностно очень знаком был. Николай Алексеевич Наумов, мой старший товарищ. Да, он, конечно, может, я читаю комментарий, что вот опять на уху. Извини, надо все-таки сделать ремарку, что Ольга Юрьевна и Николай Алексеевич, они были президентами, а Лепатов, он был председателем совета директоров Локомотива. И под ним был, собственно, и Наумов, и даже Юрий Павлович Семен. Да, да, ну я так объединил, потому что Лепатов, знаешь, было так, что я... Да, он был прям явным таким... Что он приехал, почему-то они приехали без пресса Таше, без всего, и Лепатов мне звонил на телефон, я их встретил в советском спорте, еще в старом здании, то есть это какой-то год-то дремучий, непонятный. Ну, 6-й, 7-й. А, ну вот, Лепатов и Семен приехали, мы их посадили, и они говорят, нам нужно вот сфоткаться вместе, обняться. Все говорят, у нас там какие-то противоречия, сейчас мы обнимемся. Я говорю, да, классно, давайте. И вот они весь интервью друг за другом ухаживали, обнимались, там давали очень хорошее интервью, нам очень понравилось, такие душевные люди. Но Лепатов, он такой, все-таки, нефутбольный, что-то он такое говорил, что я настораживался, вот, потому что, ну, в присутствии тренера, ну, надо так сделать, чтобы тренер, так сказать, поделился своей картиной мира, он все-таки вот показывал, что деньги транс-телекома, это все, мы там будем что-то делать. Я почувствовал, что что-то такое вот, приходит, когда большие деньги, едут с ними вместе проблемы, вот. Вот, ну, его я мало знал, хотя мы пообщались. А вот с Николаем Алексеевичем, ну, я, как сказать, как со старшим товарищем, мы сейчас с ним общаюсь, и посоветуют он всегда что-то, он ко мне очень так, как сеть, трогательно относится. Пытался я его как-то, не знаю, примирить тоже там с Ольгой Юрьевной, с этой малой спортивной ареной, было много каких-то, да, так я не разобрался, что там произошло, в общем, нет лицензии, нет лицензии, все, то есть клуб испытывал проблемы с этой МСА. Очевидные, то есть это не надуманная какая-то проблема, а что не закрывали там и прочее, а при этом Николай Алексеевич, он прям, ну, он прям взрывался, он говорит, елки-палки, это мое детище, так надо работать, это поле нужно, оно нужно детям, академия, вторым составом. Но, ладно, давно минувшие дни, как-то я тут побывал, а, ну, то есть я вот перед поездкой сюда, я, это был август, меня Сережа Брейн пригласил на Сахалинец, потому что у меня племянник бредит этим Сахалинцам, то есть тоже, Митя, кто такой Илья Казаков, первый раз слышу, кто такой Алексей Андронов, впервые слышу, кто такой Сергей Гореликов Брейн, он вскакивает, говорит, это кумир моей жизни, неужели ты меня с ним познакомишь? Я говорю, да, парень там сидел, непонятно чем занимался у нас в клубе болельщиков, ты, ты что, не понимаешь, Андрей, это суперзвезда, Брейн, и потом Литвин и Брейн сняли мы его Митя, он такой очень фотогеничный племянник, просто вообще сказка, очень похож на этого, Один дома, фильм, вот мальчик, он очень похож, правда, сейчас он стал мужать, он спортсмен, уходит, такая детскость из лица, но не важно. Макалей Калкин, когда повзрослел, тоже перестал быть милым мальчиком. Он на него очень похож, и Митя, когда увидел этого Брейна, он говорит, а, так Брейн еще поехал в Бескутниково на машине, привез майку Сахалинца на дом, подарил Митя эту майку, я говорю, Сережа, спасибо тебе большое, не знал, что ты такой добрый товарищ, друг, у тебя столько поклонников, Митя не мог три дня отойти, он говорит, я не могу отойти. Я думаю, о чем вообще люди думают. А потом Брейн и Литвин, они позвали Митю сняться в их ролике перед сезоном, такой ролик, где Литвин валяется около забора, приходит ему племянник и говорит ему, дружок, вставай, ты обещал нам вывезти Сахалинец там. Так это, с прохожей хотели вызвать милицию, они говорят, что происходит, а мы с Брейн, он говорит, да все нормально, а они говорят, это ребенок с бомжом там, надо вызвать милицию. Ужас, и конечно, такие страшные, я потом посмотрел, чем они занимаются, я был не в курсе этого Литвина, я был просто в полном шоке, о чем сделал контент, подписался, посидел, посмотрел это, думаю, вот это да, вот люди живут, потому что, ну, не мог сосредоточиться на пранкерах, мне другие пранкеры интересуют. Вот, и, так, я как-то улетел с какой-то темы, отлично, помнишь? Мы разговаривали о президентах Локомотива, ты начал с Наумова. Вот это да, как можно от Наумова перелететь к Брейну, но я уже, видимо, да, я уже, ребят, извините, то есть я сейчас не сосредоточен, это уже все, отказ мозга, но тем не менее я расскажу. Вот, и Николай Алексеевич для меня такой старший брат, я просто перескочил, что Сахалинец. Через Сахалинец, да, через Сахалинец играл там, и Брейн пригласил нас в ВИП с племянником, знакомил его с Литвиным, так было интересно, потом всех удалять начали, я понял, что они из второй лиги хотят устроить тоже какое-то шоу, я говорю, Мит, так неправильно. Вот, ну, такая интересная история. Ну, то есть про Брейна надо рассказать, что это уникальное, конечно, явление, это сотрудник клуба болельщиков, который просто понял, как ему надо работать на рынке блогеров, он создал сам себя, я перед ним просто преклоняюсь, красавец. Смотрите это больше трех минут, я не в состоянии. Да. Мне просто интересно, как Сережа все это делает, о чем он говорит, собирает каких-то людей, движняк просто сумасшедший, объемы и бюджета там очень приличные. То есть вот он красавчик, он из всех нас, хоть он и не работал в пресс-службе, я считаю, что он попал в точку, это умение работать и находить аудиторию, он сделал себя сам, ему за это респект огромный. И интервью с Кокориным ты ему помогал делать или что? Или как это делать? Да, мы ему посодействовали, но у нас разошлись мнения, потому что в итоге это интервью было согласовано так, это очень весело, что Саша сказал, что он хочет это интервью, позвонил владельцу, я говорю, все, окей, будет интервью, которое вы хотите. И все, что там вышло, это все придумали Саша и Брейн сами, то есть мы не стали им мешать. Еще раз подчеркну, что Саша Кокорин, я с ним разговаривал неоднократно, у него очень сильное понимание, глубокое понимание того, как бы он собрал аудиторию, оказавшись на этом рынке сейчас, если бы у него не было профессионального клуба. И вот когда профессионального клуба у Саши Кокорина не будет, а такой момент рано или поздно наступит, к сожалению. Потому что талант незаурядный, и здесь он выглядит очень прилично. Так вот, он знает, чем он будет заниматься. То есть он не пойдет по Дю США или по каким-то скромным работам, он будет делать клуб и контент, это я точно знаю. И в интервью Брейну то, что там рассказывал Саша, это вообще атас. То есть он про медиафутбол рассказал, как его полноценный участник. Он знает всех там, кто ему не нравится в этом медиафутболе, кто ему нравится, кто во что играл, кто что сказал, кто какую глупость сморозил. Я это слушаю и думаю, неужели это при мне происходит. Да, мир меняется, и даже Саша Кокорин, который для меня такой классический, да, у него всякое бывало. Но это воспитанник школы локомотива, он ее часто вспоминает, как там все было, как с Наумовым они поговорили. Он такой из моего, так сказать, из моей юности, да, где футболисты ориентировались на газету, на сайт. У них даже соцсетей не было, когда Саша Кокорин уже первые головы забивал, понимаешь. Вот, и вдруг такой разговор про вообще непонятных личностей, кто они такие, почему к ним столько внимания, откуда они взяли эту аудиторию. Вот, и, кстати, тоже, кто первым начал работать с медиафутболом в 15-17 году? Локомотив, да? Ничего себе. Ставр, Костя Ставр, ну я считаю, что Костя Ставр это уже предвестник этого медиафутбола, это было очевидно. Ну, безусловно. Костя Ставр мы, кстати, вот списывались буквально, вообще буквально вот недавно, вообще, ну там по делам. И Костя Ставр, я просто помню, что он приехал на сборы, и кто-то посмотрел его в соцсети, говорит, это как понять-то, а я, а почему у меня не так? Я говорю, Костя, вот расскажи просто, он говорит, да просто вот наступило время, что ты о себе рассказываешь честно, честно, ты такой, какой есть. Вот этот болельщик, 7, 9, 11, 13 лет, он уже не будет смотреть интервью вот такое, которое было с Нагорных. Я его не смотрел, он не понимает, какое оно. Потому что юный парень в это интервью не поверит. Для него это непонятная постановка и непонятные чуваки. Да, вот видите, как потребители контента изменились, что на ВГТРК они не будут ничего смотреть. Они хотят потреблять вот этот грубый настоящий контент, реалити, и с этим надо как-то мириться. И респект еще раз, я не знаю, кто это, но это Киричик со Спивак Дашей привели его. Если честно, то я не понял коллаборации со Ставром. Это была попытка просто, ну как сказать, они попробовали, я считаю, правильно сделали, они попробовали перевести его аудиторию в локомотив. Я понимаю идею, конечно, Ставр, он еще и болельщик локомотива, и очень известная персона в определенных кругах. Понятное дело, что хотели привести эту аудиторию. Я не понял именно работы со Ставром, что он должен был делать. Был один ролик, где они там били штрафные с Виталием Денисовым, потом был какой-то ролик, где они с Ману Фернандешем что-то делали. А, ну был ролик, да, где 24 часа, где там ночью якобы пролезали на стадион локомотив сейчас. А, кстати, а что, прикольное видео, классное. Хорошее видео, но опять же, это вот один, два, три ролика сделали, супер, окей. А потом вроде как говорят, что продолжают сотрудничать со Ставром, а у Ставра на канале ничего не выходит про локомотив, у локомотива ничего не выходит в коллаборации со Ставром. Но он там где-то на стадионе присутствует, он что-то вроде как все еще медиа лицо локомотива, но почему-то сотрудничество вот прекратилось. И потом было вдруг, внезапно, как Ставр в Казанке якобы хочу стать профессиональным футболистом. И тоже буквально там что-то одну-две тренировки сняли, и все на этом. И как-то это очень резко оборвалось и закончилось. То есть, когда у вас есть человек Ставр, и с ним был подписан контракт, договор, насколько я знаю, там чуть ли не на год, что он с локомотивом. Но в какой-то момент, ну то есть, его вообще не использовали. Три раза поиспользовали, и потом такие, ну ладно, все, спасибо большое, делай здесь, что делаешь, а мы продолжим сами. Ну, я помню, что мне понравилась эта идея, понравилась. Единственное, что... Так она хорошая была, конечно, она была очень хорошая. Это было очень... Смешные были вообще эпизоды со Ставром. Во-первых, мы с ним, мы с ним жили в одном номере на тайном сочинском сборе. Вот, мы с ним очень долго говорили по вечерам, там, о жизни. Он мне рассказывал об этом, обо всем. То есть, вот у меня так по-свойски все, там, Андрюх, вот я думаю так, я думаю этак. Мы там с ним общались. И потом мы идем с ним на тренировку, а был еще сотрудник, Таня Козлова. И там надо было челлендж, она из маркетинга. Челлендж, челлендж записать. Вот смешно было. Ну, говорят они, там, Ставр говорит, ребят, там, Миранчукам, короче, давайте вот нам надо поделать вот такие упражнения, побить по воротам и на жопу все это. И вдруг разворачивается Юрий Павлович говорит, я не понял, это что тут? И вдруг вот Таня, совсем не кстати, стала выступать, ну, ей хотелось объяснить, она говорит, Юрий Павлович, понимаете, на жопу, это вот такой сленг, это так, юные ребятки говорят, наша аудитория, Юрий Павлович, какая наша аудитория так разговаривает, так никто не разговаривает. Значит, давайте это, давайте. И вдруг он говорит, Миранчуки, после тренировки и тренироваться нельзя, риск травмы, давайте быстрее, три минуты. Я смотрю, я говорю, Юрий Павлович, ну, правда, там маловато, надо минут 10-12. Нет, я посмотрю, что они будут делать. После травмы тренироваться нельзя, нельзя, травму могут получить. А если они получат травму? Я чувствую, что он как бы начал чуть-чуть нас учить, что, во-первых, разговаривали как-то, жопы какие-то, а, во-вторых, давайте вот вашу клоунаду побыстрее заканчивать. И Павлович сел, и одобрительно что-то говорил, ну, и так я и знал, что он не стал никого разгонять через три минуты, он сидел, комментировал, это, попал, по-моему, в ролик, и минут 15 это точно продолжалось. Но, ну, вот Павлович в этом, но Танни с этими жопами, зачем? Чем так это? Надо было, ну, беспал, мне тоже, знаете, вот не нравится это все, когда все эти выражения в футболе в большом, как-то мне это непонятно. Ваши топ-5 легионеров премьер-лиги? Я думаю, что... Что? Диара? Диара. Диара. Все-таки, ну, это вы плохо играл. Диара. Точно кого-то не забуду. Очень хочется поставить в Альбуэна, а его даже в Легенда Динамо не записали. Не знаю, у него ничего. Не так нравилось, как он все это делает с таким росточком. Ну, хорошо, давайте быстро. Диара, Вальбуэна, Чурлука, Промес. И вот из ЦСКА обязательно назвать кого-то, кто выиграл Кубку ФА. Ну, пусть будет Вагнер, Лав. Не Карвальо. Не, не, он толстый. Карвальо все время мы с ним общались на тренировках в мини-футбольном клубе Спартак, потому что Карвальо приехал в ЦСКА, и он приехал с братом родным, который играл в футзал. И Карвальо приехал с Вагнер Лавом, Кловчевого. Он говорит, а вообще, я вас рад видеть. А не вот, возьмите нашего парня, посмотрите. Это мой брат родной Карвальо сказал. А как же его звали? Карвальо рыжий такой. Он был очень похож на Карвальо, на рыженький. И он начал играть. И ребята говорят, нормально, он во второй четверке может даже уходить. И Вовчев говорит, ну что, подпишем с ним контракт, давайте. Даже как-то интересно, из ЦСКА приехали такие ребята. Каждую тренировку приезжали Карвальо с Вагнер Лавом и поддерживали его. И Карвальо младший потом Вовчев говорит, что-то не то. Один матч он сыграл официально. Он говорит, скажи, пожалуйста, а у тебя со зрением все нормально? А когда проводили медобследование, почему-то поставили, что нормальное зрение. Оказалось, что он играет в линзах, у него нет рефлексов к мячу. И в общем, он завершил карьеру в Спартаке, 2 недели где-то он отработал с нами. И Карвальо говорит, да, вы, наверное, правы, очень добрый, седой тренер, он Вовчев говорит. И у нас такая была дружба. Минифутбольный клуб Спартак, Вовчев, Карвальо и Вагнер Лав. И брат Карвальо, который плохо видел. Жалко. Карвальо тут недавно за ЦСКА сыграл против Тудроц, как раз к медиафутболу. И я просто поразился. У него комплекция стала еще хуже с тех времен, когда он играл. Но он с мячом по-прежнему делает такие вещи, которые у нас сейчас в Премьер-лиге, ну не знаю, единицы, наверное, могут сделать. Понятное дело, что никаких рывков. Понятное дело, что 90 минут уже точно не выдержит. Он и тогда и не выдерживал. Но как же он обращается с мячом? Как же он чувствует игру? Это на уровне генетики. Да нет, слушай, очень клевый игрок. Но я помню, как это Локомотив 30 июля 2005 года сыграл в ЦСКА, как Пашинин забил гол. Вот это моя развязка в матчах Локомотив-ЦСКА любимая. Просто огонь, огонь. Айронману интересуется, доводилось ли лично писать Мочилова про немцев? Нет. Нет, я в телеге что-то написал. Мне сначала показалось, что Гиздаль как бы понимает, как им поставить прессинг. Это было опрометчивое, так сказать. На самом деле ничего они не понимали. Вот. Ну, ребят, ну какой Мочилова? Мочилова, ну было, я вам могу рассказать, что были, конечно, статьи в том же советском спорте, что по поводу чего? Ну, по поводу Кучука того же, да? То есть, как это было все устроено, как это все произошло. По поводу интервью Гильерма и Самедова на официальном сайте, то же самое мы в советском спорте все это сделали. И там была затронута служба безопасности локомотива. Когда я через полтора месяца после этих статей пришел устраиваться в локомотив, бам, это моя вообще любимая сцена. Я пришел на минус первый этаж, и мои статьи прям просто висят у них. По фломастерам они подчеркнули там про себя. Ну, потому что, ну как сказать, что это история, которую нельзя было никому давать. Нет, только президент, только пиар-директор. Вот они как-то решают этот вопрос, но не эти схемы безумные, что почему-то Савендов и Гильерма выпускают интервью на официальном сайте, хотя они потом, они говорят, мы не помним, что мы такое говорили, но вроде с нами согласовывали это, но мы и не помним это. И люди, которые этим занимались, ну, елки-палки, это же все на поверхности, они же все известны, зачем вы это делали? И с Ольгой Юрьевной, я вот еще раз говорю, благодарен ей за что? Что я, как человек, который писал это, найдите эти статьи, довольно там все строго написано. Талантливо. Да, пожестче, чем у Леши Филмина, это было все оформлено. Ольга Юрьевна прямо мне в глаза сказала, Андрей, ты прав. Клуб сработал так, как ты написал. Вот как после этого я буду относиться к этой истории? Ольга Юрьевна опытный человек, класс, просто. Возможно, как говорится, она это сказала мне, потому что так надо было сказать. Но из этого кабинета я выходил с полным пониманием, что я все сделал правильно, клуб неправильно, и я не отпущу клубу тех людей, которые сделали это с Кучуком. Ну, по своим возможностям. Вот. Хотелось выстроить такую, в общем-то, прозрачную систему. На этом пути было много преград, много всяких историй, конфиденциальных, которые не будут рассказаны ни при каких обстоятельствах. Все, что мы сегодня рассказали, как мне кажется, никого не дискредитируют. Это ты в смс-чиках прочитаешь утром. Ах, да, там может быть, ой-ой-ой, там кто же это пишет? Слушай, так смешно. Хуже было, знаешь, когда, когда мы прилетели из Стамбула, где Дима Тарасов показал майку. Вот там было, конечно. Кстати, да, был же еще и такой замечательный пол. Я прям испугался. Я думал, что что-то произошло ужасное. Потому что там было столько пропущенных вызовов в смс, а я их, вот самолет садится, я понимаю, что это что-то страшное, потому что турецкие номера, русские номера, смс-ки, все забито. Я думаю, что это может быть? Как? Мне никто никогда столько не напишет. И потом, когда я сел, я обхватил голову руками, я сижу в конце самолета, Тарасов впереди. Я ему звоню, он сбрасывает. Он первым из самолета выходит, встречает Live News и дает им интервью. Он правильно все сделал, он любит нашего главнокомандующего. Это было просто фейл. Я поехал, был страшный крик, там такое было. Ай-яй-яй. Но Черевченко, Игорь Геннадьевич, Тарасов, Дмитрий Александрович, они все поехали в клуб на разборку. Там прям самолет сел в 7 утра, в 10 или в 9, там уже все были на месте, никто не спал. Мы принесли извинения у ИФА, все. Ну, потому что это такая, получается, как сказать, нехорошая история. С Димой много раз об этом говорили. Все это обговаривалось неоднократно. На этом там, я говорю, Саша Мужник, самое дело интервью он из этого обложку сделал в «Спорт-24». Прекрасно. Ну, поэтому Дмитрий Тарасов теперь тоже в медиафутболе, потому что умеет делать шоу. Да, да. Что Андрей думает про книгу Семина, про возвращение на пьедестал? Он эту книгу мне подарил и написал «Андрей, ты чемпион». Когда он это написал, я был очень растроган. Говорю, Юрий Павлович, как приятно, какое большое спасибо вам. Значит, книжка, конечно, там вот были воспоминания, например, ну, такие. Это Павел Николаевич Алешин, кажется. Да? Вот Павел Николаевич Алешин как-то не предостерег Юрия Павловича от некоторых формулировок. Отношения там Геркуса, Штофельсхауса. Я знаю, что Павлович там и остыл, и как бы он мог абсолютно по-другому это сформулировать. Так скажем, в более лояльном и уважительном ключе. Принципиальная позиция его бы осталась, но формулировки можно было сделать поизящнее. А не вот этой старым языком. Павел Николаевич Алешин, там, 42-го года рождения, решил выволочку сделать через слова Семина. Я так вас примем. Ну, значит, была прекрасная презентация. Но, поймите правильно, вот эти книжки никто не читает уже, да? Ну, никто не читает книжки. Я ее прочитал наискосок, быстро. Я ее прочитал за час. Я вот так вот листал, листал, у меня вот есть... Я ее прочитал полностью, внимательно. Да, я читал наискосок полностью. Я все знаю, что у меня написано. Сейчас забыл, наверное. Но я ее читал наискосок, в наше время у меня нет. Но такие, как сказать, на литературное чтение, к сожалению, уже не хватает времени и усидчивости. Вот. Ну, там было все в целом адекватно, интересно, написано. Юрий Павлович, хороший рассказчик. Я надеюсь, что еще книжку напишет с Робинером, пусть, тогда. Юрий Павлович, отличный рассказчик, но мне совершенно не понравилась работа как раз Алешина. Человек, который должен был записать все на диктофон и потом это превратить в текст. Плюс еще и текст, проверенный на фактчекинг, потому что там очень много глупых ошибок. А, в Ажалии там везде. Очень много глупых ошибок. Знаешь, был такой эпизод, но стародавний. Значит, у нас Вячеслав Иванович Колосков, ему исполнилось какое-то количество лета. И он пригласил на юбилей и на открытие этой книги. Вот так это выглядело. И меня пригласил. Мы приходим. Я начинаю листать книгу, я сразу вижу, какой-то бред написан. Бред, бред, там бред, там картинки. Выходит Вячеслав Иванович Колосков со своей супругой. И она руководила этим музеем изобразительных искусств, кажется. Очень приятная, галантная женщина. Вдруг Вячеслав Иванович вместо такого спича, вот книга, спасибо. Он говорит, ребят, столько ошибок в книге. Я вас всех пригласил, мне неловко. Там очень много ошибок. Мы будем ее переделывать. Так давайте же выпьем за... Вот это было как бы солидно. Вот. Павел Николаевич, конечно, но он уже начал, видимо, невнимательным быть. Не знаю, не хочу его тоже ругать, осуждать. Мне не понравилось, что там какие-то ошибки. Я сразу увидел, думаю, да ну нафиг, ерунда какая-то. Там первый абзац начинается с того, что я родился в Орле, в то время как Юрий Павлович Сомин родился в Оренбурге. Вот просто иногда звость берет, потому что смотри, с клубом мы в 17-м году еще, мы говорили о столетии. Я прям помню, сидел Геркус, кто-то еще из Смирнов, Игорь Каник, по-моему. Я говорю, ребят, есть такая энциклопедия, выпущенная под редакторским управлением Павла Николаевича Алешина, многое уважаемого. Но там люди, там Женя Алексеев, понаходили кучу какой-то ерунды, какого-то вообще бреда. Эту книгу надо переписать. Но чтобы ее переписать, как если уж мы утвердили 22-й год, столетие, давайте создадим очередную рабочую группу. Я считаю, вот я от себя сказал, что нужна энциклопедия новая, переписанная. Прямо 5 лет сидим, Алешина привлекаем, берем на гонорар, Женю Алексееву берем на гонорар. Всех этих людей, как его длинные волосы наш друг забыл его, ну, при службе он программками еще занимался. Дима. Да, я понял про кого-то. Ну, Дима, да? Да, да, да. Который еще в ОК много писал, но я тоже забыл фамилию. Короче, Дима, Дима, он такой старший товарищ наш. Коллекционер программы системно-зеленого. Да, 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 вот я говорю, вот эти люди, они тоже там помогут, помогут, и мы привлечем кого нужно, но работать надо над этой энциклопедии, вот там 4-5 лет. Да, 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 как бы. Никто не отрицал этого, потом вот, я говорю, появился там уже смертен. Но моя позиция такая, я знаю, что такое загонные материалы по газетной практике, надо такие вещи делать в спокойствии, размеренно, медленно, выверять, чтобы все было красиво, и чтобы к 30 декабря 2021 года эта книга была бы готова к столетию. Что я слышу, что берут на работу Сережу Куралёву, я думаю, ну классно, он такой въедливый, программки эти делает, он займется этим. Потом Лебедев, Алексей, ну думаю, ну вот, как бы пошла старая гвардия, они этим точно займутся. Ну и где столетие, где энциклопедия? Нет ничего. Столетие перенесено на 2036-й. Ну обидно, в общем, зачем болельщики приходили? Ну, насколько я знаю, насколько я слышал, что все-таки Евгений Алексеев какую-то книгу когда-то писал по заданию «Локомотива», насколько она, в каком она состоянии и куда она пойдет, зачем она пойдет, я, честно говоря, не знаю, но по состоянию, условно говоря, на прошлый год была информация о том, что Евгений Алексеев совместно с клубом пишет какую-то книгу по истории «Локомотива». Женя, вот давайте так, вот иногда кто-то с ним там имеет какие-то недопонимания, давайте отдадим должное Жене, Женя уникальный архивариус для «Локомотива», мало найдешь людей, которые так этим не интересуются. Вот Женя, вот Женя надо выразить респект, он молодец, ему надо помогать, морально поддержать, да, где-то он там неточности какие-то может быть, но он и ищет, он этим живет. И, ну, хотелось бы, чтобы Женя, как сказать, получил какую-то работу в «Локомотиве», не в смысле, что прямо штат его там куда-то брать, именно какое-то призвание, связанное с клубом, которое сделал бы его счастливым, потому что он носитель всей этой информации, он мне когда начинал все это рассказывать, я думаю, вот у меня сейчас это не выдержит нервы, у него много всяких интересных историй, он позвонил какой-то вдове, вдова, порекомендовала двоюродную сестру давно умершего футболиста, он с этими людьми общается, узнает какие-то, ну, уникальнейшие подробности из быта команды, например, победителей Кубка 1957 года, понимаете? Мы же, был юбилей в 17-м году этого Кубка, мы же собрали людей, и какая там ситуация, что там практически живых никого не было, ну, обидно, там даже с внуком Бубукиным мы общались, такой приятный парень, быстро они ушли, они быстро очень ушли, и Маслаченко ушел, вот ее и Женя, понимаете, если бы мы работали с этой энциклопедией, с этими трофеями первыми Локомотива, с первыми годами Локомотива, с первыми футболистами, их родственниками, вот в Спартаке есть такой человек, Матвеев Леша, сейчас ему исполнилось 50 лет, я его поздравил, пожелал ему открыть еще немало спартакских тайн, но я понимаю, что в Локомотиве мы такого человека не соорудили для нашего музея, который бы доставал уникальные вещи, который бы узнавал уникальные истории, доставал их и делал такой музей. Вот с Женей как-то я не могу понять, не сложилось, что ли, опять что-то? Не, он сказал, что он в Питер уехал или что-то такое? Да, было такое, он в Питере, но вот с ним, опять же, постоянно, в прошлый год что-то связывали, после того, как пошла огромная буча по поводу этой комиссии, в которую меня включили по столетию Локомотива, где я им конкретно сказал, что, ребят, вот на этом месте должен был сидеть точно не я, есть такой человек, как Евгений Алексеев, они там все скривили лица, потому что сразу поняли, о ком речь. А с ним невозможно будет договориться и с ним не просто общаться, я это знаю, на себе, на собственной шкуре, то есть в какой-то момент становится так чуть-чуть тяжеловато, он под тебя не подстраивается, он тебе прочитает Лекс про историю Локомотива, я их где-то написал про его локомотивскую набожность излишнюю, там некоторые люди мне ответили со смайликами, но есть такое, но я Женю очень ценю, я бы хотел, чтобы он действительно был счастлив в каком-то проекте, связанном с историей клуба, потому что он... Руки-палки, Дима Кочергин, вроде так его зовут, что-то прямо-то, если не общаюсь просто, поэтому забыл. Дима Кочергину с такими вот классами. Ну, у него какое-то прозвище было, но неважно, да. Спорно. Я всех людей... Ну, да, они в программке, понятно, они были. Только Гореликова я называл по прозвищу Фрэйвен. Вот, и на самом деле, вот, тоже, знаешь, я все-таки понимаю, что кто-то это может услышать и сказать, ну, что-то он разошелся, разумничал. Но, я вот реально вижу, например, косичка Лена Рыбакова делает какие-то вещи в казанке. Ну, я вижу, что она очень талантливая, она видит такие вещи, она просто умничка, и какой она дизайнер, и как она кадр выставляет. Ну, просто... А некоторые люди не хотели это признать. То есть, что-то там с ней не так, я не знаю, что с ней не так. Они не оценивали объективно ее творческие способности, просто они в этом, видимо, не понимают. Вот я считаю, что я понимаю в этом. А многие, кого в клуб привело и которые работали в этом клубе, не понимают, они не соответствуют просто там определенным стандартам, определенным профессиональным стандартам. Они не понимают, что там Лена крутой фотограф. Не понимают. Вот Женя Кириллов, кстати, еще раз респект. Это Женя подтянул косичку. Я как бы не вычленял. Это он начал мне показывать ее снимки. Это он мне показал, что на казанке, что она делает. Я подходил к монитору и говорю, класс, она понимает. И что получилось? Что Лена, как мне рассказывают, вроде бы вот сейчас только клуб понял, что она крутая, она там занимает какую-то должность. Я считаю, что это должен быть арт-директором локомотива. Еще раз говорю, это я не рассказываю, знаете, требования Лены. Я тут самый умный, сейчас вам расскажу. Да и нет, я просто помню, чего она делала. И для арт-директора локомотива она подошла бы, она выросла за эти годы. Будет это сделано, интересно, не знаю. Она однозначно выведет контент локомотива на иной уровень, если к этим советам будут прислушиваться. Но не хочу настаивать, знаете, там свои завистники могут быть, что... Ну, просто Лена, когда ее подтянули мы к казанке, мы просто были в восторге в полном. Потому что мы получали стильные, продуманные снимки, где все выстроено, где есть драма, где есть свет сумасшедший. И Леша Жарков из той же породы, то есть он видит то, чего многие не видят. Он очень талантливый парень, очень. Жалко, что там не все складывается или складывалось, не знаю. Вот не помешал бы он локомотиву. Вот не знаю, не стал бы там кого-то учить, но Леша Жарков – это человек, который понимает локомотив, у него смыслов много в голове. Сейчас мы берем, грубо говоря, как действовал маркетинг в прошлом году локомотива, каких-то людей наподряд, которые вообще ничего не соображают. То есть мы видим, что в этих видео нет души, потому что подрядный какой-то специалист, видеооператор, он не понимает, что происходит, он не может это прочувствовать. А Леша Жарков, он просто вообще сканирует такие вещи, он очень глубоко футбол понимает. Но кому ты это объяснишь? Смертену Алексею Леонидовичу не объяснишь, наверное. Геркусу прислушивался, но там есть свои там люди. Ну они же потом взяли, когда Леша и Кирилл ушли, они потом взяли обратно и вроде как что-то им доверили, и потом все закончилось. Вообще мне непонятно, зачем он уходил, зачем он уходил в прошлом году. Это было давно, они ушли еще по ходу чемпионского сезона, вместе с Кириллом они хотели делать что-то... Это у меня история прекрасно понятна, почему они ушли, я только жалею, что Леша уходил. Вот. И потом они вернулись, потом снова все вместе ушли, уже большой компанией 18 человек. Андрей, очень интересно послушать про подходы ЮПС Семина к тренировкам и что конкретно его отличало от других тренеров, с которыми ты работал. В чем он был консервативен и в чем шел против современности? Я тут не стал бы говорить, что он шел против современности, я думаю, что Юрий Павлович начал оттачивать все эти вещи в Киевском Динамо, он поработал в клубах и у него были, на мой взгляд, великолепные ассистенты, тот же Олег Алексеевич Пашинин. Он овладел просто аналитической базой в полном объеме, как это выглядело на 16-17 годы. Это был просто незаменимый человек для Черевченко Игоря, для Юрия Павловича Семина. Вот. Я бы не стал говорить, что он новатор в чем-то. Да это не нужно. Футбол, он требует добросовестного отношения к физической подготовке и к адекватному рисунку тактическому, чтобы люди понимали, куда бежать и что делать. Вот Юрий Павлович за полгода, да, ему было непросто, что-то как-то играли иногда, но в феврале 17-го года у него в команде было так, что физика была великолепная, он их заставил бегать как никогда, накружаться как никогда, он правильно выстраивал снижение нагрузки под игровой день, и он объединил команду целью, что они чувствовали крепкую руку тренера, что он не сдаст назад, что он с них требует, что еще нужно футболисту, я не знаю. Вот. Интересно, что по физике вот мне это запомнилось, пик-тест называется, это ребятки наши бегают на изнеможение, пока не сможешь, пока не сможешь совладать. Силами. И вот начала бегать вся команда, пик-тест, и раздается сигнал, и увеличивается частота этих пробежек. Увеличивается, увеличивается, все сходят наши, все лучше сходят, все сходят. Я помню такое, остается Тугарев, который из Казанки подтянули, и Лысок Миша. И Тугарев просто, они за него даже, можно сказать, все болеют, они говорят, может, с Мишей Лысовым хоть кто-то. И Тугарев сваливает, говорит, нет, бог, я не могу так, ребят. И Миша это делает еще минуту-полторы или две. И я смотрю, а кто же там, вот Руслана Вадарханов, Лось. Они так смотрят, и я вижу, что они охреневают, потому что Миша выдерживает нагрузку нефутбольную. Он выдерживает какую-то дикую нагрузку. И он с улыбкой бежит дальше, и я помню, Лос еще говорит, да может, хватит, хватит. Потому что, как сказать, ну это зашкаливающие какие-то нагрузки. И все ребята тоже, Чарли говорит, охренеть, я не видел такого никогда. Ну, мы как-то это разыграли в наших как раз медиа, что вот Миша Лысов, победитель пик-теста. И кто-то приходил из других команд, говорит, когда будет пик-тест, можно я приду? Или что-то в этом роде, что я хочу увидеть. Знаете, как это, в собачьем сердце нужно, мы придем на собачку посмотреть. Вот примерно так, кто-то приходил смотреть на Миша Лысова. И у него была уникальна, конечно, физика, как-то там клюев его научил играть в пас, потому что говорят, что брак уж был силен, но атлет выдающийся. Палыч, он очень понравился, очень. Он говорит, вот это физика, вот это мощь, смелость, он все делает, он слушает нас. И он так начал хорошо играть, и видно, что он, ну, как сказать, в основном составе все нормально. И вдруг, я помню, матч с ЦСКА, блин, и тут так обидно. Он попал под этого Марио Фернандеса, которого ЦСКА до сих пор ждет за чем-то. Я думаю, он приедет. Я думаю, что народа уже вообще нету. Ты можешь сказать пару слов, я их потом соединю, я могу их склеить. На Ютубе уже будет полноценная восьмичасовая серия интервью с Андреем Бодровым. Так что, если хочешь что-то подытожить, можешь подытожить, у меня записывается. Ну, давай, значит, подытожим. Значит, ребят, где-то были оценочные суждения. Мне кажется, почему это неуместно было бы в первые годы после моего ухода из клуба, но потому что это кого-то могло излишне ранить. Сейчас, я думаю, что, позволив себе какие-то оценочные суждения, спустя сколько там лет, пять лет, что меня что-то там не порадовало, не устраивало, я там никого предметно и адресно не оскорблял. Но эти адресные рассуждения, когда мы в персонале какие-то затрагиваем, они никого не ранят, скорее они вызовут даже какую-то улыбку. Ну, смешно будет вспоминать. Все какие-то обидные моменты, они кажутся спустя годы, ну, какими-то нелепыми, забавными, карикатурными, но к ним серьезно нельзя относиться. Равно как и вот эти конфликты, что Фельдсхаус-Геркус, Геркус-Семен, ничего в них нет такого грандиозного, какие-то там были у всех свои точки зрения, ничего криминального там не происходило. Поэтому я бы хотел сказать такую вещь, что я уверен абсолютно в том, что я сейчас говорю, что болельщики локомотивы, они самые интеллигентные, самые интересные и креативные ребята, я абсолютно в этом убежден, поверьте, я общался со всеми. Вот, мне очень было приятно, что со мной связывались люди, очень хорошо со мной общались, я им признателен за поддержку, и они поддерживали моих ребят всегда, в большинстве случаев. При мне все было, при Бодрове такого бы не случилось, есть такая цитата, мне кидали. Вот, и действительно, спасибо за внимание, стрим получился действительно очень большим, просто неприлично большим, но произошло это просто по одной причине, что у Тима действительно есть вопросы, а я очень болтливый и не мог уместить какие-то мысли в короткие абзацы. Если я, работая с текстом, быстро убираю всю воду, то вещая вот так вот, я распаляюсь и начинаю что-то рассказывать вообще, наверное, по два раза. Вот, поэтому прошу прощения за такую огромную беседу, вряд ли ее кто-то смотрит, сможет посмотреть целиком, но еще раз, если это возможно, передать от меня привет всем болельщикам, еще раз спасибо всем за поддержку, и о современном локомотиве. Ребят, такая история с этим в PanID, я считаю, что это надо перебороть, этот PanID, ну серьезно, потому что вот парни, когда они играют, им нужна эта поддержка. Это не пустые слова, они все время это обсуждали у нас, постоянно. Они спрашивали перед игрой, а что болельщиков сколько будет, а кто там, а что они там кричали. Все время они это обсуждают, и как-то просто сложно говорить каждый раз, спасибо болельщикам, спасибо болельщикам. Нет, Юг, он был просто энергией, энергетикой этой команды. Всегда это, мы всегда обсуждали. Гарик Денисов там, я помню, он говорит, вот они классные. Вот он что-то восхищался ребятами на юге, я уже не помню, что его так впечатлило, но он был просто в полном восторге. Поэтому болейте за локомотив, уважайте историю, поддерживайте клуб. Я считаю, что критика этому клубу, ну вообще не нужна. Мне кажется, самая интересная история, вам отдыхать, поддерживать команду, вот как-то так, с весельем отнестись к этому, ходить на стадион. То, что мы сейчас там сидели и обсуждали медиа локомотива, ну правда, я бы им не стал ставить высокую оценку, но, наверное, у них все впереди, они будут развиваться. Поэтому их тоже поддержите, поддержите локомотив, и поменьше негатива. Потому что никому он не нужен, всем это во вред, негатив. Ходит, возвращается, просто приходите на стадион, постарайтесь болеть за команду, и вселиться, и слушайте подкасты Тима. Спасибо. Тебе спасибо огромное, да, я тебе сказал об этом. Вне стрима, когда он падал, было очень интересно. На самом деле 7-8, сколько мы там часов стримим, пролетели очень быстро. Многие мне пишут там в Telegram, в чат, что это было невероятно интересно, и ты никак не отпускал людей спать, потому что... Главное, главное, скажи, это было интереснее, чем с Женей Кирилловым? Ну, историй было рассказано больше. Я хотел Женю Кирилловым хоть в чем-то сделать. Но ты должен понимать, что он молодой, красивый, с красивой прической, и вообще лапочка. Ты тоже красивый, ты тоже с хорошей прической, но с Женей Кирилловым сложно в этом плане соперничать. Вообще, кому угодно. Согласен, он топ. Все, спасибо тебе огромное, отпускаю тебя спать или работать, или чем ты сейчас будешь заниматься. Нет, прежде спать я пойду, какой раз? Ну, не знаю, я сейчас работать пойду. Давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok